Сердце После дневных трудов сойдемся на беседе о сердце. Оно поведет нас через земные области, к тонкому миру, чтобы приблизить к сфере огня. Первое. Видеть глазами сердца, слышать гул мира ушами сердца, прозревать будущее пониманием сердца, помнить прошлое накопление сердцем. Так нужно стремительно идти путем восхождения. Творчество обнимает огненный потенциал и насыщается сокровенным огнем сердца, потому на пути к иерархии, на пути к великому служению, на пути общения, синтез есть единый светлый путь сердца. Как излучать явленные лучи, если нет пламени, утвержденного в сердце? Именно свойство магнита заложено в сердце. Творчество высшее насыщается этим великим законом. Так каждое завершение, каждое объединение, каждое великое космическое единение совершается пламенем сердца. Чем можем заложить основание великих ступеней? Истинно лишь сердцем, так дуги, сознание сливаются в пламени сердца. Так мы запомним о прекрасном притяжении магнита сердца, который соединяет все явления. Истинно, серебряная нить соединения учителя с учеником, есть великий магнит сердца. Объединение учителя с учеником утверждает сущность всех эволюций. Второе. Многие легенды описывают исполнение желаний, но не говорят об основном условии, а безысходности, которая обостряет желание до непреложности. Каждый малый обходный путь уже притупляет стрелу непреложности. Но как плывет незнающий воду, когда опасность тянет его на дно, так решается получение желания, когда все пути отрезаны. Люди говорят, свершилось чудо. Сердце – это солнце организма, есть средоточие психической энергии. Так мы должны иметь в виду закон психической энергии, когда говорим о сердце. Прекрасно ощущение сердца, как солнце, солнце вселенной. Должны мы понимать солнце высшего иерарха, как наше знамя. Прекрасно это знамя, как мощь непобедимая, если глаза наши усвоили сияние его, отразившееся в сердце нашем. 3. Назовут ли сердце жилищем элохима или синтезом синтезов, оно все же останется средоточием. Даже те, которые признают за сердцем лишь низшие физиологические функции, даже они относятся заботливо к сердцу. 4. Насколько же глубже должен прислушаться к сердцу, кто знает о магните и серебряной нити. 5. Потому учитель так уносит от всего узко физического, чтобы на каждом органе напомнить о мире духовном. У нас праздник, когда чистое мышление переносится в сферу незримого сущего. Нужно так настойчиво вводить в жилище элохима, точно опасность преследует входящего. Можно признать путь избранных, когда им незримый мир становится реальным и доступным. Тогда можно заметить рост сознания, и сами органы тела преображаются, напитанные связью с иерархией. 4. Сердце есть храм, но не кумирня. Так мы не имеем ничего против построения храма, но не принимаем кумирней базара. Так же, когда говорим о построении храма в виде сердца. Мы не имеем в виду сердцеподобные очертания, но указываем на внутренние значения. Не может существовать храм без сознания цепи беспредельной, так и сердце прилежит всем ощущениям космоса. Сердечная тоска или радость созвучит с дальними сферами. Отчего же чаще ощущается тоска, нежели радость? Но постоянные пертурбации космические, конечно, потрясают сердце, к ним приобщенное. Зато и служение сердца такого велико на весах мира. Помогайте миростроению. Нет ни дня, ни часа, когда бы мир не был в опасности. Не два глаза могут эти опасности усмотреть, но лишь три, как на знамени владык. Нужно понять храм сердца, как неотложное ощущение. Не случайно сердце отмечало знаком креста, так знак креста вечно сопутствует храму сердца. 5. Новые условия явят путь будущему. Истина все та же, но сочетания иные, соответственно, сознанию. Сколько прекрасного разрушено по причине незнания храма сердца. Но будем непреклонно устремляться к осознанию тепла сердечного и начнем чувствовать себя носителями храма. Так можно переступить за порог нового мира. Как ничтожны, полагающие, что мир новый уже не для них. Разны тела, но дух не избежит мира нового. 6. Сомнение есть гибель качества. Сомнение есть могила сердца. Сомнение есть начало безобразия. Сомнение должно быть упомянуто в каждой беседе, ибо без качества куда же пойдем? Без сердца что поймем? Без красоты что достигнем? Спросит. Почему сперва беспредельность, потом иерархия, и лишь после сердца? Отчего не наоборот? Ну, раньше направление, потом связь, после средства. Нужно не испортить это священное средство сомнением. Обратимся к качеству пульса у человека, сомневающегося, и у него же в час верного устремления. Если сомнение может менять пульс и эманации, то как физически разлагающе будет оно действовать на нервную систему? Психическая энергия прямо пожирается сомнением. После сомнения напомним о самом предательстве, ибо кто же ближе к сомнению, как не предатель? Но ту тьму можно преодолеть лишь причастием к иерархии, к самому неизбежному, как сияние солнца. Правда, сжет оно, но без него тьма. Седьмое Сердце есть средоточие, но менее всего эгоцентричность. Не самость живет в сердце, но общая человечность. Лишь рассудок окутывает сердце паутиную эгоцентричности. Добросердечие измеряется не столько так называемыми добрыми действиями, причины которых бывают слишком различны, но самым внутренним добросердечием. Оно зажигает тот свет, который во тьме светит. Так сердце является поистине международным органом. Если свет у нас символ ауры, то родителем его будет сердце. Как необходимо научиться ощущать сердце не как свое, но как всемирное? Только через это ощущение можно начать освобождаться от эгоизма, сохраняя индивидуальность накоплений. Трудно совместить индивидуальность со вселенским вмещением, но магнит сердца недаром соединяется с чашей. Можно понять, как сердце излучает особый свет, который всячески преломляется нервным веществом. Ведь кристалл психической энергии может быть окрашен различно. Восьмое. Очищение сердца очень затруднительно, если паутина самости ожирняют его. Жир самости есть звериное наследие. Чистые накопления индивидуальности могут пояснить то, что рассудок не может даже помыслить. Особенно трудно внушить то, что вообще не входило в круг воображения. Сердце считается дворцом воображения. Как двигать, если нет мощи воображения? Но откуда придет оно, если не будет опыта? Девятое. Бессердечие есть ничто иное, нежели оккультурное состояние сердца. Молодушие ограниченность мышлений. Нетерпимость принадлежит к той же семье мерзостей, умаляющих священный сосуд сердца. Уже знаете, что утонченное, нагнетенное сердце дает толчок, подобно динамо, тем показывая, что оно есть сосуд мировой энергии. Но культура сердца не накопляется, не получая соответственного питания. Также лучше аккумулятор будет бездействовать, если он не защищен и не соединен правильно. Сердце требует постоянного питания, иначе лишенные связи выше оно разлагается. Так не забудем, как на дне чаши изображался крылатый младенец как символ восхождения. Десятые. На редком опыте можете видеть, как сердце отражает даже дальние землетрясения и прочие мировые события. Можно замечать, как не только космические пертурбации, но даже отражение излучений духа действует на дальних расстояниях. У нас обращают внимание на трансмутатор праны, на легкие, передающие сущность в сердце, как утверждение мирового равновесия. Новые достижения в тонких телах увенчиваются успехом. Такое достижение стало неотложным, ибо нарушена основа связи с магнитом иерархии, как воспоможение нарушенному равновесию дается новый вид тонкого тела. Если сокровища энергии превышают сокровища сердца и чувства знаний, то обычно для уравновесия посылается сотрудник-наставник. Действительно, при Вашингтоне состоял профессор и при Чингисхане был мудрец горы. Можно привести много подобных примеров. Нужно смотреть на них как на дополнение деятельности, но не как на непременные условия. Также много примеров, когда деятели отказывались от такого сотрудничества, нанося непоправимый ущерб не только себе, но и общему влагу. Мы не раз испытывали такие отказы. Именно неразвитость сердца мешала умножению возможностей уже сложенных накоплениями. Двенадцатое. Рука наша не устанет протягивать сердцу спасительную нить. Кто же может сказать, что мы замедлили с помощью? Но мы можем назвать много случаев, когда вестник наш замерзал от бессердечия. Так нелегко привести в действие потенциал сердца. Нужно явить полет над бездною, как от последнего берега беспредельность, как священно мужество самоотвержения, открывающее сердце. Тринадцатое. Можете ли вообразить, что представляло бы из себя человечество при здоровых телах, но при оккультурном сердце? Такое пиршество тьмы даже трудно представить. Все болезни и немощи не могут обуздать всемирное безумие сердца. Истинно, пока не просветится сердце, не будут отняты болезни и немощи, иначе беснование сердца при сильных телах ужаснет миры. Так сказано давно про праведников. Ходил перед Господом, значит, не нарушал иерархию, и тем очищал сердце свое. При малейшем очищении сердца человечества можно уявить водопад благодати. Но теперь можно действовать осмотрительно, лишь где сердце не сгнило еще. Так можно не унывать, но знать, что тьма ожесточилась, и множество сердец смердят. Уявление значения сердца — старая истина, но никогда она не была так нужна, как сейчас. Четырнадцатое. Спросят. Какая энергия предположена, когда говорят о сердце? Конечно, это тот же самый аум, психическая энергия всех трех миров. Но изучая ее, можно установить, что отложения будут разноцветны. Конечно, отложения могут быть красными, пурпуровыми или синими, но, приближаясь к сердцу, они теряют окраску. Кристалл сердца белый, бесцветный. Конечно, это звучание сердца не часто наблюдается, но нужно стремиться к нему. Советовали древние полагать руку на иглы молодого кедра, чтобы сгущённая прана проникала через концы пальцев. Много есть способов приёма психической энергии из царства растительного, но лучшим надо считать открытое сердце, когда оно знает линию устремления. Пятнадцатое. Пусть мы унижены лицемерием невежд, но путь един, и ничто не заслонит его, если сердце чисто. Как мудро называли сердце кораблём, но корабль предполагает кормчиво. Мужество родится из чистого сердца. Можно сравнить его с розою, где смысл цветка во множестве лепестков, но обрыв их нарушает самый цветок. Так храните защиту сердца. Мудро понять, что лишь владыка цветка имеет доступ ко всем лепесткам. Шестнадцатое. Вот говорим о прямом устремлении к нам. Говорим о пользе и удаче, истекающих из такого обращения. Казалось бы, заманчиво испытать это средство, но многие ли пытаются идти этим путём? Между тем, каждый, испытавший нашу панацею, скажет, что совет наш добропорядочен, подтвердит везде и всегда. Когда мысли его пребывали с нами, он был успешен. Каждая неудача происходила вследствие замарания серебряной нити. Как могло быть прекрасно, если бы, оканчивая день, каждый спросил себя о качестве мышления своего за эти часы. Как мощен стал бы он с сознанием, что мысли его укрепили нить связующую. Появление мыслей недостойных могло бы немедленно искорениться, но дело с людьми стоит так, что слушают не слыша и читают не дальше глаз. Так советую ещё раз обратить учение в потребность каждого дня. Советую наблюдать, насколько успешно будет окружающе. При тесных группировках нужно особенно следить за взаимными помыслами, чтобы не отяжелить и не прерывать ток. Многие учения советуют эту простую дисциплину, но каждая книга должна напоминать, ибо не применяется в жизни самое насущное, самое необходимое. И для нас большое счастье, когда можем иметь о ком полнейшую уверенность, как за себя, а крепка твердыня открытого сердца. Во все времена беспрерывное учение жизни проливается на землю. Невозможно представить себе земное существование без этой связи с невидимым миром, как якорь спасения, как свет ведущий укрепляет учение продвижения среди тьмы. Но среди ливня благодати, как в морских волнах, можно усмотреть ритм с особыми разрешительными нарастаниями. Тогда появляются учения. Так можно уяснить ритм всего мира сего с нарастанием и нырянием, словом начертить эволюцию сущего. Восемнадцатое Нарушение ритма происходит от многих условий, но существенный способ избежать этой пертурбации есть соборно обратиться к нам, где решение всего. Можно уподобить, как песчинка останавливает огромное колесо, так же разрыв ритма прерывает ток. Между тем, именно теперь срок великого напряжения. Так уже близки возможности, так события уже образуют клубок, и ужас явится спасением. Девятнадцатое Если бы люди могли хотя бы частично чуять особенность момента, они бы очень помогли нам. Уже не говоря о точном распознании происходящего, но общее настроение усиливало бы волевой магнит. Люди не дают себе отчет, насколько бессознательное прозябание усложняет мироустройство. Сердце как очаг притворения должно каждому подсказывать давление духовной атмосферы. Не нужно думать, что сердце только о нас самих страдает. Конечно, оно болеет о мировом волнении. Нужно пытаться соединить сердца в хоровод согласия. Даже не очень испытанное сердце прибавит в общую чашу свою ценную энергию. Сердце усиливает наши посылки, раздвигая новые заросли. Много сердец неиспытанных, еще больше сердец засыпанных. Нужно много искр, чтобы прободать пепел холода. Двадцатые. Если не разбужено чувство знания, то даже действительность, даже очевидность недоступны. Никак не заставить увидеть явное, даже поражающее. После скажут нам, почему не вижу и не слышу, если мир невидимый существует. То же бывает с больными, отвергающими лечения. Они не прочь поправиться, но в то же время направляют свое сознание против врача. Так полезно было бы сопоставить людей, видящих, с людьми слепыми духом. Можно было бы найти причину успеха одних и разрушения других. Так сопоставлением очевидных явлений можно решить многие вопросы взаимодействия миров. Мир невидимый в сущности очень зрим, когда глаз не засорен. Не нужно явление медиумизма, чтобы ощущать свет высшего мира, но можно восходить лишь к высшему, потому все насильственные уловки, низшие магии, ничто в сравнении с первым светом сердца. Не многие знают огни сердца, но ведь эти светочи должны светить всем. Потому так тяжкий хула на дух и отказ от учителя. Говорю, можно долго думать об учителе, но избрав не отступите, явим понимание основам строения. двадцать первое. Советуйте говорить о духовном. Много можно отмечать полезного среди духовных воспоминаний. Кроме того, духовная беседа охраняет от грязи и раздражения. Утверждение духовных проявлений умолит ненависть к миру невидимому. Там, где часто ведутся духовные беседы, там накопляется особая аура. Пусть даже эти беседы несовершенны, но они уявляются как пробные камни присутствующим. Разные народы принесут свое притворение начал духовности, по ним можно судить о пригодности сердец. Кроме того, избегайте споров о бесспорном, удивлялся недавно спору между последователями Жанны Дарк, Сергия и Моисея. Каждый уверял, что его предстатель не согласуется с другим. Между тем, зная истину, прискорбно было слышать эти выдумки, сочиненные для разъединения, пусть не вместе, но хотя бы не бились лбами, и черога вырастут. Теперь вообразите, что знающие истину побудут дружно и объединят мысли. Какая мощь получится здесь, на земле, несмотря на все давление атмосферы? Кто торжествует духом, тот уже наш. Двадцать второе. Советуйте развивать мышление и наблюдательность. Сердце не может занять свое назначение, когда вместо мысли блохи и вместо наблюдательности крот. С такими спутниками не уехать. Теперь именно время углубления мышления, иначе народные массы не найдут применения полученных сокровищ. Перепроизводство есть признак мелкого мышления и ненаблюдательности. Сказано, в школах должны быть введены часы уявления наблюдательности и приучения к мышлению. Сердце не может питаться лишь извне, оно должно быть поддержано и земными устремлениями. Устойчивость устремлений придет также и от зоркости и познаний. Двадцать третье. Каждый из вас знает особый вид проповедников, которые, собрав все кости чужих писаний, отправляются с ними в забвение. Рассудок собирает подробные доказательства, но цель этих нагромождений остается незримо, ибо молчит сердце. Так и зовем их сердцем молчащие. Кроме того, эти проповедники, указывая другие множество предписаний, сами впадают в молодушие при первом противодействии. Истина лишь сердце дает для смерти. Утверждение сердца уже есть открытие будущего. Не близки сердцу, которые сами боятся предписаний, вычитанных рассудком, о священном безумии, говорят древние учения, считайте это как противодействие против холода вычислений, считайте это как жизненное начало поверх условий мертвенности. Отвергающие учения недалеки от падения в бездну, утверждающие истину даже при несовершенстве уже на пути. Они не пожалеют при переходе в мир тонкий, что вызвали к жизни сердце. 24. У нас большая битва. Не нужно устрашаться, когда настанет час, возвещенный давно. Не нужно думать, что несчастье подкрадывается, когда у нас видят битву за свет. Не нужно забывать, что преследование есть лучший успех. Звучать может лишь натянутая струна. 25. Без преувеличения можно сказать, что большинство сердечных болезней происходит от богатства, потому люди, приобщившиеся к учению, отходят от богатства или остаются лишь хранителями его. 26. Знаете, что можно делать внушение на любом языке? Таким образом наглядно доказываются смысл и сущность понимания безусловных наречий. Считаю, уявление сердечного понимания есть необходимый шаг к приближению к нам. язык тонкого мира приводит в исполнение мечту о взаимном понимании. Нужно осознать эту возможность, прежде чем начать пользоваться ею. 27. Философский камень есть нечто реальное, применение, притом можно понимать его духовно и физически. Духовное состояние, называемое камнем, соответствует созвучию всех отложений психической энергии. Физически препарат довольно близок препарату парацельса, но у него осталась существенная ошибка, в которой он напрасно упорствовал. Но в остальном источники арабские, питавшие парацельса, были довольно правильны. 28. Внушение бывает мысленное или звуковое, или посредством взгляда, или усиленное глубоким вдыханием. Какие возможности для научных наблюдений заключаются в этих действиях? Можно проследить, насколько в дыхании усиливает звук эманации глаз. Давно замечено о различных свойствах человеческого взора. Можно рядом опытов уследить, насколько далеко действует излучение глаз, при этом поучительно следить за комбинацией силы мысли с физической эманацией глаз. Только наблюдая, можно оценить невидимый мир человеческих воздействий. Сложна паутина, сотканная несознательными действиями мысли. Не удивляйтесь, что мысль, продолжая жить в пространстве, также не исчезают физические частицы взора. У час наблюдательности мы еще раз вспомним о сердце и поймем символ стрелы пронзающей. Много стрел пронзают сердце, как на давних изображениях. На них же видим и пламя сердца. Может быть, без стрел невозможно и пламя. Можно утверждать, что основа проявления пламени есть удар, как рождение нового ритма. Учитель хочет, чтобы ритм был акселеранда, так во всем. Не нужно предрешать возможности. Именно невозможное сегодня обернется завтра. 29. Для приближения к нам нужно понимание полной свободы. Как ужасно последствия страха или искания выгод. Незатемненные устремления, освобожденные от всех тягостей, уявляет истинный путь. Где начинается такая свобода, может судить лишь сердце, от которого не укроется никакая уловка, никакой подкуп, но тонкие границы свободы сердца. Чего только не нагромождают люди около этой ткани тончайшей. Если сердце созвучит далеким землетрясением, если кожа наша ощущает тепло, истекающие из руки даже на значительном расстоянии, то насколько сердце вибрирует от человеческих излучений. Именно это свойство не отмечено достаточно в науке современной. Тридцатые Отчего так много опытов остается без последствий? Прежде всего от нетерпения и от нежелания принять ответственность. Иногда нас как бы упрекают, что помощь не пришла вовремя, но вместо упрека спрашивающий мог бы вспомнить, как преждевременно он уклонился или признал ношу непомерной. Мы много скорбим, когда видим малодушное уклонение или нежелание поставить себя на край пропасти. Но чем можно нагнести энергию как некрайним положением? Стоит лишь считать такое положение не концом, но началом. Так в упражнении терпения полезно усвоить понятие начало, для кого решительно все конец, но для наших учеников все начало. Тридцать первое Как объяснить, когда сердце молчит? Как ускорить, когда сердце тяжелее железа? Как двигать сердце, когда умерло в духе? Так можно научиться ценить каждое звучание сердца, когда тайный цветок являет множество лепестков, хранящих сокровение духа. Тридцать кверху имеют земное основание. Конечно, прием яда не посилен многим, но и для утверждения благодати тоже нужна явленная испытанность сердца. У нас отмечают как сокровище, когда сердце уже без напряжения всегда готово звучать на окружающие. Нелегко это показать, пока не притворяться энергией в созвучные кристаллы, когда образуется рингсе, так верно отмеченное тибетом на завете Гималаев. Тридцать третье. Кто же может утверждать, что легко идти за учением, если недостаточно накоплений? Но зато когда переполнена чаша, тогда путь учения неизбежен. Мы можем понять трудность приема яда земного, ибо каждый из нас принял неисчислимое количество яда. Как магнит притягивает известные металлы, так сердце принимает благодать. Как губка впитывает жидкость, так поры кожи набирают яд земной, но прана сознательно поглощенная умиротворяет истечение ядов. 34. Люди не только по органическим особенностям делятся, но и по стихиям. В их сознании остаются известные привязанности. Никто не сумеет рассмотреть столько оттенков пламени, как люди огня. Никто не сможет так любить воду, как люди этой стихии. Также, конечно, люди огня будут особенно расположены к огне йоги. Они почуют всю потребность ее. Не рассудком они подойдут к учению огня, но как к единому решению. Можно понять необходимость учения, когда нет иного исхода. Тридцать пятое. Труднее всего людям сочетать крайнее иступление духа с неисчерпанным действием. Для успеха нужно напряжение духа, но в действии каждом должен быть сохранен известный запас. Действие исчерпанное теряет красоту и магнетизм убедительности. Певец, исчерпавший запас голоса, прежде всего возбуждает сожаление. Явление крайнего напряжения духа не должно сказываться в отчаянных действиях, иначе проявление внутренней энергии растворится в чуждом духу действии. Этот закон нужно осознать прочно, чтобы не превратиться в ветряные мельницы. Предлагаю собрать все силы духа, чтобы не распылять их необузданными действиями. Тридцать шестое. Если заметите признаки избранности, не мешайте действию этого посла. Можно знать знаки агни-йоги и по ним признавать путь избранного. Так явление посла не во внешности, но в особенности действий. Понятно, что действия особого значения должны поражать сознание людей. Обе стороны будут по-своему являть понимание этим действием. но не назовем ни одного посла, около которого не происходило бы чудесного нагнетения энергии. Тучи предшествуют грозе. Так утверждению истины всегда предшествуют тучи, но вы уже знаете значение этих духовных феноменов. Можно установить, как по векам повторяется благовестие, как он расходится по народным множествам. С духовной вершины можно усмотреть ритм, разносящий отзвуки учения. Но когда заметите хотя бы некоторые признаки призванности, умейте не помешать. Ведь основа огня йога огонь, и нельзя тушить его. Кто же дерзнет обратить против себя огненную стихию? Каждое потушенное пламя отзвучит, потому карма тушителя подобна судьбе убийцы. Тридцать седьмое Огни йог во всем бережлив не по скупости, но зная ценность энергии, проливаемой сверху. Так он бережет как свою, так окружающую энергию. Ошибка людей в том, что они обычно предполагают энергию в крупных действиях, забывая, что по малым действиям трата гораздо больше энергии, той же самой, которая в основе своей драгоценной. Малые действия, так же, как малые вещи, запружают жизнь. Особенно нужно опасаться пыли, которая соединяется с эманациями вещей и является распространителем той личной энергии, которая должна быть сохранена в одном канале. Так мы будем хранить все, что может быть соединено с энергией иерархии. Тридцать восьмое. Как нужно приучаться к пониманию всего духовного? Нечего ожидать от сердца, если наше мышление не будет находить лучший праздник в упоминании всего духовного. Ведь мы должны достичь той ступени, когда будем изливать свет из сущности нашей, тогда мы истинные сотрудники с мирами высшими. Изливая свет благодати, мы и врачи, и созидатели, и покровители по нисходящей линии. Сперва мы видим внешний свет, потом знаем его внутри, и лишь после вожжения факела можем изливать свет. Тридцать девятое. Главное говорите о духовном. Путь духа, как ничто другое, развивает сознание и очищает жизнь. Смотрите на беседы о духовном, как на практическое упражнение сердца. Нужно очищать сознание, как путь к преуспеянию. Говорю опять неотвлеченно, но приложимо к жизни. Пробуйте опыт применения лекарств на сознательное и несознательное существо. Поучительно сравнить, насколько сознание углубляет все проявления и процессы. Так можно признать вещественную ценность сознания. Кроме того, беседы о духовном устремляет А-энергию по определенному каналу вверх. Именно Кетуб и есть соединитель энергии. Так не нужно тратить время на устремленность к обыденности, когда так много возможностей влекущих кверху. Сердце радость в устремлении кверху. Сороковое. Незримый мир участвует в земной жизни гораздо больше, нежели принято думать. Советуйте обращать внимание на множество малых проявлений, которые обычно даже совсем не замечают. Не поражающие ослепляющие явления, но те, которые ограниченный ум называет совпадением или случайностью, те строят незабываемые последствия. Если возьмем все необъясненные проявления сердца, то даже неподготовленные умы заметят странности, противоречивые заключения медицины. Возьмем, например, так называемый двойной пульс, когда внешнее воздействие создает как бы два сосредоточия организма. Между тем, явление энергии космической совершенно просто объясняет, насколько мы связаны с силами высшими и о том же напомнит внешние огни и свет, если наш рассудок разрешит их увидеть. Нужно понять насущность этих явлений, не теряя здравого мышления. Так можно заменить магию учением сердца. Сердце у каждого потенциал энергии в нем заключен у всех, значит, новый мир не запрещен никому. Называем новым миром познание незримого, хотя бы в его первичной стадии, уже это понимание внесло бы в жизнь новый устой. Соединитель энергии, соединитель знания кетуп пламенный, понятен агни-йогу. устремление к познанию покажет, как незаметно наслаивается новое сознание и как оно меняет сущность жизни. Сорок первое. Иногда дайте сердцу вашему побеседовать с высшим миром. На разных языках может быть эта беседа. Может быть сердце соберет в памяти часы из многих жизней. Может быть беседа будет молчаливая, без наставлений, советов, лишь возносясь, укрепляясь в возношении. Может быть молчание признательности или молчание мощи готовности. Раздувается пламя сердца, устремляясь к единению с миром высшим. Ничто как сердце найдет путь к иерархии. Сердце укрепит себя мощью высшего. Ничто как сердце будет твердынью в борьбе. 42. Велика, узка и напряженно борьба. Мы знаем, как напряжение одних ведет к усилению других. Когда советую беречь энергию, значит, силы собраны для битвы. По всему миру разлит пожар. Сравнительно с настоящей бывшей война ничто. Сберечь энергию будет лишь знаком пригодности к действию. Такая бережность во всем нужна, когда мы сами приступили с мерами небывалыми в теперешней расе, но невозможно оставить мир в разложении. Считайте время крайне серьезным. Так устремляйтесь ко мне. 43. Магия подобна массажу. Массаж искусственно ограничивает и восстанавливает формы тела и кровообращения. Магия также искусственно соединяет и восстанавливает общение с миром незримым. Массаж не нужен нормальному организму. Магия не нужна развитому духу. Массаж занимается нездоровыми членами. Магия доставляет учения об условиях о палеотивах, не открывая простейшего доступа в высший мир. начав массаж необходимо усиливать, иначе ткань начнет угрожать разрастанием и разрушением. Обратившись к магии, нужно усиливать овладение ею, иначе стихии начнут теснить отступника. Так, сравнив мир телесный и духовный, видим те же действенные законы. Те же законы указуют, насколько ближе развитому сознанию пути простейший. Живот не отрастет при умеренности, сердце не замолкнет при утончении духа. 44. Нужно навсегда установить, что йога не есть магия. Прежде всего, в йоге нет ничего искусственного. Родственность и созвучие законам бытия противны всему насильственному. Йог не будет без крайности тревожить первичную субстанцию. У йога создается полное сотрудничество с природой. Так, знание йога прежде всего основано на чувство знаний. По этой чистой поверхности пишутся знаки опыта. 45. Процесс нагнетения энергии подобен насосу. Так, устремление энергии к верху непременно обусловлено подавлением к низу. Это давление люди обычно считают несчастьем, неудачью, тогда как это есть физическое преддверие подъема. Подавление проявляется, конечно, совершенно различно, но каждый, дошедший до подъема, может установить моменты внутреннего или внешнего угнетения. Но прискорбно видеть, как несведущие люди подпадают под угнетение и без понимания закона насоса. Особенно это обстоятельство насущно сейчас, когда куется массовое сознание, когда так необходима координация тысяч сознаний, не слаженных, не просвещенных, не знающих простейших незыблемых законов. Как легко эти массы утерять могут понимание угнетения, как враг подъема. Поручительство есть явление огромного значения. Оно создает цепь, сердец и обращает хаос в сознательные артерии пространства. Символ, показанный ночью, был очень знаменателен. Змей тьмы пожирает друга, если он не входит в сознательное общение. Так же велика ответственность поручителя, недаром говорится, горит рука. Так без преувеличения пронзает боль огненная при ошибках поручаемых, но не может быть иного построения, и потому учитесь осторожности и внимательности. Сорок седьмое в чем же счастье? В том лишь, чтобы просидеть, не дерзая, возмутить мыслью первичную субстанцию, или направить мысль на новое строение жизни. Сперва говорил вам о действии, но теперь утвердим мысль. Действие, даже самое возвышенное, затрагивает сравнительно низшие слои. лишь мысль по природе своей может воздействовать на первичную субстанцию. Сперва говорил о действии, как о досягаемом очевидно, но при достаточно расширенном сознании пора утвердить значение мысли. Множество действий без мысли остаются на поверхности бытия, не отличаясь от действий мира животного, но если говорим о чувства знания и о сердце, то необходимо утвердить мысль как мощь и сотворчество бытия. Заметьте, говорю не о рассуждении, не о мышлении, но о мысли, которая сметает поверхность субстанции индивидуальным ритмом и тем творит беспредельно. Сорок восьмое Мысль есть явление сущего счастья. Оторванная от сердца мысль не прободает поверхность сущего, но от сердца мысль как неудержимая стрела. Не нужно смущаться зарождением мысли среди нагнетения энергии, и мысли как таран пробивающий углубятся среди глубин сущего, потому после внешнего действия оценим действительность творчества мысли. Сорок девятый пятидесятые 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 имеют имеют собой основу. Без нее самый искусник не может выявить свое мыслетворчество. Также для мыслетворчества нужна и космическая мысль основа. Так зовем субстанцию первичную, из которой огненная мысль высекает искритворение. Ту же работу делают как опытные мыслители, так и дитя, зажженное непременным желанием. Нельзя судить пещерника и схимника, не зная степени и качества их мысли. Нельзя судить певца и поэта, не зная, какое мыслетворчество излучают они. Постепенно отучаемся от осуждения, ибо лишь мыслетворчество есть сотрудник творцу. Так будем бережно собирать все существующие мысли, которые могут благодатно вонзаться в Акашу и достигать сущности сущего. Самое утешительное в том, что никто не лишен мысли, и, зная ее значение, может упражнять это присуще ему благо. Пятьдесят первое. Иногда в народе говорят, так размечтался, даже сердце защемило. Не от злобного мечтания щемит сердце, но от напряжения светлых желаний. Тоска сердечная прежде всего наполняет сущность субстанции силы. Конечно, не всегда скульптура Акаши непременно связана с тоскою в сердце, но щемящее чувство во всяком случае показывает напряжение и сотрудничество с первичную мысле основою. Так не нужно опасаться, что тоска есть злой знак. Десят второе. Ступающие на путь великого служения иногда опасаются, хватит ли у них достаточно духовных запасов для беспрерывной раздачи. Правда, они знают, что дающая рука не обеднеет, но им трудно приложить это в духовном понимании. Но также сказано о птицах небесных, которым достаточно зерна на завтра. Истинно не сякнет запас духовный при сотрудничестве с иерархией. Не замолкнет сердце хранящий образ владыки. Так можно не опасаться уничтожения запаса духа. Он не исчерпаем. Можно сокровища эти раздавать, лишь бы держать крепко нить серебряную. Пятьдесят третье. Не опытный духовный воин иногда недоумевает. Почему так сильна битва, ведь целы руки и ноги мои? Точно напряжение битвы лишь в поломке костей. Но часто обычные участники земного боя не ощущают напряжения его. Только вождь осознает происходящее. Пятьдесят четвертая. Справедливо спросят. Какое отличие значения мысли в новом веке? Если мысль так упорно утверждается, значит, ей дано особое назначение в обновлении жизни? Совершенно верно. Если в черном веке мысль была около человека или магнетизм распространялся на малые расстояния, то в новом веке мысль есть пространство. Потому нужно мыслить не лично, но пространственно. Пятьдесят пятое. Пространственное мышление вовсе нелегко для большинства. Прежде всего для него нужно сохранить личность, но освободиться от эгоизма. Многим такое противоположение покажется вообще нелепым, для них эгоизм и есть личность. Явление мощной личности, преданной общему благу, многим невообразимо, но без личности мышление не будет потенциальным. При эгоизме мышление прибавит еще одну порцию яда к зараженной ауре планеты. Также трудно многим осознать, что вещество мысли неразрушимо и не связано слоями пространства, значит немала ответственность за каждую мысль. Хищную птицу может догнать стрела, но что разложит мерзкую мысль? 56. Мудрый хозяин не зажигает все огни без особой причины. Также в древних сказаний говорится о горе, окруженной пламенем, но нигде не сказано, что огонь пылал постоянно, он восставал по мере нужды, так и ваши огни сверкают по мере надобности, то глаз брамы, то крылья, то лучи гортани, то все другие главные двадцать один огонь, нужно дать им вспыхивать по природе их. Нужно указать, что огни действуют силою связи с иерархией, пожара или безудержное пылание недопустимо. При великом служении заботливость и бережность являются первыми принципами высшего сотрудничества. мы оберегаем каждую частицу энергии Аллохима или каждую урукаю от огня пространства. Особенно этот учет нужен во время напряжения битвы. Пятьдесят седьмое. Утроить надо понимание великого служения. Сердца чистые могут прилежать служению без утомления и небрежности, как губительна притупленность небрежности, и как многие, даже знающие, не могут воздержаться от нее. В древности она называлась серая змея. Пусть примут друзья явление зоркости и внимательности. Пятьдесят восьмое. приложение магнитов и обхождение стран с годами, конечно, уже ясны вам значением своим. Это не суеверное средство, но приложение лучей и магнетизма, которые в малом размере уже известны науке. Даже скептики не исключают особого значения личных воздействий. Отсюда один шаг до сильного магнита, соединенного с центром явленных энергий. Также совсем нетрудно понять значение прохождения человеческого организма этой сильнейшей химической батареи. Собаки даже и те чуют силу следов человека. Насколько же развивается эта эманация при приложении сознания? Потому смысл посланников очень велик и продолжает применяться. Поистине можно наблюдать, где ступила нога посланника и как магнит притянул область целую в орбиту действия, как сказано об ангелах жизни и смерти. Так пристально нужно всматриваться в события и находить в них систему обширную. Если обычные астрологи подмечают соотношение великих дальних событий, то насколько поучительно следить за исполнением путей, зная их направление. 59. Три обстоятельства могут особенно отяготить карму. Первое отказ от учителя. Второе подозрение, что связь с иерархией может навлечь несчастье и третье уклонение от ответственного поручения. Лишь сердце может подсказать, где начинается отказ и подозрение, и уклонение. Много раз предавший учителя начинает в безумии уверять, что он никогда даже не помышлял о предательстве и не думал уклониться. Тысячи оправданий измыслят потемневший ум, чтобы сокрыть давно запечатленные в свитке кармы. Лучше не приближаться, нежели явить отступничество. Ночь не светлеет над отступником, но не наказание это, лишь следствие посева. Сердце умеет различать зерно предательства. Шестидесятое Немного внимания уделяют люди миру незримому. Нужно сознательно приучиться понимать его присутствие во всем. Пространство можно рассматривать как провод к мирам незримым, но наблюдающим за нами. Шестьдесят первое Нужно пережить час, называемый драконом порога. У нас этот час зовется завесы разодрания. Так мы отмечаем, когда тьма намеревается разодрать завесу, но вместо того лишь открывая дали. Но мужество нужно, ибо где же иначе обнаружить накопление мужество. шестьдесят второе. Солнце есть сердце системы. Также сердце человека есть солнце организма. Много солнц сердец. И вселенная представляет систему сердец, потому культ света есть культ сердца. Понять это отвлеченно значит оставить сердце в холоде. Но как только свет солнца сердца сделается жизнью, потребность тепла магнита засияет, как истинное солнце. Сказано «Впереди сантану по сердцу». Так можно отеплять понятие сердца. Можно считать ритм сердца как ритм жизни. Учение о сердце светло, как солнце, и тепло сердца спешит так же быстро, как и солнечный луч. Каждый изумлялся, как мгновенно отепляет все луч восходящего солнца, так же может действовать сердце. Говорю о теплоте сердца, когда она особенно нужна. Мысли устремления зажигают пространство, но теплота сердца как постоянный очаг мужество живет в тепле сердца, нужно это запомнить. Уявление темных сил, как мороз для посева, лишь тепло сердца дает щит сверкающий. Но как нежно испытываем волны света, так же осторожно нужно приближаться к сердцу. 63 Сердце, предавшееся добру, излучает благодать непрестанно, независимо от намеренных посылок, так солнце не шлет преднамеренных лучей. Сердце, злу поклявшееся, будет извергать стрелы сознательно и бессознательно и непрестанно. Сердце добра сеет вокруг себя здоровье, улыбку, духовное благо. Сердце зла уничтожает тепло и упырю подобно высасывает жизненные силы. Так непрестанно деятельность сердец добра и зла. На низшем плане бытия условия добра и зла разница от значения их в высшем мире. Можно себе представить горнилы сияющего света и тьмы зияющую пропасть. Так ужасно скрещиваются мечи демонов и архангелов. Среди искр боя сколько сердец привлекаются к свету и тьме. Шестьдесят четвертый зла. Нужно ясно вообразить непрестанное излучение сердца. Нужно понять, почему сердцу добра так болезненно присутствие сердец зла. Ни улыбка, ни насильственная ужимка зла не скроют сердечное излучение. Утверждение добра в сердце вовсе не исключает справедливого негодования, но раздражение есть область зла. Только устремление к иерархии может утвердить границу между многими чувствами. Шестьдесят токов разнородных различных напряжений. Пусть снова обратимся к панацеи. Лишь напряженное устремление к иерархии может ослабить все стрелы токов. Шестьдесят шестое. Вы знаете о воздействии человеческих эманаций на растения. Вы знаете также о воздействии цвета. Теперь нужно напомнить о значении звука. Тождественность этих воздействий знаменательна. Если для увеличения потенциала растения нужно открытое, светло, звучащее сердце, то в звуковом воздействии нужны консонанс и все комбинации доминанты. Явления диссонанса не могут усилить ток энергии. При воздействии на людей диссонанс может быть полезен как противоположение для усиления ритма сознания, но при растениях, где сознание минимально, диссонанс лишь является задерживающим условием. При минералах диссонанс будет разлагающим началом. Поистине роза будет символом консонанса и доминанта света роза будет соединена с сиянием сердца. Немного опытов производилось со звуком на растениях, но древние полагали, что лучшие цветы росли при храмах, где было много созвучий, голосов и музыки. 67 Ищите и приобщайтесь ко всему тонкому, утонченному веществе своем. Не только говорю о предметах, но и о людях. И среди людей выбирайте не тех, кто желает лишь материальных явлений, но даже среди признающих духовность ничтожны будут, которые устремлены к грубым проявлениям. Не они первые подойдут к царству сердца. Может быть иные, не видевшие тонкого мира, но понявшие его в сердце своем опередят магов и волхвов. Утверждение внутреннего глаза и открытия огней зависят от утончения сознания. Только эти врата ближе всего к сердечному царству. Маловеры, желающие вложить пальцы враны света не могут открыть сердце свое для молниеносного познания. Истинно испытывайте все сущее, но без сияния сердца испытания эти будут как тление вчерашнего дня. Неотвлеченно слово опознание сердцем. Кто не может понять это утончение, как же постигнет высшие слои тонкого мира? Без этого познания духовного как же путник войдет и примет тонкий эфир, питающий тело высшее, непригодно будет познание призраков, которые окутывают своим покровом разложение. Так испытывайте мир сердцем. Шестьдесят восьмое После всех разграничений неминуемо приходим к синтезу сердца. Не будем упоминать, что молчание происходит от смешения всех звуков, потому научимся сопоставлять сердце с молчанием. Но это молчание не будет пустотою, оно наполнит пространство синтезом мысли. Как сердечная молитва не нуждается в словах, так молчание наполненное не нуждается в формулах. Молчание напряженное нуждается во многих наслоениях мыслей и желаний благих. Так сердце, напряженное молчанием, насыщенное как динамо, отбивает ритм мира, и личные желания притворяются в ведущую мировую волю. Так вырабатывается сотрудничество с дальними мирами. 69-е Обычно жалоба на недостаточность руководства. Люди привыкли покрывать жалобами свои особенности. Между тем, именно руководством человечества не обижено, лишь бы замечали все даваемые. Множество импульсов, возникающих вследствие духовных воздействий, пропадают не только без пользы, но даже делаются вредными, оставаясь в кладовых сознания в перетолкованном виде. Можно утверждать, что самая малая часть воздействий находит справедливое применение. Особенно мешают привычки, загоняющие сознание в условные пути. Они же обессиливают способности сердца, когда оно готово звучать на руководство высшее. Сердце именно знает, где оно высшее или низшее, но обессиленное, затуманенное сердце само окажется на низшем уровне, тогда даже низшие покажутся высшим. Чистота сердца есть самая нужная собственность. мудрость, мужество, самоотверженность не вмещаются в затуманенном сердце. Но руководство будет шептать деяние подвига, и такой совет не должен показаться ужасным и суровым. Семидесятые Множество самых настоятельных посылок притворяются в неясные колебания. Можно следить, как часто даже достойные духи не применяют вовремя данные указания и как ничтожны мешающие обстоятельства. Несоизмеримы поступки, привычки сравнительно с посылками свыше. Опять не следует мечтать о магических формулах, чтобы привлечь руководство, оно близко, и магнит чистого сердца очистит путь. Самое значительное приобретение будет этот магнит, привлекающий и открывающий истинно радостно побыть с чистым сердцем. Семьдесят первое истинная торжественность складывается высшим напряжением. Торжественность не покой, не удовлетворение, не конец, но именно начало, именно решимость и шествие по пути света. Неизбежны трудности, как колеса устремления, неизбежны ужасные давления, иначе немощен взрыв. Но разве радость приходит в легкомыслии? Там лишь похоть, но радость в торжестве духа. Торжество духа при утверждении незыблемых начал. Когда поднимается знамя мира, можно быть полным торжественности. Семьдесят второе. Множество уже близких возможностей разлагаются людскими жалобами, порожденными саможелением. Когда люди начинают взвешивать, сколько кто пожертвовал и сколь мало получил от учителя, то смысл учения пропадает. Люди учитывают полученное как плату поденщика, не соизмеряя получение с вечностью, для которой они существуют. Как неприложима мысль оплаты добрых намерений со смыслом совершенствования. Но нужно сказать, что многие предпочитают обрядиться поденщиком не из сердечной испорченности, но из невоспитанности воображения. У многих чувство знания вечности отсекается устремлением к саможелению. Но повторено во всех учениях о тяготе плоти, чтобы устремить внимание к преимуществу духа. Нужно принять учение как начало к истинным преимуществам, которые не могут быть отчуждены. Нужно оценить, как учение углубляет сознание и действительно дает в жизни возможности, если они не отвергнуты. Это простое соображение редко принимается во внимании. Люди предпочитают жаловаться в пространство, вызывая на себя каменный дождь. Но не устрашать будем, иначе скажут о недостатке любви. Явлению любви люди приписывают такие странные обстоятельства, что кажется, что их любовь живет на монетном дворе. Между тем нужна любовь для пути в беспредельность. Проводник так нужен. Когда мы на гладких скалах ищем в последнем напряжении спасительную нить, тогда рука ведущая коснется нас. 73. Даже в самые древние времена люди понимали значение сердца. Они считали сердце обителью Бога. Они клялись, полагая руку на сердце. Даже самые дикие племена пили кровь сердца и съедали сердце врага, чтобы усилить себя. Так показывали значение сердца. Но теперь в просвещенное время сердце умолено до физиологического органа. Древние пили из черепа врага. Чаши священных обрядов изготовлялись из теменной кости. Те, которые знали о центре колокола, понимали, что магнетическое нагнетение преображает костное вещество. Но теперь лишь смеются над сильными целебными веществами. Самое ничтожное нахождение привлекает множество потребителей, но сильнейшие химические лаборатории забыты. Между тем, натуральные соединения трех царств природы дают сильнейшие соединения. Нужно прежде всего напомнить о значении сердца как соединителя миров. Огонь сердца разве не есть самый пространственный огонь? Можно очень понять постоянное, приписываемое древним общение с дальними мирами, магнетизм которых приносит силу невесомую, но разве не чует сердце самые тончайшие вибрации? 74. Понятия воли должны быть твердо осознаны и разграничены. Мозговая воля сделалась оплотом запада, тогда как восток остался в твердыне сердца. При внушении гипнотизер запада употребляет волю, напрягая центры конечностей и глаз, но эта эманация не только скоро исчерпывается, но и приносит утомление и главное действует на очень незначительном расстоянии. При волевых посылках невозможно пространственное достижение. Но сердце востока не нуждается в напряжении конечностей, не нагнетает без нужды энергию, но шлет свои мысли без ограничения места. Сердечное внушение как естественный канал сообщения не наносит вреда внушающему и принимающему. Западный способ постоянно заметен извне, но восточное делание не имеет ничего внешнего. Наоборот, внушающий не смотрит на получающего, ибо в сердце имеет образ значение. Много несомненных преимуществ сердечного делания, но для него нужно прежде всего осознать значение сердца. Мощь сердца преодолевает решительно все. Сердце может знать смысл событий дальних. Сердце может летать, укрепляя нужные союзы. Сердце может приобщаться к дальним мирам. Пробуйте это лишь посылкою воли и познайте разницу воли сердца. Майтрея есть век сердца. Только сердцем можно оценить сокровища Майтреи. Лишь сердцем можно понять, насколько все накопления, все чувства знания нужны для будущего. 75-е Любовь, подвиг, труд, творчество. Эти вершины восхождения при любой перестановке сохраняют восходящее стремление. Какое множество превходящих понятий они заключают в себе? какая же любовь без самоотвержения, подвиг без мужества, труд без терпения, творчество без самосовершенствования? И над всем этим воинством благих ценностей водительствует сердце. Без него самые терпеливые, самые мужественные, самые устремленные будут холодными гробами, отягощенными знанием, но не окрыленными будут бессердечны. Тяжко не поспевать к зову, тяжко не следовать вполне за иерархией. Часто люди пытаются скрыть от самих себя отказ от иерархии. Можешь ли, путник, чистосердечно признать готовность свою следовать за иерархией? Может быть, готовность твоя лишь до первого поворота, до первой ступени, где лишь иерархия может помочь? Не забудешь ли ее именно в час трудной? Или будешь помнить иерархию только в избытке? Даже при начале учительства вы не раз изумлялись поворотом и уклонением даже близких. Можете понять все при скорби, видеть, как на пороге часто ученик стремительно убегает в лес. Моя рука неотступна с идущим в полной готовности. Семьдесят шестое. Граница между достойным и недостойным очень извилисто. Лишь сердце может найти путь через все извилины мозга. Но теперь время перейти к познанию духотворчества. Не кажется ли странным многим людям, что даже тонкий мир им не видим, тогда как в градации миров он еще достаточно плотен? Значит, глаз физический настолько груб, что даже не может различить следующую стадию телесного преображения. Если люди стараются усовершенствовать даже приборы научные, то сколь желательно утончение самого человеческого аппарата. Но без привлечения помощи сердца невозможно продвинуться в этом подвиге. Кто может чуять сердце, тот уже может двигаться за пределы тела. Отступничество от духотворчества отодвигает на многие жизни. Непростительно уходить в низкое состояние, когда уже открываются отверстие очи. Попомним, каким трудом пробивается физическая оболочка, какие меры применяются, чтобы сдвинуть сознание после напряжения, можно ли обращаться вспять. Семьдесят седьмое Много одержимых во время перехода человечества к духотворчеству. Точно кто-то подделал ключи к слабым замкам. Нужно особенно осмотрительно осматривать людей. при этом нужно помнить, что у одержимых своеобразное мышление полное противоречий. Желая помочь им, можно или силой внушения изгнать засевшего, или совершенно оставить в покое, даже если можно совсем изолировать. Ведь засевшему нужен не столько сам субъект, сколько воздействие через него на окружающих. Хуже всего частично надоедать одержимому, призывая его к здравомыслию, которого у него нет. Худо начать вслух жалеть одержимого или порицать его противоречия. Явление приказа, сильное и поражающее или изолированность, может облегчить судьбу слабого сердца. Ведь через слабость сердца влезает одержание. Огонь сердца опаляет всех мохнатых гостей. Отказ от учителя пресекает все возможности, особенно когда отказ произошел в сознании задолго до одержания. Так люди часто пробуждают уже спящее отрицание, и, конечно, последствием прежде всего является отказ от учителя, ибо каждая хаотичность прежде всего возмущается созиданием и сотрудничеством. В хаотичности заложены зерна зла, которые тяжким опытом подавляются. Но в текущие дни неслыханно много одержимых. Темнота тоже хочет проявиться. Семьдесят восьмое. Первоначально граница между физическим и тонким миром не была так резка. В древнейших летописях можно находить отрывочные указания о ближайшем сотрудничестве этих миров. Фокус сердца при телесном уплотнении нужен был как равновесие с тонкими энергиями. Сам телесный мир нужен был как переработка веществ для умножения энергии. Но рассудок, как знаете, устремился к обособлению и таким образом затруднил эволюцию. Трудно было время калий-юги, но сатья-юга должна опять сблизить миры насильственно разъединенные. Нужно ожидать это время торжественно, как возвращение к сужденному совершенству. Так уговоримся уделять достаточно внимания духотворчеству. Можно под этим углом привыкать мыслить. Так нужно относиться к самому значительному в направлении жизни. Кто научится равновесию между мирами, тот уже значительно облегчит путь свой. 79 Если сердце аккумулятор и трансмутатор энергии, то должны быть и лучшие условия возмущения и привлечения этих энергий. Самое основное условие будет труд, как мысленный, так и физический. В этом движении собираются энергии из пространства. Но нужно понять труд как естественное наполнение жизни. Так труд всякий есть благодать, а суемудрые бездействия есть самые вредные в смысле космическом. Полюбить бесконечность труда есть уже значительное посвящение. Оно готовит к победе над временем. Условия победы над временем обеспечивает ступень в тонком мире, где труд есть такое же непременное условие, как и в теле. Жалоба о труде может исходить от рабов тела. Восьмидесятое. Присоединение сознания тонкого мира к сознанию воплощенных будет очередным завоеванием. Итсущее в духе, в пространстве, между мирами, и на земле лишь посланники притворения энергии и преображения материи. Таким образом, продолжительность жизни воплощенных ничто в сравнении с существованиями во всех прочих состояниях. туже надо завязать пояс труда. Не как несчастье, но как достижение ступени. Пахарь, полагающий силу на преображение коры земной, часто может подать руку самому реши, благодетельствующему мыслю человечества. Правильно заметили, что каждый жнец был сеятелем и сеятелем жнецом, и храм в духе, и оправдание в духе, и победа в духе. Так можно украсить жизнь постоянным истинным великолепием. Приучайтесь к красоте труда, к творчеству мысленному. Так победим тьму. 81 Когда вы встречаете человека, воистину устремленного к великим построениям, вы не станете говорить об обеденной похлебке или о ничтожных приключениях вчерашнего дня. Вы будете стремиться в будущее в размере мышления собеседника. Так и мы в беседе намечаем путь будущий, по которому как по канату к якорю можно подтягиваться в безопасности и с растущим желанием. Так мы приучаем сердце строить ритм будущего. Ведь без этих подвижек трудно войти в действительность будущего. Так же трудно, как нелегко людям осознать вред многого ими совершенного. Ясно, что мусор, набросанный в готовую химическую микстуру, изменит ожидаемую реакцию. Никакие силы не вернут первоначальные соединения, так же и дурные деяния не могут испариться, потому легче предупредить зло, нежели исправить его. 82 Трудно уничтожить злое действие. Сколько надстроек и башен нужно возводить, чтобы заглушить вой злого узника, который пытается вновь показаться из каждой незатворенной двери. Спросите людей, как неотступно следуют не только злые, но даже неудачные помыслы и дела. Путь жизни обставлен знаками свершений, явленных как нестираемые пятна, потому так мудро стремиться в будущее. В этом полете не успеете запятнать белые крылья. 83 Различайте напряжение от утомления. Много сходного между этими различными состояниями. Надо чуять, когда полезно прекратить их, перенеся внимание на другой центр. Золотое равновесие особенно применимо здесь. При утомлении сколько ждущих этого состояния из тонкого мира. Не только злых, которые по-своему напрягают волю, но множество безличных развоплощенных пытаются прильнуть к магниту сердца. Люди жалуются на спутанность мышления в усталости. Как же не быть ей, когда несвязные мысли низших слоев тонкого мира проникают в сознание? Низшие слои не твердо мыслят. Эти хлопья отрывков мышления засоряют пространство. Четкая мысль ненависти в отношении напряжения энергии все же ценнее, нежели смуть несознательного мышления. Для агнии йога очень тягостно прикосновение роя серых призраков мыслей. Учитель озабочен прежде всего направлением мышления. При больших расстояниях развиваются и наибольшая скорость и устремленность. Восемьдесят четвертые Сражение духовное являет прилив крови к конечностям. Агни йог с чашую огненную не остается позади. Помощь верная, когда пламеняющее сердце собирает вокруг себя мужественных духов. Не в физическом плане сражений. Немалые земные силы состязаются, но силы многовекового опыта собрались решать судьбу свою. Как неожиданные пузыри набухают земные отражения битвы, но огненное сердце движется не по земным знакам. Много напряжения. О свободе мечтают люди, но в какой темнице держат они сердца свои. 85. Свобода драгоценна как охранение личности, как индивидуализация привлеченных энергий. Но именно свобода является самым извращенным понятием. вместо нее жизнь наполняется тиранией и рабством, именно свойствами, исключающими сотрудничество и почитание личности. Так некоторые умудряются составить существование свое исключительно из особого соединения тирании и рабства. Конечно, люди твердят о свободе, даже не зная особенных качеств ее. утверждение свободы будет в них возвышением сознания. Усиленные поиски свободы показывают, что дух в потенциале своем стремится к новым восхождениям, но никто не сказал ему, как обращаться с этим сокровищем. 86 Сотрудничество может быть украшением сознательного духа, непринуждение, меньше всего соревнования, но усиление энергии посылает понятие сотрудничества. Работа совместная ясна тем, кто понял иерархию сердцем. Учитель свободы есть явление иерархии, ибо прежде всего сказано, идите кратчайшим путем, соберите ваши силы, утвердитесь в понимании индивидуализации, ибо радуга укрепляется всеми лучами. Только явленных предателей изгоняем, как космический ссор, у остальных мы находим луч ими притворенный. 87 Месть справедливо осуждена всеми учениями. Сам первоначальный проступок может быть и малосознательным, и даже неожиданным, но месть всегда обдумана, сознательно усугублена в сердце. Месть как мегафон проступка, потому вред ее в пространственном значении очень велик. Немного месть походит на возмущение. Возмущение, как импульс угрозы, бывает скоро приходящее, но задуманные действия мести широко отравляют атмосферу. Сказано, что умысел равен действию, но нужно иметь в виду действия мысленные. К этим соображениям человечеству труднее всего привыкнуть. Для современного человечества мысль превратилась в незначительное мозговое сокращение. Не видно глазу следствие мысли, значит, его и не существует. Но так мы придем к отрицанию мышления вообще. Сердце находится в лучшем положении, оно производит движение и шум, так сердце может стучать. 88 Явление переполнения психической энергии вызывает многие симптомы как в конечностях, так и в горле и в желудке. Сода полезна, чтобы вызвать разрежение, также горячее молоко. Учитель следит за огнями. Огни не только освещают ауру, но они остаются в пространстве, потому значение огней так велико. Выявленные огни, в свою очередь, фокусируют энергию и зарождают новые узлы. 89 Остерегайтесь бессмысленного осуждения. Оно не только содержит свойства разложения, но и отдает слабого осудителя во власть осуждаемого. Сердце слабое, но жестокое, может вызвать противодействие ауры осужденного. Притом обычно судитель не силен сам, иначе он не нашел бы времени для осуждения. несправедливость осуждения, как и всякая ложь, ослабляет и без того ничтожное сознание судьи самовольного, потому вред для него получается чрезвычайный, тогда как неправедно судимый лишь выигрывает, усилив магнит свой привлечением новых аур. Могут спросить, к чему этические рассуждения в книге сердца, но прежде всего нужно напомнить о гигиене сердца. На гигиену сердца нужно смотреть как на необходимую деятельность, нужно отбросить все рассуждения об отвлеченной этике. Хорошо то, что здорова во всех измерениях. Мы настаиваем, что каждый вступивший на путь учения будет прежде всего здоров духом. Можно ли возле следовать к свету? Истинно свет обнаружит каждую крупицу зла. Девяностые Смотрите на часы общения как на молитву, как на отбрасывание всего злого и разрушительного. Если мысль не противоречит добру, значит врата блага открыты. Это самое нужное гигиена сердца. Девяносто первое. Обратим внимание на некоторые как бы неудачные действия, но которые в основе своей имеют как бы особое значение. «Иногда можно наблюдать, как человек совершает какие-то действия почти без возможности успеха, но нечто заставляет его действовать именно так. Подобные действия обычно бывают недурными по существу, но они отплачиваемы часто несправедливо. Все это кармические платежи. получающий, конечно, забыл о них и растерял по пути многие духовные накопления, но платящий, тем не менее, стремится отдать долг, хотя бы даваемое одеяние уже было не по мерке. Тем не менее, долг будет заплачен, если даже его не сумеют принять. Можно также наблюдать платеж за других, близких, по сердцу лиц. Девяносто второе Древнее сказание передает. Как некий царь, желая освободиться от всех посторонних влияний, спросил совета у мудреца. Тот сказал, в сердце своем найдешь освобождение. Но царь возмутился, отвечая, недостаточно сердца, стража вернее. Тогда мудрец простился, говоря, главное тогда не спи, царь. В сказании указано, как единая защита наше сердце. Недаром все учения предписывают перед сном молитвы, чтобы утвердить благую связь. Человечество не любит подумать, что больше третьей жизни оно проводит во сне, подвергаясь особым и неизвестным воздействиям. Наука мало уделяет внимания значению сна этому пребыванию в тонком мире. Разве не нужна крепкая связь с иерархией, когда мы на пороге неведомого нашему обычному сознанию? Подумайте, почти половина жизни проходит внеземного существования. Конечно, продолжить сознание в следующую область поможет сердце, готовое ко всем трем мирам. Кто же захочет иметь участь царя, положившегося лишь на стражу? Девяносто третий во всех заветах явлены символические повести, как пустынники и святые заставляли демонов служить и работать на пользу. Действительно, это вполне возможно в случае бескорыстного импульса. Утверждаю, насколько все темные служат по строению, когда сила приказа самоотверженного сохраняет сердце повелевающее. Но одно условие может быть опасным и губительным. Раздражение полное империло открывает доступ к темным. Где раздражение, туда направляются разные пришельцы, стремящиеся поживиться и усилий действия яда. Сколько тканей порвано, сколько испытаний и опытов нарушается к радости злобствующих. Советуйте принять это не как сказку, но как опасную действительность. Не исчезает начало добра и зла. Девяносто четвертое. Здоровье есть следствие прошлого, потому мудрее хозяину позаботиться о том, чтобы не создавать последствий. Понять нужно сущность учения преображающего сердца. Если это не важно и не наполняет жизнь, то все слова и знаки обращаются в ненужный мусор. Девяносто пятое. признательность есть одно из самых реальных по последствиям понятий. Можно приучаться к ней даже на мелочах. После в школах нужно говорить о признательности как о залоге благосостояния. Девяносто шестое. Болезнь от греха, говорит Писание. Скажем, болезнь от несовершенства прошлого и настоящего. Нужно знать, как приступить к излечению болезни. К огорчению всех врачей совершенствование будет истинной профилактикой. Можно понять, что совершенствование начинается от сердца и имеет не только пространственное значение, но и узкоматериальное. Матери носит детей у сердца как панацея успокоения, но обычно не знают, что держание у сердца есть мощное воздействие. Так и в тонком мире мы берем к сердцу для укрепления и излечения. Конечно, сердце теряет много энергии от столь сильного применения, но также не раз изображало сердце матери, пронзенное мечами и стрелами, символ вобрания в сердце всех явленных болей. Не только выраженные болезни, но при зародышах их особенно действенное излечение сердцем. Теперь почти забытое средство, но оно не менее мощное, нежели переливание крови, ибо воздействием сердца передается тончайшая энергия без неприятных низших примесей крови. Ту заботу о сердце дающим нужно не забывать при мысли о совершенствовании. Девяносто седьмое После двух недель кажущегося поверхностного устремления человек приходит к заключению, или о своей непригодности, или об отсутствии высшего мира. Между тем, тот же самый человек говорит слуге своему после года службы «Слишком краток срок, еще не могу повысить тебя». Даже в земных, низших делах люди понимают значение сроков. Лишь в соображении высшего порядка люди не хотят знать сущность усвоения. Трудно говорить тем, кто сердцем не дорос или успел угасить его. Казалось бы, огни сердца очень естественны и просты в проявлениях, но какие долгие сроки нужны, чтобы это соединяющее понятие низшего с тонким миром обозначилось в физическом мире. Конечно, множество огней требует приспособления к ним, чтобы ввести кажущуюся случайность в цепь ритма. Мало кто стремится стать вселенским гражданином. Много забот требует звание это и наблюдательности, и зоркости, и прежде всего неукротимого устремления. Девяносто восьмое Как же внушить неготовым людям, что предмет мира высшего заслуживает сердечного отношения? Трудно с людьми ничего не знающими, но еще труднее с людьми проглотившими учения, как ложку похлебки, от них можно ждать особого предательства и извращения. Нет такого знаменья, которое убедило бы совращенное сознание, что ему нужно смотреть не столько на ближних, сколько внутрь себя. Как можно видеть огни, когда глаз ищет морщинку на лице соседа? Можно холодным сердцем удивляться и сомневаться в достижении другого и засыпать золою каждую искру сердца? Удивляетесь, как люди могут глотать без вреда яды, но не подумайте, откуда пришел иммунитет, не от строения стенок желудка, но от огня, заложенного в сердце. 99. Несбыточным может казаться новый тонкий мир тем, кто не обращал внимания на так называемые феномены, удостоверенные фотографиями, их случами и подписями свидетелей. Припомним, кто-то отзывается на космические явления, кто-то слышал дальние голоса, кто-то участвовал в тонком мире виде его, кто-то светился, кто-то поднимался на воздух, кто-то ходил по воде, кто-то ходил по огню, кто-то поглощал яды без вреда, кто-то не нуждался во сне, кто-то не нуждался в пище, кто-то мог видеть через твердые тела, кто-то писал двумя руками, кто-то мог привлекать животных, кто-то мог понимать язык без знания его, кто-то мог понимать мысли, кто-то мог читать закрытыми глазами закрытую книгу, кто-то не чувствовал боли, кто-то среди снега развивал жар сердца, кто-то мог не чувствовать утомления, кто-то мог помогать лечением, кто-то мог явить знание будущего. Так можно перечислить все явленные феномены и множество поучительных примеров из жизни. Но на мгновение соберите все эти качества в одно тело и получите новое человеческое преображение, указанное во многих учениях. Главное в этом преображении, что все отдельные части уже явлены даже среди несовершенного существования. Значит, при определенном устремлении можно сильно подвинуть человечество к преображению всей жизни. Поэтому будем помнить о великом огне и о здании огненном сердце, ведь не сказка, но дом духа. Люди хотят свидетельства, но перед ними множество удостоверений, значит, прежде всего нужно помнить о них и понять силу мысли и огня сердца. Думайте, мышление указывает человеку значение культуры. Сотое. Целители разделяются на две группы. одна являет исцеление наложением рук или непосредственным взглядом, другая на расстоянии посылает сердечный ток. Конечно, для будущих построений второй способ имеет преимущество. При сердечном излучении не нужно поражать многие центры больного, но, не отягощая его внимание, можно лишь действовать на больную часть, поддерживая организм в борьбе за равновесие. Вы знаете, насколько неощутимо наше касание, чтобы не нарушать самодеятельность. Также вы помните, насколько мы избегали физических проявлений, допуская их, насколько нужно было для очевидности известной ступени. Мы стремимся дальше, как только увидим понимание. У нас зовут лентяя нарушителем закона жизни. Целители сердечным током действуют как в физическом, так и в тонком теле. Нужно обращать внимание на феноменальную сторону жизни, она гораздо существеннее, нежели кажется. 101. Нужно соизмерять силы, когда их требуют во всех направлениях. Можно понять значение битвы, когда утомленные воители возвращаются для новой битвы. Истина, первая задача йога в распределении и экономии сил. Недаром щедрый сердцем не будет напрасно махать руками. Ныне особенно нужна бережливость, ибо не надо лишними тратами напрягать энергию. Нужно быть на дозоре. 102. Даже самый высокий йог иногда действует и исцеляет сознательно. Иногда же по высшему лучу без личных решений. Если бы люди усвоили, что есть высшие лучи, они обереглись бы от смешанного воздействия. Пространство переполнено разнородными, скрещивающими с лучами и токами, без устремления к иерархии, сколько случайных и зонамеренных перебоев может пресекать чистые устремлений. Мы привыкли уже к тому, что люди лишь в опасности очевидной для них прибегают к нам, но во время главных опасностей, незримых, они не умеют держать связь с иерархией. Так нужно привязать себя к лучу иерархии, именно слиться с ним как неотрывная часть, ведь даже высший йог иногда действует по высшему лучу. 103. Как можно уберечь людей, если они сами не желают держаться спасительной нити? Удержание по правильному направлению уже есть победа. Наша помощь готова лица, лишь бы было кому и во что. Кто же может помочь нам своим прямым и простым устремлением сердце может найти этот провод и верный путь? 104. Люди не хотят наблюдать явления тонкого мира, рассыпанные везде. Также они не могут представить, что этика есть практическая фармакопея, чтобы простейшим путем привлекать пространственные энергии. Не утомитесь, твердя о необходимости сознания применения сердца для привлечения высших возможностей. Люди забывают о приложении самого простейшего способа дезинфекции жизни. Много говорят о значении огня, но совершенно забывая, что живой огонь есть лучший очиститель. Люди получили электричество, но должны были изолировать сущность энергии, оставив лишь мертвый свет. Костер, дрова, лампада, свечи будут очищать пространство и уничтожать многие заразы. можно видеть у знающих людей наряду с электричеством также и живой огонь, который так легко привлекает пространственное пламя. Спросите врача, какое место занимает зажженная свеча среди дезинфекции? Он, наверное, сочтет этот вопрос бессмысленным, потому что ему не приходило в ум подумать о живом огне. Откуда же лампады в храмах, как не для очищения? Откуда же древние обычаи окружать больного огнем? Так огонь бывает врачом и охранителем. Живой огонь в печи часто предотвращает болезни работников. Костер, как очищающий символ, поистине медицинское понятие. Даже о таких простых предметах, как живой огонь, нужно говорить в книге сердца. Лучшие люди довольствуются светом электричества, забывая, сколько болезней приносят энергии, заключенные умышленно. Тоже и с лучами. Почему не замечают, как их лучи действуют на сердце? Также не хотят замечать влияние металлов на сердце. Нужны многие опыты, чтобы, хотя немного научиться управлять окружающими условиями, люди желают освободиться от болезней, но спешат умножить их. Пусть не думают, что мы отсталые противники изобретений, напротив, мы зовем к открытиям новым. Нужно очень принимать во внимание особые условия настоящего времени. Нужно понять сдвиг народов, образование новых явлений огненных, которые могут тяжко влиять. Кто может сохранить торжественное настроение, поступает правильно. Согласие и бодрость, но очень берегите сердце. 106 Главное недоумение обычно в том, почему люди не могут видеть тонкий мир физическим глазом. Ну, конечно, потому, что глаз не может еще преодолеть трансмутацию эфира. Представьте себе фотографическую съемку против окна. никогда не удастся получить ясное изображение внутренних предметов или дальних очертаний. Также, выходя из темноты на солнце, мы бываем ослеплены и поражены силою синего света. Умножив эти световые явления до бесконечности, получим свет тонкого мира, который неподготовленному глазу покажется тьмою. Также иногда недоумевают, почему некоторые, казалось бы, ограниченные люди имеют видение тонкого мира, прежде всего потому, что они, если и понизились сейчас, то в прошлом имели какое-то очищенное действие, иначе говоря, сердце когда-то уже пробуждалось. сердце замечательно, что качество сердца не исчезает, оно может очень однобоко проявляться, но все-таки будет в потенциале. Также, отчего женщины часто пробуждаются для тонкого мира? потому, что работа сердца гораздо тоньше, и тем трансцендентальность является облегченной. Истинно, эпоха матери мира основана на сознании сердца. Именно, только женщина может решить проблему двух миров. так можно призывать женщину к пониманию и сердцем. Это будет прежде всего полезно еще тем, что качество сердца вечно. Уже много разных подвигов среди женщин, но теперь вместо костра женщине дано пламя сердца. Не забудем, что при каждом важном достижении необходимо женское начало как основа и сущность. сердце не может открываться для тонкого мира, если не будет понято особым подвигом. Сто седьмое. Сколько сказано об языке сердца, но все же для большинства он остается неприменимой отвлеченностью. Не будем настаивать на высших формах этого способа сообщения постараемся усвоить начальные основы, которые должны быть явлены незамедлительно и без особых подготовлений. Каждый язык прежде всего имеет назначение взаимопонимания. Значит, нужно стараться не только понять собеседника, но и делать для него свою речь легко усвоимой. Для этого умейте говорить на языке собеседника. Говорите его словами, его построениями, только так он легко запомнит и примет в сознании вашу мысль. Так научимся совмещать слова собеседника и незаметно перейдем к характеру его мышления. Форма высшего общения будет уловление мысли без звука. 108. Нужно научиться вмещать сорок способов чужих выражений. Каждое наше выражение озадачивает противника, но его собственное привычное выражение сразу входит в сознание, как его собственное мышление. Так можно свое сознание приучить к гибкости выражения. У нас это зовется сердечным переводчиком. И в других сердечных соприкасаниях главное избежать самости, которое может быть названо темным глазом. Необходимо, чтобы основы учения применялись в жизни не как прихоть одного дня, но как длительное упражнение без всякого раздражения и огорчения. 109 Поранение тонкого тела должно стать предметом научного изыскания. Такое поранение случается гораздо чаще, нежели можно думать. И при битве, и при неудобствах возвращения в физическое тело можно наблюдать повреждения, которые всегда отражаются болью физическою. Притом болевые ощущения сосредоточиваются на наиболее напряженном месте организма. Конечно, чаще всего страдает сердце. Можно понять, что сердце является жизнедателем, но зато пламенное сердце больше всего стремится в бой. Самым ценным среди физических ощущений будут пульсации сердца, когда они связываются с развитую работой тонкого тела. Также поучительны явления изменения веса, когда тонкое тело покидает физическое. Сто десятые множество опытов можно произвести в связи с тонким телом, но прежде всего нужно усвоить чувствительность сердца и понять моментальное движение тонкого тела. Если врач применит технику отнятия ноги к исследованию сердца, он, конечно, окажется убийцей, как часто и бывает. Особенно возмутительны случаи применения к сердцу ядов. Забывают, что сердце не может воспринять яд, и тонкое тело повреждается от подобных преступных лечений. Насколько проще для прекращения страданий действия внушения и растительное лечение? Для этого нужно иметь лиц, знающих, что такое внушение. 111-е Истинно все сердечное преуспеяние покоится на моральных основах. Эти основы притворяют физическую природу и оживляют дух. Конечно, вас могут спросить, как стоит это условие у темных, если и иерофанты владеют некоторыми огнями. Правильно понять, что темная аморальность покоится на дисциплине страха. Нужно видеть, насколько жестока эта дисциплина. темная когда мы очень бережно принимаем во внимании закон кармы и ценим индивидуальность на той стороне, дисгармония и разрушение, и основы поддерживаются тирании. Конечно, на низших ступенях страх является надежным средством. Так темный устрашитель появляется как суровый кредитор. Но нужно иметь в виду сплоченность темных аморальных уничтожителей. Часто малоподготовленные воины не хотят знать силу врагов. Но ведь можно пронзить сердце как от груди, так и через спину. Потому умейте изучать приемы врага. Сто двенадцатый Не только токи, но и зовы пространства нарушают физическое равновесие. Множество тянется к магниту пламенного сердца. Зовут страдания, и великодушное сердце не может отказать зовущему. Так устремление к магниту может отнимать энергию его, но это неизбежно, и каждый магнит подлежит этому условию. Конечно, потенциал сердца только возрастает от этих упражнений, но явление зовов имеет другое важное значение, ведь пространство пронизывается лучшими устремлениями, и эти лучи летут в светлую сеть мира. Понявшие сеть лучших зовов поймут подвиг отшельничества, которое вовсе не одиночество, но наоборот служение, открытое страждущим. Сто тринадцатый Человечество ужасается всему так называемому сверхъестественному, забывая, что ничто поверх сущего не может быть сверхъестественным, поэтому очень настаивайте, что агнии, йога и учения сердца ничего сверхъестественного содержать не могут, особенно будьте осторожны с молодыми до тридцати лет, когда не все центры могут функционировать без вреда сердцу. Необходимо высказывать, насколько наша йога не содержит никакого насильственного колдовства и никогда не будет производителем хаоса. Нужно зажигать молодых подвигом, который преобразит их сущность и незаметно для них самих подготовит сердце для будущего совершенствования. Так нужно как можно проще и радостнее отплывать к острову белому, как иногда зовем наше место. Сто четырнадцать приобщение к агнии йоги происходит просто, так же, как многие знаменательные опыты и достижения совершались просто. Каждый шаг ценен, когда он непосредственен в своем неуклонном стремлении. Мы проходим столько специальностей только для того, чтобы слить их в сердце для притворения. Кто же не запылает, если костер уже подожжен, сколько сердец уже готово к будущему воспламенению? Сто пятнадцатый Не отрицай, не ужасайся, не удивляйся. Эти условия облегчат соединение феноменальной стороны с обычностю. Конечно, вы на собственном опыте убедились, что феноменальная сторона совершенно естественно вошла в жизнь вашу, нисколько не нарушая производительности труда, но даже увеличивая работоспособность. Это замечание имеет тем большее значение, что принято думать, что усмотрение феноменального в жизни отрывает от производительности. Совершенно наоборот. явление стремления к беспредельному учит, как велики человеческие возможности. Также много недоразумений вокруг понятия испытаний. Конечно, известно, что даже миры находятся на испытании, но мозг людей привык к судебному и школьному испытанию, потому он всегда способен представить себе каких-то испытателей, полных уловок и ухищрений, лишь бы осудить несчастного, попавшего в их руки. Между тем, испытателей нет, но есть наблюдатели, как человек распорядится своими знаниями. Конечно, нужно пенять не на наблюдателей, но на самого себя. 115-е Не отрицай, не ужасайся, не удивляйся. Эти условия облегчат соединение феноменальной стороны с обычностью. Конечно, вы на собственном опыте убедили, что феноменальная сторона совершенно естественно вошла в жизнь вашу нисколько не нарушая производительности труда, но даже увеличивая работоспособность. Это замечание имеет тем большее значение, что принято думать, что усмотрение феноменального в жизни отрывает от производительности. Совершенно наоборот. Явление стремления к беспредельному учит, как велики человеческие возможности. Также много недоразумений вокруг понятия испытаний. Конечно, известно, что даже миры находятся на испытании, но мозг людей привык к судебному и школьному испытанию, потому он всегда способен представить себе каких-то испытателей полных уловок и ухищрений, лишь бы осудить несчастного, попавшего в их руки. Между тем, испытателей нет. Но есть наблюдатели, как человек распорядится своими знаниями. Конечно, нужно пенять не на наблюдателей, но на самого себя. 117. Нетерпимость есть признак низости духа. В нетерпимости заключаются задатки самых дурных действий. Нет места явлению роста духа, где гнездится нетерпимость. Сердце не ограничено. Значит, какое же скудное сердце должно быть, чтобы лишить себя беспредельности? нужно искоренять каждый признак, который может вести к идолу нетерпимости. Человечество изобрело разные преграды к восхождению. Темные силы всячески пытаются ограничить эволюцию. Конечно, первым натиском будет действие против иерархии. Слышали все о силе благословения, но по невежеству превратили это благодатное действие в суеверие. Между тем, сила магнита и есть усиление благословения. Много говорят о сотрудничестве, но при каждом созидании нужно утвердить сознание. И что же непосредственнее укрепляет мощь, нежели луч иерархии? Кто поймет сущность труда непрерывного, кто укрепится сосредоточием на иерархии, кто освободится от сложных формул, чтобы перенести в сердце сосредоточие, тот поймет сущность будущего. 118 Утверждаю, что мы служим преображению материи в энергии. И тем никто не может умолить значение человека, его прохождение через неши слой. Это бытие можно считать послами переодетыми. Настолько сущность не отвечает случайной форме жизни, она может быть прекрасна. Утверждаю устремление к явленному построению храма сердца. Так будем называть осознание сотрудничества. 119 Великий дар открывать ясновидение прикосновением к солнечному сплетению. Этот процесс может совершаться как в физическом теле, так и в тонком, ибо принадлежит к числу процессов неразрушимых, но для этого нужно владеть сильным магнитом сердца. Так можно при известном развитии творить полезные действия, поднимая дух человечества. Конечно, следствия и выражения ясновидения очень различны, но потенциал его приводит организм к среде, которая в разных обстоятельствах ведет человечество к совершенствованию. Недаром дар открытия ясновидения и яснопонимания принадлежит матери мира. 120. Отложение психической энергии, конечно, совершенно реально, как в царстве животном, так и в царстве растительном. можно помнить, что уже упомянутый ринг С содержит отложение психической энергии, которая обладает качеством неразрушимости и жизненности. 121. «Когда зову устремляться ко мне, значит, посреди битвы возник опасный момент и нужно объединение сердец. Невозможно представить себе полную победу в беспредельности, но зато также точно невозможно и поражение. Часто врач переносит боль в другое место, чтобы убедить в относительности ее, но сотрудничество не нуждается в таком примере. Когда позванный строитель большого плана не может быть относительности, когда опасен час, болит сердце. Можем думать о разных причинах, но снова тоски и тревоги одна, именно суровая часть битвы. Было бы невозможно представить битву как продвижение без препятствий, так мы на страже и зовем сотрудников стать плотно. Сто двадцать второе. Судорога мира, как судорога сердца. Ничто не заставит устрашителей оставить нападение. Также ничто не освободит чуткое сердце от трепетания, когда нечто драгоценное подвергается нападению. Но нужно сказать всем, чтобы не ужасались, ибо пока строй крепок, ничто не проникнет. Но трепет сердца неизбежен как на башне, так и везде, где есть преданность. Будем отличать это чувство от атмосферных воздействий, которые даже при напряжении не могут дать того воздействия, которое дают психические рефлексы. Утверждаю спокойствие насколько возможно, ибо мы бодрствуем. 123 Хвалите врачей, которые в начале каждой болезни дают сильное тоническое средство. Поздно гнаться за болезнью, когда уже обессилило сердце. Усмотреть зарождение болезни и влить новые силы для борьбы с нею есть задача врача, потому мы прежде всего обращаем внимание на мускус. Но недостаточно для всех драгоценного вещества, потому еще раз обращаем внимание на растения, входящие в пищу этих животных. Конечно, этот состав будет слабее, но все-таки он даст оздоровляющее вещество, которое можно применять широко. Так можно будет избежать главного врага человечества, всех наркотиков. Не очень трудно находить состав пищи животных, к тому же можно найти способ обходиться без убийств. 124. Можно обратить внимание на характерный спазматический вздох, сопровождающий известные духовные подъемы. Также достаточно характерны ощущения как бы бродящих по коже мурашей во время бесед с нами. В процессе опытов нахождения психической энергии оба ощущения найдут свое значение. Быстрота в непрерывной передаче равняется быстроте света. Характерно сопоставить все области огня. Так можно усмотреть замечательные аналогии, которые могут убеждать в единстве основы. Куда можно обернуться, когда отовсюду указываются объединяющие признаки? Если не научимся здесь, на земле, расчленению свойств полезности и вреда, то где же приобретем этот опыт? Следуя закону сердца нужно пристально различать в каждом явлении части полезной и вредной. Редко все свойства явления хороши или дурны, но сердце понимает, где искры света и пыль тьмы. Новые нельзя слагать по условным, предрешенным и земным помыслам, но нужно помнить, что широко проливается благодать. искры ее заносятся вихрем космическим к различным очагам. Сами видите, как неожиданно прививаются семена растений, также много видов человеческих различий. К тому же и говорю о вмещении. 126. «Хорошо делаете», различая особенности выражений, именно в этом заключается музыка духа, не случайны все оттенки речи. Сколько психического пламени пробегает по нервам, окрашивая речь. 127. «Каждая мысль рождает действие. Самая ничтожная мысль создает крохотные действия, потому мыслите широко, чтобы даже при утере все же оставался достаточный потенциал для существенного последствия. Пусть люди часто не умеют хорошо действовать, но, по крайней мере, они бы могли воспитывать в себе добрые, широкие мысли. Подчеркиваю, воспитанные мысли, ибо пыль темная уничтожает красоту созидания. Трудно обратиться к мысли о хорошем строительстве, когда туман крови застилает сознание, но рано или поздно придется обратиться к силе очищенной мысли, потому лучше начать скорее. 128 Корень представления глубокая основа бытия. Без представления не может быть устремление познания и творения. Как может дух творить, если он не убежден представлением? Как может говорить о высшем начале, если в бытии не будет заложено представление? По этому мерилу различаются ценности духа. Явление это без представления окажется танцем скелета. Но, как видите, сейчас нужен бальзам для гниющих частей человечества. 129 Дурно иметь в жилых помещениях части животных людоедов и прочие предметы некромантии. Кто уразумел значение магнетизма в человеческом организме, тот понимает, как живучи флюиды организма и, как неестественно, смешение флюидов человека с животными в разных формах, потому всякое людоедство есть праздник сил темных. Кроме того, тела низших слоев тонкого мира особенно льнут к некромантии. 130 Явление самых величественных опытов сведено на шутки факиров. Вместо ращения манго силой мысли они ловко подвешивают плод и ветку. Также умолены лучшие человеческие достижения, но мы будем следовать путем исконным, чтобы не нарушить закон бытия. 131 теперь советую ученым обращать внимание на чувствительность организма к различным необъяснимым явлениям, например, явления мурашей. Конечно, можно их объяснить нервными сокращениями, но поучительно обратить внимание, нет ли в окружающей атмосфере чего-то постороннего. Ведь эти наблюдения так полезны при исследовании психической энергии. Нечто нагнетает физическую атмосферу и воздействует на поверхность кожи и нервов. Физическое воздействие химически должно было бы быть исследовано как ускоряющее нервное сокращение. Лучи и токи ведь они так близки тонкому миру. Но для этих исследований прежде всего нужно научиться обращать внимание на ощущения. Сами врачи менее всего уделяют внимание разнообразию чувств в ней. У них сложные организмы разделяются на примитивные перегородки, которые мешают утончить наблюдение. 132 Нужно каждый день мыслить о задачах нового мира. Нужно устремляться к новому миру, как к чему-то стоящему уже за дверями. Нельзя предоставить кому-то постороннему заботиться о новом мире, когда он должен быть осмыслен каждым из нас. Мы должны собираться хотя бы малыми группами, чтобы привыкнуть к общественности. 133 Распространяйте благо всеми мерами. Жаль видеть, как иногда крупинка останавливает целое колесо. Великое сердце вмещает многое, но сердце малое более всего наполняется малыми вещами. Зло не должно быть предоставляемо беспрепятственному распространению. пример сада и бурьяна достаточен. Пригласите сладкопевцев погулять в бурьяне, и они утратят всю медоточивость. Но воители блага не остынут по пути следования, так пусть будет сердце судьей, где начнется благо. 134-е Прошу не усмотреть в сопоставлении зла и добра условное деление, ибо границы так извилисты, что не поддаются земному измерению. Главное затруднение в том, что тонкий мир очень приближается и являет постоянное воздействие, но низшие сферы, будучи хаотичными, поражают каждую строительную явленную сознательную группу. Конечно, самые великие явления особенно загрязняются отбросами. 135-е Чтение мыслей проистекает из чувства знания. Не искусственная магия, не выпучивание глаз, не держание рук, но огонь сердца соединяет тончайшие аппараты. При этом имеются две трудности. Читающий может быть окружен несколькими проводами, и тот, чьи мысли читаются, может мыслить настолько нечетко, что и сам не может установить свою основную мысль. Но чтение мыслей поучительно не только как феномен для современного сознания человечества, но как научное физическое изыскание о передаче токов. Столько знаменательных опытов ожидает очередь. Все вы знаете световые явления, но никто еще из ученых не исследовал происхождение этих светов. будут ли они оптическими глазными явлениями или они пространственно-химические? Может быть, конденсация энергии этой может положить начало новому освещению? Все эти явления относятся к изысканиям психической энергии. Почему можно думать, что человечеству суждено ограничиваться лишь одним видом космической энергии, называемой электричеством? Могут быть многие каналы явления энергии, но, конечно, людям способнее сперва обратить внимание на свой микрокосм, на сердце, в котором дремлют все энергии мира. 136 Если существует ясно слышание и ясновидение, то должно быть и ясно обоняние. Конечно, в явлении психической энергии оно имеет особое значение. Не только энергия конденсируется в аромате, но она вызывает то спазматическое вдыхание, о котором уже упоминал. Поучительно вспомнить, как странно притворялась древнейшая мудрость, выродившаяся в нелепые обряды. Когда читаете об обычаях Египта, Китая и других древних народов о приветствии посредством нюхания и вдыхания, то трудно распознать в этом память о психической энергии, сохраненную от исчезнувших рас. Но даже и теперь открытое чувство знания показывает сущность окружающей атмосферы. Это не есть вопрос запаха, но именно сущности. 137-е Достоверно известно, что некоторые ароматы вызывают на поверхности кожи при устье нерва напряжение психической энергии. Некоторые сорта роз и ингредиенты известного вам бальзама матери и мира полезны для этого. Само благодетельное воздействие бальзама много усугубляется явлением вызванной психической энергии, потому различные виды накожных заболеваний и разрушения материи так поддаются этому действию. Конечно, когда прибавлена ясность сознания, следствие еще усиливается, потому хорошее внушение полезно даже при самых лучших медикаментах. Не забудем, что эти указания полезны для исследования психической энергии. 138 Неполный сон не есть еще бессонница, которая губительно отрывая от тонкого мира. Наоборот, неполный сон иногда ведет к нужным следствиям, удерживая рвение тонкого тела во время духовной борьбы. Конечно, бывает и ненужность сна, но это особое состояние. Сердце во время сна может давать очень замечательные наблюдения. Постепенно можно выявлять деятельность сердца в связи с участием в жизни тонкого мира. Можно выяснить, как с одной стороны сердце зависит и отражает космический пульс, но во время непосредственного участия в тонком мире сердце будет давать своеобразный темп от мира тонкого. Так рядом внимательных наблюдений можно установить связь тонкого мира с космосом и с физическим миром. Место человеческого сердца есть накопление и притворение энергии, но важно опытным путем показать человечеству значение вибраций. Кто может поверить, что участие в сражении в тонком мире может дать тягости напряжения во всем организме? Но могут засвидетельствовать даже врачи, сколько подавленного состояния наблюдается сейчас. 139 Грядущий век должен освободить человечество от всякого рабства. Можно этого достичь сотрудничеством иерархическим. Не устанем твердить о сотрудничестве. Нельзя осознать значение всеобнимающего сердца, если вместо сотрудничества будем мечтать о всевозможных видах рабства. Так при изучении магнитных токов будем знать, что сознание сотрудничества удестеряет мощь всех соединительных токов. Может показаться странным, как может этическое понятие сотрудничества влиять на физическое понятие токов. Так может думать некто не знающий об истинной науке. Но вы достаточно знаете, насколько неотделима область духа от физических законов. Сто сороковое Во всем можно различать манвантары и пролайи. Решительно от мельчайших явлений до смены миров можно видеть этот величественный закон. Можно понять строгую прогрессию, связующую малейшее с величайшим. Также единообразно сменяются ощущения нашего организма и сознания. Мы можем или чувствовать постижение, или оказываться на краю пропасти незнания, как бы перед великой пустотою. Но на гребне познания мы будем помнить о незнании. Также перед пустотою будем сознавать, что это майя пролайи, ибо нет пустоты. Так помните, что мираж пустоты сменяется неисчерпаемостью сокровищ духа. Сегодня что же сказал вам? Только одно слово «неисчерпаемость», пусть это будет заветом грядущего. Когда осознаете беспредельность, то должны привыкать их к качествам ее. Неисчерпаемость будет тем первым качеством, которое обрадует каждое смелое сердце. 141 Даже самые знающие люди с трудом могут переложить действия тонкого мира на физическое время. Почти немыслимо представить, что для отлучек в тонкий мир почти не требуется физического времени. Можно совершить самые дальние полеты в мир тонкий, но часы земные отметят это лишь секундами. Настолько измерение тонкого мира разница от физического. При этом нужно заметить, что когда происходит насильственное выделение тонкого тела, то слова спящего не отвечают стремительности тонких действий и уже подвергаются закону физического мира. Так ум физический также действует законом физического мира, лишь нервная психическая энергия подвергается закону света. Сотрудники тонкого мира нередко мчатся для сотрудничества, сами не замечая отсутствия своего. Лишь головокружение иногда дает знать о феномене, ибо считается необычным сотрудничеством с тонким миром, но скоро такое положение изменится. 142 Хотел показать, насколько при раздвоении духа усиливается космический пульс. Невозможно усвоить все напряжение окружающих энергий при физическом теле. Лишь иногда недлительно можно воспользоваться пригодными условиями, чтобы дать понятие о сложности окружающего. Только незнание может помыслить о примитивном ращении космоса. Явление тончайших сплетений энергии дает необходимое поле для исследования, но главное препятствие в нетерпении и во взаимном недоверии. Как же можно нащупать неповторяемые явления, если ощущающий забудет дать знак о них и исследователь не будет держать инструмента на готове? Мы весьма советуем устройство биохимической лаборатории, но, конечно, для серьезных и длительных опытов. Особенно нужно наблюдать внимательно все знаки здесь, на высотах. Нигде не собрано столько особых условий, нигде нет такого сочетания высших путей с множеством людей у подножья. Нигде нет таких ледников и подземных горячих источников, нигде нет таких глубоких расселин и нигде нет таких выделений газов и магнитных течений. Нужно найти все широкие мысли, чтобы ученые могли, даже не зная сущности психической энергии, приложить свои опыты ко всем царствам природы. Так можно найти многие забытые сокровища и очистить жизнь. Нужно особенно обратить внимание на психическую энергию как ключ к будущему. Много изысканий направлено по ложному следу. Нужно принять общее положение и к нему прикладывать подробности. 143. Искра между концами магнита показывает, как притворяется мысль в физическую посылку. Неутомимо посылаем подробности сердечно-пламенного опыта. При этом многое, касавшееся сверхобычного плана, становится более физическим, тем следуя за эволюцией. 144. Не следует думать, что указанная битва слишком продолжительна, но даже физические сражения продолжались месяцами и годами, потому и наивысшая битва не может разрешиться немедленно. где же та молния, которая может мгновенно пронзить зло? Но если собрать подобную молнию и немудро обрушить ее, то прежде всего пострадает вся планета. Лишь несведущие могут допустить нарушение основного закона. 145. Много говорят о творчестве вибрациями и при этом устремляют глаза куда-то ввысь, забывая, что каждый человек есть не только трансмутатор энергии, но и создатель утонченных вибраций. Если сердце есть трансмутатор энергии, то психическая энергия утончает вибрации. Классические мистерии своими изысканными ритмами напоминали о значении вибраций. Также каждая работа, когда делается проникновенно, является источником утонченных вибраций, потому говорю о качестве работы. У древних замечались хорошие дурные дни. Это было также напоминание о чередовании, о тех же манвантарах и пролаях, но приложенных к земному существованию. Для вибрации каждый ритм, каждое чередование, каждое качество будут основанием сотрудничества с космосом. Когда говорю «ищите ближе», подразумеваю и качество каждой работы, как истинное творчество. Мы не любим ханжество, ибо в нем лживость, иначе говоря, нет напряжения и качества. Так будем помнить во всем о сотрудничестве с космосом. 146 Нужно помнить, что при духовной битве могут быть необычные вибрации, и, конечно, нельзя ожидать стройности их. Можете спросить меня, что мне нужно сейчас от вас? Нужна преданность. Такая преданность, чтобы она очистилась от всех предатков. Когда трепещет пространство, нужно очищать чувства наши. Как сострия стрелы снять пушинку. У нас битва развивается. Утверждайтесь и оставьте все мешающее. Как можем помочь в делах, когда идет битва. Прежде всего можно создать новые обстоятельства. Потому зоркость и зоркость. 147. Очень повторите врачам, чтобы они наблюдали людей во время так называемого здорового состояния. Самые интересные для врачей явления не будут прослежены, во время заразных болезней. Сам принцип заражения несколько напоминает одержимость. Но самые поучительные проявления психической энергии, конечно, не будут во время заносной заразы. Между тем, это обстоятельство никогда не принимается во внимание. Как же мы можем ждать быстрых открытий, когда самое важное явление психической энергии просто не замечается, даже не оспаривается, даже не отрицается, но не замечается наряду с самыми ничтожными явлениями. Самый успешный прием будет твердить о психической энергии. Кто-то, заперев комнату на все замки, потихоньку прочтет о психической энергии и, никому не сознавшись, все-таки подумает о ней. 148 Опять приступят с вопросом, отчего так мало сказано во всех заветах о тонком мире? Поверьте, сказано везде много, но люди не желают замечать этого. На древних иконах можно видеть сферы зеленые, иначе земные, и сферы красные, огненные, иначе мира тонкого. На одном изображении можно видеть целые сцены в зеленых тонах и рядом красный мир ангелов. Что же может быть нагляднее? Все пророчества наполнены вестями о тонком мире. Даже в Коране мир тонкий не забыт. Невозможно назвать ни одно учение, где бы не было отведено место жизни тонкого мира. По ужасу перед всем невидимым люди затыкают уши и закрывают глаза, предпочитая оставаться в невежести. Но можно ли мыслить о сердце, о психической энергии, не памятуя о мире тонком, громадном и столь неразрывном с миром плотном. 149 Не удивляйтесь, что даже в дни величайшего напряжения говорю с вами как бы спокойно о тайне миров. Это происходит от долгого опыта. Нельзя иначе вести духовную битву, когда не перечислить все пропасти. Так напряжены дни, что мысли по-земному мы должны были бы ходить в унынии, но закон надземный ведет нас кверху. Так не идущий вниз идет кверху, но лишь в духе не идем вниз. Так поверх земного решения есть небесное, так поверх мозга есть сердце. 150 Если скажу я всегда с вами многие ли поверят, даже побоятся поверить в объединенное сознание, для них каждое такое объединение есть нарушение самости. И как такое не может быть вообще допустимо? Они никогда не оценят десятиричное усиление энергии, которое рождается из сотрудничества сознания. Но без этого сотрудничества невозможно было бы все учение сердца. К чему все подробности, если нельзя усилить взаимно? Но если этот принцип доступен, то и доступно протяжение его до полного объединения сознания, что называется поло-риа. Но зато те, кто допускают и дошли до объединения сознаний, насколько они могут расширять работу свою для общего блага. Конечно, говорю о внутренней, духовной работе, которую слепыши не могут углядеть и оценить. Призывы к объединению сознания необходимы повсюду, ибо они простейшим способом вводят в жизнь сердца не колдовство, но закон физический может соткать спасительную сеть вокруг планеты. Так каждый, следуя закону бытия, может справедливо сознавать себя гражданином мира. 151 Говорю «Устремитесь в будущее», говорю «Направьтесь ко мне», говорю «Соберите все, что устремит вас поверх скрещивания токов, а трава прошлого, так называем погружение в прошлое, которое может вызвать уснувшие кармические утверждения, прошлое может лишать временно накопление настоящего. Так сила наша умножается, когда мы переносим наше сознание в будущее. Каждый бывший символ обращает нас вспять и дает силу скрещивания токов. Особенно нужно помнить этот закон в дни нагнетения атмосферного. Поэтому явления перевоплощения мало помянуты в некоторых учениях. чтобы тем более направить в будущее. Хорошо, что не произносите и даже пытаетесь забыть некоторые имена. Не следует возобновлять изжитые вибрации. 152 «Конечно, мы не против старинных предметов, если их аура хороша, но не нужно смотреть на них через свое прошлое. Мы достаточно знаем, что совершенство не достигается не погружением в прошлое, но неудержимым стремлением в будущее. Так мы советуем особенно теперь перенести все сознание в будущее и тем миновать многие тенета прошлых существований». 153 В глубокой древности ладан употреблялся для установления ауры предметов. Предполагалось, что предметы с доброй аурой напитываются ладаном, тогда как дурные излучения не воспринимают явления этого растения. После ладан стал применяться при храмах, чтобы усилить и приблизить тонкий мир. Действительно, ладан имеет свойство усиливать жизненность тонкого мира. Когда его потребляют при погребениях, это имеет целью сохранить перешедшему черту сознания и освободить его от сонного состояния, так обычного для неподготовленных. Такие подробности древнего знания совершенно забыты, также забыты значения различных ароматов. Производство духов утратило свой древний смысл. Но не только утратило, но даже по невежеству часто употребляются самые вредные сочетания. Утвержденное знание на основе широкого изучения даст целую область полезного применения к жизни. В древности явление ароматов соединялось с целительным знанием, жрецы указывали, как пользоваться и в каких случаях применять ароматы. Так можно без всякого колдовства уследить целую лечебную систему, основанную на вдыхании и питании нервной системы через втирание. Так древние гораздо глубже заглядывали через поверхность кожи. Неразрывно с ароматами стоит понятие наших эманаций, но и эта область почти не изучается. Появление каждого исследования разных эманаций постоянно встречает кличку шарлатанства. Также каждое более чуткое ощущение находит лишь недоверие, точно все разнообразие природы не зовет к утончению. 154 Не забудем призывать к бою, не устанем призывать к мечу, который даст мир миру. Так не утверждаем устрашение везде, но явление подвига нужно как пища духа. 155 Много оккультных книг, но большинство из них не могут быть полезны сейчас. Причина главная в том, что они всюду предпосылают лишь каких-то особо избранных. Но наше учение имеет ввиду всех, всех, всех. Лишь эти зовы ко всем могут заменить отвлеченную этику учением жизни. 156 Когда мир напряжен, то у ближайших сотрудников умножается духовный доспех, излучение становится пурпурным и пламенным. Так независимо от личных чувств и каждодневной работы космический доспех приходит в соответствие с мировым состоянием. Так можно оценить космическое воздействие, если закон иерархии в порядке. Можно заметить, как образуется духовный доспех вместе с расширением сознания. Мы можем помочь этому доспеху. Но без роста сознания такое вмешательство было бы равносильно разрушению. Так можно видеть таинственную руку, когда мы действуем по закону иерархии. Особенно нужно помнить это сейчас, когда даже закаленное сердце может чувствовать небывалые напряжения. Меч пламенный является лучом доспеха духовного. Символ луча мечеподобного прошел все учения, как самый трудный знак. Даже наиболее миролюбивые изображения утверждали меч. Не значит он желание насилия, но он указывает готовность защищать самое священное. Так можно увидеть среди огня бурного стройный меч над лбом воителя духа. Жаль, что запечатление излучения так еще несовершенно в земном мире. Можно было бы явить наглядные доказательства лучей и прочих огней. 158 Мудро нужно понимать последнее столкновение двух миров уходящего и нарождающегося. Можно видеть знаки безумия первого и смелость второго. Как давно указывал о делении мира, так можно видеть насколько раскол уже начался. Понять нужно насколько приблизилось решительное время и тем сплоченнее нужно встретить его. 159 Даже псы знают о тонком мире, но люди не желают обратить внимание на действительность. Тонкий мир есть возвышенная сублимация земной сферы. Огонь есть одно из основных явлений каждой сублимации. Но если люди так далеки от осознания тонкого мира, что же тогда сказать о мире огня, где огонь есть сущность всего бытия? После записи о сердце о мире тонком нужно записать об огне, о мире огненном. Как далек будет этот мир от современного понимания жизни, но кто знает о мире тонком, захочет подняться и в мир огня. 160 Правильно не забыть, что даже каждая проходящая тень человеческая оставляет неизгладимый след. Что же тогда сказать о мыслях и словах? Поражающая легкомысленность человечества, когда она на каждом шагу оставляет самые страшные наслоения. Они полагают, что слова могут уничтожать след от прошедших мыслей. Но кто же создает непроходимые лабиринты, являющие гибель сужденных явлений? Усматривая среди сферы огненной остатки неосторожно брошенных в пространство мыслей, можно припомнить старую загадку. Что не может сгореть мысль? Ту мысль, прочную среди слоев пространства, рождает человечество. Нужно знать, как сложно звучит пространство, пронизанное мыслями, так часто ничтожными и скверными. Но когда скажете о химической реакции мысли, ведь вас сочтут за нездоровых умом. Устрашение, угроза, совет не помогут, пока путник тонкого мира не ударится о собственную мысленную преграду. Как было написано на старинной стеле, путник, не преграждай путь себе. 161. Сгущение мысли может быть пагубным для сердца. Как тяжкий газ, сжигающие сосуды, так может мысль сдавливать сердце. как говорилось змея под сердцем. Уроминай, змей грызущей силы, так знали когда-то об осмотрительности при мышлении, мысль тяжкая в атмосфере, так помните о битве и явите осторожность. 162. Мало утвердить сознание. Нужно научиться сохранять его в разных состояниях. Один клинок нужен для резания бумаги, другой для дерева и совершенно иной для металла. Можно сравнить мир физический, тонкий и огненный с сопротивлением бумаги, дерева и металла. Истинно, нужно постоянно приучать себя к сознанию тонкого и огненного мира, к тому могут вести разные упражнения. Так нужно привыкать к состоянию бессменного труда, бесконечного и неустанного. Такое напряжение сознания незаменимо полезно для тонкого мира. Ведь люди обычно трудятся лишь для отдыха, но не для беспредельного совершенствования. Потому оказываясь в тонком мире, редликом беспредельности, они впадают в растерянность и туман. Также для огненного мира нужно приучиться идти бесстрашно, как по краю пропасти, только высшее самообладание и готовность к опасности могут приготовлять к сферам огненным. 163 Нужно готовиться к высшим познаниям. Только в этом мышлении можно приближать новое сознание человечества. Нужно опять очистить великую действительность, чтобы она стала как ночлег перед путником. Так неизбежна действительность, так прекрасна, что было бы безумием отстранять ее от великого сужденного восхождения. Разные века по-своему предупреждали о грядущей яви. Даже в невежестве наполняли чертоги прекрасные ужасом. Но лишь невежество пребывает в ужасах. Обитель духа прекрасна, если он избрал прекрасный путь. 164 Неудовлетворимость есть качество для тонкого мира. Можно уловить в нем вечное движение, ибо без этого движения нельзя продвигаться в мирах высших. Можно удовлетворить насытить желудок и мышцу, но что же может насытить сердце? Даже созерцание высшего света наполнит порывом, но не присыщением. Сердце пламенное, сердце ненасытное, сама боль мира лишь устремит тебя. Туман, застилающий глаза присыщенный, обратится в сияние пламени зажженного сердца. Так будем веречь сокровища огненные, растолкуем народам сердце ценное, так будем перебирать в памяти все нужные в пути вехи, не забудем, что правильно запомнить, и это пройдет. Ведь стремительное движение не вернет никогда на прежнее место. 165-е Понимать устремление общее значит построить храм нового мира. Устремиться, взаимно питая друг друга, будет уже понимание и мучение. Такое устремление ляжет как путь к миру огненному, но нужно иметь мужество взглянуть на огонь, признать его единственным питанием своим. 166-е Можно пересчитать рупии и сбиться на счете анн. Явление итога будет также неверно. Потому протолкнетесь лишь полную мерую. Полная преданность есть передача сознания по иерархии. Как нагнетенный парус уносит груз ценный, так напряженное сознание уносит за пределы опасности. 167-е Когда повесите иглу маятника над песчаной поверхностью, чтобы следить за колебаниями космическими, не будете дергать иглу руками, чтобы насильственно усилить ее движение, такое насилие было бы прежде всего глупо, ибо лишь показало бы ложь. То же и с маятником духа нельзя насиловать его показания. Начертания иглы духа сложны, но лишь устремление сердца может жизненно и правдиво усилить показания маятника. О том же маятнике духа говорит учение старого тибета. Над головой у испытуемого помещается магнит. Но не только внутренний рефлекс замечается, но магнит начинает раскачиваться, при этом замечают характер движений. Они бывают порывистые или дрожащие, но могут быть круговые, и этот знак будет самым показательным для правильного состояния сознания. Конечно, это испытание очень длительное и даже мучительное, при нем требуется совершенная недвижимость, но знаете, как трудно достичь ее. 168 Нельзя не заметить, какое противодействие встречает каждое сознательное движение к свету. Кроме обычных действий, от темных можно бы заметить труд хаоса, и в этом законе противодействия непроявленного заключается наше самоутешение и опыт в терпении. 169 Бывает у людей такое одичание духа, что они могут существовать лишь осуждая друг друга. Это недосмотр доспеха с целью помощи, наоборот, осуждение становится смыслом жизни. Если у такого осуждателя отнять язык, он пропадет, засохнет, как растение без воды. Такое явление можно разобрать с врачебной точки зрения. Можно видеть в этом осуждении вид вампиризма одержания, когда требуется овладение жизненным флюидом, более активным, чтобы питать одержателем. Можно и должно обследовать это явление жизни с научной целью. Конечно, трудно повороть одержание, особенно потому, что после одержимости долго открыты врата для посетителей. Требуется очень напряженная наблюдательность, чтобы охранить допустившего от раздражения, которое широко открывает дверь. Сердце лучшая охрана против одержания, но нужно, чтобы сердце не уснула. Сто семидесятые неразумно лишь накануне готовиться, если желаешь сказать речь на незнакомом языке. Неразумно лишь накануне начать готовиться, если желаешь выступить с новым инструментом. Неразумно лишь накануне начать готовиться, если хочешь перейти в тонкий мир. Ужасно, когда всю жизнь человек отвращался от мысли о тонком мире, и лишь накануне Перехода, как нерадивый школьник, начинает смутно твердить слова неосознанной. Явление неминуемого Перехода возвещено всеми учениями. Сказано, не умрем, но изменимся. Невозможно сказать короче. Нельзя сказать утвердительнее. Значит, нужно знать язык тонкого мира. Значит, нужно приобрести право входа с полным сознанием, но накануне это невозможно достичь. Вот вместо радости кто-то начнет внушать ужас и тем нарушать закон жизни. Но, как знаете, лучший проводник сердце пылающее с такую лампадою негасимую не ужасно пройти по поднебесью и встретить ведущих. Сто семьдесят первое Сердце может прослышать зов победы, когда еще битва кипит. Такое сердце стоит приобрести, и труды, утончение сознания будут самыми благодатными действиями. Сто семьдесят второе Огонь является самым близким звуку и цвету. И недаром трубный звук так привлекает огонь пространства, и не случайно могут как бы светиться некоторые картины. Тот же огонь сердца пылает в них. Явление огня нужно представить себе не только как действительность, но как самое от нас неотрывное. Сто семьдесят третье Учитель принял вечную клятву об утверждении нового мира. Последуйте полным устремлением за ним. Человечество нуждается в очищении существования. Так нужно начинать переустройство от очагов, от жизни каждого дня. Не нужно ждать движения целых народов. Напротив, по всему миру вне народности, но личным началом будет исправляться жизненный принцип. Так прежде всего, нужно запомнить, что не прежние узкие границы будут расчленять мир. Основание психической энергии не ограничивается определенным народом, но найдет совершенно иной мировой узор. Сто семьдесят четвертое Пламенная пентаграмма Есть щит во время борьбы Человек среди особого напряжения представляет собою подобную пентаграмму. Пылает гортань, пылают конечности рук и ног, Тогда как непобедимый щит встает он, закрывая собою дела явленные. Конечно, такое состояние особенно опасно в жизни, где так много мелких предательских явлений. Советую молчание, чтобы не воспламенить ряд центров и особенность сердца. Такое самотверженное, плаще сердца, как особая отрада для высшего мира. Как светочьи сияют такие сердца поверх всех стеснений мира. Сто семьдесят пятый Закрывшийся сосуд стеклянный откроется лишь на созвучии. Это достаточно известно. Но соотношение созвучия при поражающем разнообразии недостаточно обдуманно. Разве не странно, что то же стекло созвучит или стеклу, или металлу, или дереву самым разнородным телам. Такое созвучие еще раз напоминает о разнообразии соотношения сочетаний. Явление этого примера полезно для человеческих предводителей. Разве наибольший вред не наносится однообразием, так проникающим во все слои человеческие? Закон одинаков, но вибрации его различны, как многообразно мироздание. Познавшие этот закон, не могут отнестись ко всему человечеству, как к груди однородных камней, которые тоже созвучат на разные вибрации. Должно радоваться этому многообразию, ибо именно оно дает путь к утончению. Что станет сердцем человечества, если будет звучать лишь на одну ноту? Так пусть помнят все водители о многообразии и разнообразии. Сто семьдесят шестое Армагеддон уже начался. Конец тридцать первого года открыл великую битву, о чем не скрывал от вас, потому не может быть сейчас окончания сражения до победного решения. Конечно, все ощущения битвы отражаются на сердце, когда пылающая пентаграмма должна быть воздвигнута, как щит. Не нужно удивляться, как нагнаваждаются события, ибо битва земная следует за небесной. Много сказано о воинстве небесном, об архистратиге Михаиле, о явлении водителя, утвержденного, и о всех смятениях. Потому говорю, осторожность. Сто семьдесят седьмое Не пренебрегайте ничем. В пренебрежении лежит причина многих несчастья. Советуйте понять, как даже величайшее явление имеет малейшую видимость. Не от физических размеров зависит космическое значение. Зерно служит лучшим примером. Особенно теперь указываем на необходимость, уважение к разнообразным явлениям, наполнившим жизнь. Посланец разве должен быть непременно великаном? Разве луч должен по меньшей мере ослеплять? И плох был бы голос, причиняющий глухоту. Теперь множество малых по виду явлений по миру проходит. Нужно обострять внимание. Кто может приучить внимание к наблюдению за малейшим, тот поймет и большее. Умение дать уважение даже малому поможет приобрести и терпение. Какое терпение нужно перед беспредельностью, особенно, когда знаем ее неизбежность. И знаем, насколько каждый ропот затрудняет путь. Ту тягость, неуважение к малым нужно заменить радостью наблюдения над разнообразием творений. Так в самых простых словах можем помочь друг другу. Кто же поможет в дни битвы? Тот, кто после терпения принял доспех мужества. Сами знаете, какое мужество нужно, чтобы пройти ходами опасными. Можно предложить путь опасный или безопасный, но сердце пламенное изберет первый. Еще не сказано о начале великой битвы, как уже кто-то чувствует себя усталым. Что же скажет, когда увидит бесчисленных воинов вражеских? Каждая юга имеет значительное время, как срок подготовительный, Но могут быть ускорения, которые должны необычно нагнетать все силы. Великую решающую битву нельзя понимать как только войну. Явление битвы той гораздо глубже. Она протечет по всему тонкому и земному миру. Она выразится не только в сражениях, но и в небывалых столкновениях народных. Границы между сражающими собудут так же извилисты, как между добром и злым. Многие решительные битвы окажутся непостижимыми для глаза земного. Устрашающее столкновение тонкого мира на земном пути выразится катастрофами. Также мужество земное отразится на мирах тонком и огненном. Великая битва будет первым звеном соединения миров. Так можно ожидать скорых действий по всем направлениям. Сотрудничество в этой битве имеет громадное значение. Уже теперь звезда пылающего сердца приносит помощь большую. Если эта помощь не всегда зрима, то можно привести пример, как писатель, оказывающий громадное влияние, все-таки не знает читателей своих. То же самое при сотрудничестве в двух мирах. Нужно быть очень напряженным в дни битвы. Конечно, она не исключает всех прочих работ каждого дня. Но нужно при каждой работе мысленно помнить о послании ее на пользу света. Также при каждой вражеской стреле нужно осознавать, что принят этот удар во имя великой битвы. Стеснение, закостенение сознания являются главной причиной разъединения миров. Великая битва часто имеет преткновение из-за полной несогласованности сознаний земного и тонкого мира. Перешедшие в тонкий мир с сознанием монархическим не могут согласиться с настоящим положением своего государства, если в нем произошло перемещение правительства. Так даже при единении во многом различие в одном смущает и разделяет силы. Когда же вспомним, какое количество духов перешло в тонкий мир, во время войны и сколько перемен совершилось за последние годы, то можно представить все несоответствие миров. Также можно представить, насколько значительна сейчас работа расширенных сердец, которые самоотверженно трудятся в обоих мирах, расширяя сознание. Мы знаем, насколько трудно расширение сознания и сколько нападений вызывает такая благая работа. Нельзя судить, какое давление производится черными ложами на этих водителей. Слава им, свет несущим! Червонный, золотой свет, наполняющий сущность внутреннюю, обозначает вооружение сердца. Как внешний круг ауры из пурпура становится рубиновым, так серебряный лотос сердца вспыхивает взрывом червонного золота, когда дух облекается в край недоспех. Так достигается внутреннее состояние, позволяющее принимать участие в самых ожесточенных битвах без вреда и безопасности сильного поранения тонкого тела. Вследствие такого вооружения сердца было уже очевидно, когда воительница противостояла силам темным и, несмотря на численное превосходство их, заставила затрепетать и остаться лишь при угрозах. Но бессильная угроза врага есть уже победа, но, конечно, червонный золотой свет достигается нелегко и требует длительного подъяга. 183. Многие состояния сердца отмечались народную наблюдательностью, от мягкосердия до жестокосердия, но редко отмечалось огнесердие. Между тем, именно это качество может занимать и привлекать наше внимание. Трудно не устрашиться перед черным собранием, но никто не осилит огненное сердце. Пусть выдумывают разные угрозы, но один столб света опрокинет всю тьму. 184. Явление прошлых походов человечества ничто в сравнении с шествием Майтреи. Утверждаю, что великая битва есть обновление земли. Нужно понять грядущее не как сражение, но как подвиг. Можно ожидать не только боев, как принято в обычном значении, но как перестроение жизни. Могут быть разные периоды, но в них можно чуять усиление темпа жизни. Вы уже чуете это ускорение ритма. Каждый может ощущать его в соответствии со своим нервным состоянием, но непременно будет ощущать новую космическую конденсацию. Можно чуять прямое обострение лучей. Можно чуять тревогу или устремление вдаль. Все эти подробности будут указывать на тот же самый новый ускоренный ритм. Можно понять, как нагнетение энергии кладет новую ступень планеты. Не следует изумляться порыву хаоса, ибо огромно поле битвы. Не забудем замечать даже малейшее явление. Столько разнообразия в столкновениях основных сил мира. 185-е Люди настолько далеки от признания внутренних явлений, что немногие поймут особый смысл, когда указываю «побыть в молчании вместе». Для них молчание есть бездействие. Настолько они не хотят знать о взаимодействии энергии. Лишь разбитый нос или поврежденный глаз для них есть признак энергии. Между тем напряженное молчание представляет огненное заграждение и умноженное числом соединяющихся являет настоящую твердыню. Потому в час напряжения можно сойтись и посидеть в молчании. Конечно, можно мыслить об едином пути, где спасение. Так шлю вам всю крепость. 186-е Работа тонкого тела свершается гораздо влиятельнее вдали от своего физического тела. Где достигать не могут физические токи, там тонкое тело может развивать наибольшую свою мощь. Конечно, с физической точки зрения явление дальней работы несравнимо труднее, и далеко не все тонкие тела отваживаются на дальние полеты. Можно видеть по испарине даже в холодном помещении, насколько физическое тело трудно воспринимает дальние полеты. Хвалю внимание к физическим проявлениям. Обычно даже врачи упускают из виду многие характерные симптомы, но истинная наука может расти лишь на сопоставлениях фактов. Когда указывал на напряжение, имел в виду не мускульное, но сердечное. Можно отметить также успех, выдающийся, если после такого напряжения сердце не дало особых болей. Нелегко достигается такое приспособление сердца. Неразумные полагают, что тренирование сердца и сознания можно произвольно ускорять, но эти аппараты должны быть приспособлены очень мудро и терпеливо, когда сознаем беспредельность. 187. Нужно знать, что работа через тысячи миль уже освобождает тонкое тело от отягощения физическим флюидом. Конечно, для тонкого тела эти тысячи миль – ничто, но физическое воздействие измеряется земными мерами. Конечно, не везде мозг может запечатлеть наставление, но даже там, где сознание тускло, остается все-таки необычное ощущение беспокойства, которое заставляет особенно подумать об определенных опасностях. Так и продумать нужно все соединенное с учением. 188. Ближайшая обязанность каждого, знающего мир тонкий, при каждом удобном случае утверждать этот невидимый, но реальный мир. Пусть даже рассердится, лишь бы подумали о действительности. Если бы физиология человека дополнилась изучением мира тонкого, связующего сущность всех состояний бытия, то наш земной мир сразу бы превратился в новый явленный век. Утверждаю, что шум смятения достиг небывалых пределов, ибо связь миров в полном небрежении. Пусть никто не скажет, что он не был предупрежден вовремя. Пусть путник не забывает, как не вернуться ему в дом оставленный, и лишь сам он может дойти до светлого града, куда позван. Пусть путник напомнит всем на перекрестке о путях неотмеченных. 189. Можно принять появление наших доверенных как срок к рождению нового мира. Порицаю всех, кто не замечает множество знаков по всему миру. Учитель может сказать «смотрите», но не может насильно заставить усмотреть. Не удивляйтесь, что в мозаике книги сердца вставлено столько о тонком мире и о великой битве. Сердца многие чуют оба обстоятельства, но часто не могут выразить их в словах. Но зарождение мыслей с быстротой у света утвердит мысли в слове. Напомните друзьям, что не случайно болят сердца их. 190. Для обострения вкуса, слуха и обоняния люди закрывают глаза. Для сосредоточения зрения люди сопровождают взор движением рук. Так люди не могут уравновесить действия психической энергии и принимают различные искусственные методы. Также люди не знают, как найти меру между возмущением духа и равновесием. Оба понятия необходимы для совершенствования, но как примирить воинственное возмущение духа с мудрым равновесием? Обычно эти понятия кажутся несовместимыми. Но разве неравновесие отзывается на возмущение духа, когда последнее не переходит в раздражение и тем не рождает им перил? Наоборот, возмущение, просвещенное и самоотверженное, создает самую драгоценную рубиновую броню. Так лишь от правильного направления психической энергии яд заменяется драгоценностью. Но где же судья самоотверженности? Конечно, лишь сердце. Но и сердце не само по себе, но именно сердце перед беспредельностью. 191-е. Хочу приучить вас к весам беспредельности. Это накопление происходит нескоро, так же, как и сопоставление событий. Неофит не может события ввести в размеры мировые, ему даже трудно и необычно переменить свою комнату. Где же тогда думать о мировых крыльях? Так же его удерживают соображения о самой мелкой собственности, и не видит он ту ступень, когда любое состояние допустимо, ибо оно взвешено на весах беспредельности. 192 Болезнь может давно гнездиться в человеке, но если она не проявится грубофизически, никто из земных врачей не признает ее. Десять пророков и ясновидцев напрасно будут свидетельствовать о скрытой болезни. Их сочтут лжецами, ибо не наступила еще грубейшая стадия. Так же и во всем человечество воспитало себя на грубых формах, изгнав все утончение и чувство знаний. Даже самые назойливые признаки тонкого мира загнаны в забвение. Никто не хочет знать и сосчитать, какое множество слов на всех языках говорит о тонком мире совершенно определенно. хотя бы возьмем излюбленное слово вдохновение. Ведь некто вдохнул или из нечто вдохнулось. совершенно ясно слово предполагает нечто извне, но люди твердят совершенно без отчета явления именно тонкого мира. Только подумать, сколько знаков по всему миру и нечто закрывает глаза. Не тьма ли? 193 Также несоизмеримы обычные сопоставления земного и тонкого мира, когда люди говорят о сроках, предлагая тонкому миру составить предвидение по земному измерению, ведь меры земные не существуют в высших мирах. Конечно, существуют сроки космические, установленные астрологически, но будущее тонкого мира невыражаемо мерами земными, также и в прочих сопоставлениях. Потому сближение миров требует утончения и гибкости сознания. Именно в книге «Сердце» нужно напоминать о тонком мире. Законы тонкого мира прежде всего будут восприняты сердцем. 194 Антенны могут быть приспособлены для разных волн, но сущность их от этого не нарушается. Также сердца могут улавливать разные токи, но сущность их будет едина. Особенно можно наблюдать это на предчувствиях. Сравнения могут показать замечательную шкалу сердец человеческих. Можно наблюдать, как одно событие может вызывать несомненные аффекты, но насколько они будут разнообразны и по времени и по качеству. Одно событие может дать целую книгу наблюдений. Чье сердце уловит клише тонкого мира? Другое потребует физического тока, но третий отзовется лишь после самого события. Одно оценит событие по достоинству, другое может преувеличить и третий лишь бессознательно отметит в ритме пульса. Несомненно, что отзыв сердца гораздо существеннее, чем думают. Предчувствие не суеверие, не воображение, но физический факт. Можно предугадать событие при небольшой наблюдательности, ведь не важна будет обстановка события, но его потенциал. Так сердце звучит по самым различным волнам. Разве не поучительно задуматься над этими явлениями? 195 Не будем удивляться, если сейчас сердца тягощены перекрестными токами необычайного напряжения. Токи нации, токи мира, наконец, токи сильных личностей перекрещиваются, но через них идут токи тонкого мира, где сейчас столько действий. События только еще формируются, можно представить, насколько мировое сознание действует на слабые мозги. 196 Воображение есть вследствие накопления опыта. Это достаточно известно. Но может быть огромное накопление и все-таки вместо воображения проявится лишь похоть и раздражение. Утверждайте, что не может образоваться воображение без сердца. Потому будут творцами внутренними и внешними, кто мудро сочетал накопление с явлением огней сердца. Так можно говорить всем детям во всех школах, чтобы ни одно положение учения не было отвлечено. Также сами видите, как логично развивается явление духа. Знаете, как меч огненный сперва засияет, завершая ауру, но затем вместится во всем существе. Символ меча особенно соответствует великой битве, когда все духовные силы собираются под знамена владых света. Также к этому часу укрепляется червонный золотой свет, который тем ближе золотым отложением праны. Все силы знаменуются в пламенном сердце. 197 Не чудно ли, что в дни великой битвы мы еще можем говорить о воображении? Не воображение, но уже столкновение полчищ. Так перевернулась еще одна страница. Приказываю великую осторожность, великую бережность, ибо время великое, так же и мы собираемся в башне, чтобы противостать всем злым. Так можете быть готовы к великим битвам, ибо лишь ничтожные к битве не призваны. 198 Желать значит найти врата тонкого мира, но именно трудно людям научиться желать. Они не могут привести чувство в равновесие и тем самым не могут породить неуклонное, непоколебимое желание. Действительно, в тонком мире желание есть рычаг творческий. От высшего мира пришла эта мощь, но требует она и ясности высшего мира. когда направляем по линии иерархии, мы готовим вас к этой царственности, ясности желаний. Среди перекрещивания токов низшей сферы не так легко найти очищенное стрелеподобное желание. Можно преодолеть давление атмосферы земной стремлением к самому высшему, потому иерархии есть единый исход. К ней же поведет и пламенное сердце, могущее испепелить ненужную ветошь. Можно на опыте замечать, как внешнее становится внутренним, неотъемлемым. Сперва йог слышит музыку сфер, но после путем сердца начинает сам звучать этой гармонии высшего мира, но для этого нужно пламенное сердце. 199 Бывают такие космические напряжения, что можно лишь компрессом праны избежать жестоких следствий. Сердце сияет напряженным светом, как золото раскаленное, так земная сфера может быть тягостна. Двухсотое Не могу указать, насколько важен этот момент. Долгие приготовления с обеих сторон наконец столкнулись. Так можно замечать по всем планам, от духовного до военного. Пища небес обращена в навоз, и огонь священный уподоблен факелом поджога. 201 И мужество может быть обретено лишь в сердце. В мозговых извилинах рассудка можно найти разумное распределение сил, но мужество, идущее прямейшим и сияющим путем, не может жить вне сердца. Судить его по антиподу мужества, по страху. Он прежде всего отзывается на сердце и от него бежит к конечностям. Положительно все свойства измеряются сердцем. Врач может изучать все качества природы человеческой по сердцу, по всем оттенкам и тонам пульса. Конечно, двойной пульс не будет общим правилом, ибо огненное состояние сердца совершенно неопознано современную науку. Можно стучаться к врачам, прося обратить внимание на очевидные явления, требующие лишь внимания. Разгневайся, но посмотри, кто стучится. Через десять лет удары судьбы заставят почитать книгу жизни. Двести второе Накопление опыта, имеющие столь важное значение, всегда напомнит пример из раннего детства. Не прежде познает дитя свойства огня, чем обожжется. Конечно, взрослые чванно улыбаются этому примеру, но сами ведут опыты свои именно методом этим. Ничто не заставит человечество применить меры более чутки. Конечно, они же будут удивляться, отчего следствие многих их злоключений так длительны и чувствительны. Можно быть уверенным, что каждое действие считается нужным для искупления. Опять не наказание, но накопление опыта. При этом можно дивиться точности весов кармы. Ничто не может упрекнуть. Это великое равновесие. Утверждение напряжения чаши весов зависит от сердца. Оно может переполнить и поднять и оценить драгоценность накопления. Так люди пусть зорко следят за своим оправданием лежащим в сердце. Недаром среди определений сердце было оправдатель. 203 Как же быть вам? Именно уцепиться за меня крепче и представить себя среди океана, где лишь хатык матери мира бережет. В борьбе со тьмою необходимо неслыханное упорство, которое откроет все прекрасные возможности. 204 Поистине сотрудничество открывает все возможности, но нужно понятие, где заключено это сотрудничество. Часто люди относят его в область каких-то государственных дел, тогда как сотрудничество является условием всей жизни. Именно во всем малом взаимодействии заключается сотрудничество, имеющее значение космическое. Каждый взгляд, каждое рукопожатие, каждая мысль есть знак сотрудничества, если оно приложено в сознание. Как должно быть ценно людям чувствовать, что они рождают постоянные следствия, как гиганты они потрясают мир. Но где люди, которые приложат сотрудничество сил к тонкому миру? Где мужество? Где забота о невидимом? Где решимость помочь также там, где еще не совсем забыты узы земные? Там, где чудовища угрожают так же, как и здесь? Потому велик подвиг сотрудничества в мире тонком. так же, как на земле приходится звать и вести людей в гору и мужественно защищать их от вепри и псов злобных. Поистине бескорыстно такое сотрудничество. Можно постепенно приучаться нести пользу во всех мирах. 205 Похвально защищать знак владык Полезно приучиться к пониманию близости владык. Так же, как не может человек обойтись без пищи, так пусть он приникнет к иерархии. Не как бревно возложившись, но как зоркий страж. Пусть будет готов в любую минуту встать на защиту и тем умножить силы свои. Так же, хотя вы достаточно знаете об едином свете, но все же повторяю, чтобы умножить силы ваши, даже сам крест бессилен без сердца, даже самая чистая прана не войдет в злобное сердце, даже аум останется ничем перед сердцем лживым и предательским. Так запомним, чтобы никакое одержание не проникло в сердце. Имейте перед собою примеры одержания и видите, что теряется в дни постыдной слабости. 206 Можно понять, насколько в древности требовалась обрядная сторона йоги, но следует продвигаться по пути непосредственного общения с миром высшим. Йога огня ведет этим кратчайшим путем, не выходя из жизни. В этом заключается отличие нового понимания мировых сглижений. Имеем перед собою пример знаменательной степени так называемого самадхи без удаления из жизни. Можно понять, что явление матери, агния, йоги нелегко достижимо в условиях Великой Битвы. Ценность такого проявления в том, что совершенно превзойдены обычные правила сосредоточения. Именно все значение перенесено в сердце. Иначе говоря, туда собрано значение всего сближения миров. К тому же нужно заметить, что сердце прекрасно перенесло это наполнение. Конечно, ощущение настоящего времени не от самадхи. Уже много советовал необходимую бережность как в духе, так и в материи. Прошу оберечь сердце от внешних и внутренних расстройств. Нужно принять совершенно исключительные меры, чтобы отразить все нападения. Нужно понять, что день вчерашний совершенно отличается от завтра. так неслыханно круговращение, небывалые тучи, и нужно весело встретить их. 207. Как поучительны многие наблюдения из жизни, можно изучать успех внешних действий в зависимости от сердечного устремления. К тому же можно изучать, какие именно уклоны стремления действуют на внешние волны токов. Можно видеть, как иногда ничтожные условия с точки зрения житейской оказывают огромное влияние на действия внутренние и наоборот. Малейшее желание недостойное может разрушить уже готовые здания. Но на деятельность сердца не принято обращать внимание. Люди готовы обрекать себя на любое несчастье, нежели подумать о причинах их. Также мы озабочены видеть, как около магнитных центров люди могут допускать невозможный ход мышления, не желая запомнить, что именно около этих центров надлежит особая настороженность. «Конечно, каждый думать может о себе, но там, где шаг тысячелетий, там неуместно порхание бабочек. Нужно наконец научиться соизмеримости. Мысли о высшем должны порождать высшее». 208 На кресте полагается счастье мира. Ядом испевается будущее человечества. Лишь из собственного пепла возрождается феникс. Кровью своего сердца пеликан питает детенышей. Так трансмутируется высшая энергия, лежащая в основе рождения миров. Так когда говорил вам о нагружении непомерном, предуказывал вам о высшей энергии, создан лишь напряжением. Когда говорил о спасительном мужестве и отчаянии, предуказывал лишь путь кратчайший. Так осмыслим спасительную энергию, когда лишь этим путем минуем все злобные устрашения. Кто же предпочтет тихое гниение светлому полету? Только широким полетом можем достичь берега света, но неразумен будет, кто подумает, что непременно нужна гибель. Напряжение до последней черты нужно лишь для дальнего полета. Мы так говорим о победе, но не о погибели. 209 Но понимание благодати напряжения устремляет сердце к высшим мирам. Только на этом пути сияет голубой пламень. Могут сгореть части, но сущность лишь засияет. Не устрашитесь, когда приходят дни великие. Когда осматриваете доспех, можно знать, что победа дается лишь доверием и сердцем. Там, куда собираются силы, можно найти себе удачи настоящей. 210 В состоянии восторга, в состоянии самадхи нет ли свойств самости? Так спросит невежда. Откуда ему знать, что это высшее состояние не только не свойственно самости, но противоположно ей? Откуда неприкасавшийся к высшему напряжению может знать, что именно оно несет высокую благодать на общее благо? Ничто не рождает, то чистое самоотвержение, которое создается восторгом наполненного сердца. Какая же из энергии человеческих может сравниться с энергией сердца, и которая из энергии может действовать на больших расстояниях? Миры не имеют для нее границ, и сознание не знает ограничений. Так можно просекать окно в невидимое, но как сказано, станет видимым невидимое, и мы будем в жизни готовы принять крещение огненное. Потому так усмотрим значение опыта, совершенного матерью агнии йоги, здесь, не выходя из жизни. От первых пространственных искр через все огни до самадхи, она оставит записи, которые лягут порогом нового мира. Потому говорю не только о напряжении, но и о великой осторожности. Армагеддон не облегчает условия восхождения, тем ценнее достигнутые. Так говорю, научитесь слушать сердце огненное. Не сомневайтесь в том, что огнем очищено. Мудро проявление основ сердца в жизни, и как же нужно радоваться этому камню добра. Держитесь за меня крепче, держитесь каждую минуту, во всех шагах. Сатаны кинжалы в спину, но если единение крепко, то клинок сломится, а камень добра. нужно крепкое устремление, которое пригодится во всех мирах. 211 Пусть творится все во благо, пусть каждое действие открывает новое достижение, пусть мысль о пользе сопровождает каждый поступок, пусть подобно яркому изображению учителя отзовется на всем приказ добра. Неразрывно с добром стоит учение сердца. Кто же и что же, кроме сердца, оправдает или осудит помыслы? Чистота сердца явлена огнем. Сколько раз нужно повторять это жизненное применение огня, но все же ни дома, ни в школе не говорят об огне очистители? Разве может сказать об огне учитель, который даже не думал о действительности? Утверждение не значит еще твердость сознания, потому так прилежно надо наблюдать и оглядываться на явление собственной жизни. Нередко знаменательные знаки окружают нас и являют значение нашего будущего, но неразвитое внимание не позволяет увидеть убедительную действительность. Верьте сердцу ур. Оно огнем очищено. 212 Терпение есть дар неба, так говорили древние. Почему терпение должно быть от неба, когда, казалось бы, оно должно принадлежать исключительно сердцу? Но как же напряжем терпение, если не будем знать высшего мира? Лишь когда сердце утвердится к высшему миру нить серебряная, лишь тогда сойдет понимание терпения. У нас чтут это качество, около него и терпимость, и вмещение, иначе говоря, открытие врат. сердцем, если нам нечто не близко, но если оно открывает сердце соседа, то неужели мы не претерпим, лишь бы зажечь что-то сердце? Неужели предпочтем насладиться, но ожесточить сердце близкого? При этом разве не будет прекрасным испытанием зорко наблюсти, что именно открывает сердца ко благу? В разнородности достижения нельзя не признать общую гармонию сфер. Пусть она выражается хотя бы в одном звуке, но каждая подлинная нота звучит консонансом космическим и должна быть принята бережно. Потому люди так возмущаются в сердце, если эта нота отринута. Испытание терпением есть одно из высоких испытаний. 213 Одержание нужно определять очень точно. Не нужно изумляться, если около очагов духовности замечается немало одержимых. причина та, что темные стремятся усилить стражу свою. Кто же, разве неодержимые, могут лучше помочь силам темным? При этом разновидности одержания неисчислимы. Нужно прежде всего распознавать, где благо и где вред в сущности своей. Так сердце пламенное сразу распознает, где сокрыто одержание. 214 Ручательство силами света есть наибольшая основа жизни новой. Утверждаю, тускло будет темным. Утверждаю свет будущего, который будет зажигать по всему миру разными голосами. Утверждаю учение, как уявление нового мира. утверждаю самые ценные понятия как ступени жизни. Утверждаю, что никакая тьма не может оселить наши знаки. Утверждаю пользу от смятения. Утверждаю стремление сил тонкого мира к земному плану. Утверждаю трудный час, как трубный зов. Утверждаю спасение всем, кто за нами следует. утверждаю соединение многих раздробленных членов. Утверждаю путь к восходу, где единое решение. Утверждаю число счастья, которое сулит спасение миру. 215 Не надо пугаться темных нападений. множество темных выходок, но они как ветки факелов. Утверждаю судьбу темных, как противников света, но зову к единению, и в этом будет великий опыт. Нужно давать миру свидетельство, и разве храм духа не есть свидетельство? утверждаю новое понимание иерархии, утверждаю новое сражение за знамя света. 216 Годные устремления уничтожают явления заразы. Устремленный человек поистине полон иммунитета. Также и с проходящими по краю пропасти. Лучшие крылья сотканы устремлениями. Даже лучшим противоядием будет тоже устремление. Огонь рожденный напряжением стремительным будет лучшим щитом. Древние объясняли, как стрелы не достигают стремящегося. Современные врачи могли бы указать на развитие особого вещества при духовном устремлении. Применить это в жизни как житейский совет. Указываю, насколько устремленный дух с быстротою света меняет свое положение и становится неуловимым. Так можно приучить себя к устремленности, являя ее как телесно, так и духовно. Учение без устремления как мешок просыпанный. Нужно объять сущность сказанного, ибо изучение одних слов и останется на языке. Но спаситесь от языка, устремленного при мертвом сердце, так не забудем о противоядии истинного устремления. 217 Не сомневайтесь, что говорю о стремлении не без основания. Нужно опередить многое. Также нужно и устремляться, ибо вихрь велик, и лучше лететь впереди циклона. Нужно мысленно устремляться ко мне. Это самое необходимое стремление. Учитесь не только постоянно иметь перед собой мое изображение, но и толкать мысли по линии иерархии. Как на лодке закидывают якорь, чтобы подтянуться к нему, так и закидывая мысли по линии иерархии, мы двигаемся неуклонно. Никто не явится мнение, что лучший путь спешить к лучшему. 218 Как указал об одержании и о сатанистах, так и видите каждый день. Не ноя, но сурово оберегаясь, пройдете до победы. Пусть суровость, как меч острый, так нужно карать всех кощунствующих. 219 Много напряжения нужно понять, насколько мировое положение связано с делами. Невозможно отделить, когда общее состояние равняется неслыханной битве, потому так приказываю держаться неотделимо, проникаясь напряжением момента, не отступать, но одержимых теснить дружно. Если шутка допустима, можно назвать эту фазу сражения битвую с одержанием. Поистине, темные пробуют усилить себя одержанием, но такая метода не может длиться долго, ибо именно одержанием они разлагают самих себя. Ведь знаете, как одержание постепенно разрушает организм, не минуем паралич некоторых нервных центров, поэтому так много полезного могут делать врачи, устремив внимание на одержание. Спросите врача Л, не замечал ли он в глазах одержимых некоторые особенности? Ведь по глазам можно судить о двойственном существовании, когда он ответит, скажу мои поправки. Но не имею в виду только поверхностное явление, вроде мутного или бегающего взгляда, нужно подметить и другие признаки. Можно отметить также признаки походки, голоса и даже изменения в весе. Не спрашивайте об этом психиатров, ибо они имеют закостенелое заключение, но врачи типа Л могут подметить непреднамеренно. Между тем, как нужны эти наблюдения сейчас, когда одержание становится повальным заболеванием? Тучи сметливых духов чуют слабый сердец людей и устремляются яростно к завладению зимным запахом. 220 Положу первый опыт понимания моих указаний. Положу первый почин совместной работы. Положу первый уявленный указ о начале действий следующей ступени. Положу первый зов о знамени мира, который терпит утеснение. Положу первый предупредительный приказ вредящим. Утверждаю, первый час нового созидания, но можно соединиться лишь при полном сознательном приобщении к иерархии. Притом добро должно побеждать зло. Значит, добро должно действовать. Не добро, если дух хорош, но язык кощунствует. для следующей ступени всякое кощунство должно быть искоренено, ибо карма кощунства лежит около предательства. Так нужно понять, что кощунство удел темных. Нужно это очень понять, ибо кощунствующий не может знать иерархию. 221 При будущем снятии аур нужно помнить о разных светофильтрах. Синий и фиолетовая краска показывают, насколько трудны для обычной фильмы тона, имеющие сходство с окраской тонкого мира, к которому принадлежит аура. Так она может быть снята, если пространство было наполнено метеорную пылью, или если при процессе участвовала сильная психическая энергия. Так после всех физических пособий опять вернемся к психической энергии. Но как нужно для накопления этой энергии прежде всего избегать разлагающего кощунства? 222 Постоянно настаиваем на преодолении всякого страха. Это требование неотвлеченно, но направлено к ближайшему восхождению вашему. Страх, как многие отрицательные свойства, усиливаясь, образует своего рода отрицательный магнит. Этот магнит при следующих существованиях будет обращать личность по заложенному предмету страха. Если человек чего-то боится, ему непременно придется пройти именно тропою этого ужаса, пока не исчерпает свой страх. Потому полезно, чтобы человек, осознав невредимость своей духовной сущности, теперь же освободился от всех страхов. Ведь все устрашения ничтожны. даже встреча с сильными темными сущностями не опасна, если сохранена прочная связь с иерархией. Также могут быть исчерпаны и другие отрицательные свойства явлением сознания, что недостойно возвращения к ним и когда придется испытывать на себе их обратный удар. 223 Сумей схватить за хвост самого маленького черта, и он укажет, где притаился его наибольший. Эта старая китайская пословица указывает на значение малейших подробностей для открытия главного. Действительно, самая заботливая подробность будет лучшим ключом к подвигу великому. Ошибочно думают, что подробности незначительны для пути восхождения. Даже самые прекрасные героические действия покоились на подробностях вовремя предусмотренных. Как внимательно замечает все камни следующий за учителем. Не минует его ничто постороннее. Лишь плохой ученик скажет «Учитель я в восхищении разбил себе нос». Такая несоизмеримость лишь покажет, насколько ученик далек от зоркости. Пословица китайская имеет и другое значение. Самый большой преступник лучше всего познается по самым малым подробностям поведения. 224-е Когда мы обращаем внимание на подробности, значит, именно они могут улучшать положение. Качество работы зависит от предусмотренных соотношений. Лишь одни большие линии будут напоминать работу великанов, от которых давно пришлось отказаться по грубости. Но дух не знает ни великанов, ни карликов. Он знает устремление к совершенствованию, в котором звенят все колокола космоса. Так будем напоминать об условиях совершенствования. Если начали с осуров, то кончим девами. 225-е Так крепко нужно держаться около нас в битве. Нужно полюбить это место около нас, как бы ничто иное не существует. 226-е Рычание наполняет сферы. Помогите каждому удержать равновесие. Фронт темных пользуется всеми мерами, чтобы проникнуть среди рядов наших. Не устанем обращать внимание, насколько нужна внимательность к малейшим подробностям. Усвойте, как нужно слушать и озираться. Не только уловки темных можно услышать, но также и колокола, и прочие космические знаки. Они указывают на напряжение атмосферы, на близость нашу и напоминают об иерархии. Не нужно смущаться, если колокола и струны звучат негромко, тому много причин. Также могут услышать их и некоторые, кому не нужно еще слышать эти зовы битвы. Потому именно и теперь обращаю внимание на самые подробности. Очень полезно изучать эти малые дыхания природы. Кроме применения к великой битве, эти наблюдения необходимы при дальнейшем движении. 227. Про дыхание нужно утверждать, когда так неслыханно загрязнена атмосфера. До явления гор достигает сгущенная подавленность. Никогда не было такой плотности нижних слоев. Это явление можно бы исследовать, и люди могли бы задуматься об особенностях нашего времени. Так мы можем даже примитивными способами познавать, насколько это время особенна. 228. Не честь, если кто соблазнится темными. Не есть честь, если не найдется сказать против темных уловок. Не будем думать, что уменьшатся ухищрения нападающих. Неправильно думать, что когда-то наступит нерушимый покой, каждое потрясение есть лишь оселок пробный. Так нужно ждать каждое утеснение, как напряжение для прыжка. Кто же исчерпает глубину духа, если она существует? Кто же измерит и какими мерами наполнение сердца? Поистине сердце отвечает за себя. Поистине лишь язык сердца может дать сущность сущего, потому не убоимся утеснения напрягающего, сомнение может расслабить каждое напряжение, потому отвергнуто сомнение, и породитель его зовется отцом лжи. Подробности происходящего отвечают большому значению сужденного. Можно радоваться этим подробностям, ибо напоминают некоторые славные страницы. 229 Кто же и что же заменит единение сердец, которое как костер пылающий несет зовы к дальним мирам? Кто же может устрашиться, кто хотя бы однажды коснулся беспредельности? 230 Разве не должно наполнять приливом энергии сознание, что даже малейшее накопление духа важно для будущего? Решительно все положительное определяет нашу сокровищницу будущего. К тому же ради иерархии неуместно обнищать духом, но каждое завоевание и нахождение может быть принесено человечеству. Конечно, свои корыстия не вместно ни с иерархией, ни с пламенным сердцем. Так, наполнение сердца может быть трех родов, или личное себе любивое, иначе смертное, или самоотверженное о близком, определенном, иначе говоря, подвиг среди жизни, или вселенское наполнение ко всему человечеству. Это наполнение и легко, и трудно. Легко освобождая от земли, но трудно утверждая чувства поверх расы народов. Но вселенское наполнение сердца нуждается в опытном исследовании упражнения. Все равно, как бы вам предложат уложить в малый ларчик содержание целого дома, но испытанный дух не затруднится выбрать самое ценное. Кто же затруднится принести по иерархии ценные накопления, тот вообще не поймет о ценностях. Так нужно привыкать не пропускать ничего и быть готовым отдать накопление по беспредельности. 231 также иногда корни дерева будут прочнее основания дома. Когда пол начнет колебаться, не будет ли безопаснее ухватиться заветь в дерево? Так тяжко время, что можно найти ветку дерева прочнее плит пола. Даже малое окно может услужить лучше двери. Около потрясений тверди не сломится гибкая живая ветка, потому так изучайте природу вещей. Неразумно не использовать растущие около окна. Лишь безумный без нужды вырубает то, что сам насадить не может. Тоже лишь твари лжи пытаются окружить путь, чтобы уклонился путник. Но на ветках жизни можно оставить знаки пути верного. Так будем беречь каждую ветку около окна. Когда нужно, пусть листы сада охранят труд наш и охранят от вихря, значит вихрь бушует. Указываю, чтобы не устрашаться вихря, он приносит цветы дальних стран, но лекарства часто смешиваются из дальних корней. 232 Не мудрено, если сердце чует, какие особенные пути нужны. Конечно, сердце знает, как обстоятельства меняют положение, но ждать обстоятельства, подобно ожиданию вихря через горы, уже шумит вихрь, но к нам ли, не снесет ли крышу, не сметет ли посев, кто же усмирит ярость, но хранитель незримый шепчет, меня позовите. Что же кроме вихря очистит атмосферу? Если снег самый горний, самый чистый, полон метеорной пыли, то как же плотна атмосфера долин? Нет места в сметенном городе, так будем смотреть к восходу. 233 Можно волевым приказом изменить пульс, можно почти остановить сердце, можно произвести многие психофизиологические действия, но если спросите, как поступить сейчас, скажу, отпустите сердце кверху, представьте себе сердце, как бы в чаше с пламенем возносящимся. Так поверх физиологических воздействий поставим устремление сердца кверху по иерархии. 234 Когда мир метется, можно ждать устрашающих вихрей, как водных смерчей, которые прободают низшие слои атмосферы и тем окончательно искривят мышление. Нужно приготовиться к самым неслыханным выпадам, но пройти их значит идти путем познания. 235 Уже сказано, что в случае обнаруживания одержимости нужно или изгнать одержателя, или оставить одержимого в покое, в одиночестве, ибо тогда одержатель не найдет поле действий и, наскучив, уйдет. Конечно, лучше не давать одержимым оружие и спирта, но так, чтобы они меньше всего чуяли свою изолированность. 236 Если возьмем Деодар, самый высокий, самый крепкий, сколько знаков от прежних отпавших веток найдем на стволе? Не стал Деодар слабее от этого? Наоборот, эти ушедшие ветки оставили самые твердые знаки, о них даже сталь ломается. Ни одно учение не ужасается об отпадающих, оно знает, что должны отпадать нижние ветки. Так унесенные ветром отпавшие могут выполнить свое назначение, они даже могут зародить новые Деодары, и смола их будет все-таки целебной. И после сложенной, чтобы держать угол дома, они дружно сольются в общем нагнетении, потому не ужасайтесь отпадающим, они не могут уйти от той же смолы сердца. Когда же сверху наблюдете множество перекрестившихся троп, то даже улыбнетесь встречающим сопутником. Когда осознанно длина беспредельного пути, тогда и меры приложите другие. Не страшно, когда свершается странствие, но холодна лишь недвижность. 237 Ручательство щитом станет, но будем отличать отпадение от предательства. При отпадении могут действовать причины кармические или особенности физические, но для предательства нет оправдывающих обстоятельств. Утверждаю, что следствие предательства самое неизбежное. ничто не освободит предателя быть преданным. Явление предательства учения считается самым тяжким. На высшего духа не может кощунствовать человек. Обозревая деятельность сердца, можно видеть, какие физические потрясения вызывает предательство самого высшего. Не только в границах личности, но неутомимо предательства, широких пространствах действует разложение от предательства. Как чуют высшие сферы каждое возношение благое, так предательство гремит, как разрушенные башни. Приняв сравнение Деодара, можно сказать, что предательство подобно дуплу с гнездом летучих мышей. 238 Рычание порождает настоящий зверинец, потому нужно отучиться подражать зверям. Конечно, явлений сходства со зверями еще много, но при стремлении не будет времени на зверей оглядываться. 239 Если мать не будет терпелива внимать первым желанием своего ребенка, она не будет матерью. Если учитель не проявит терпение к первым шагам ученика, он не будет учителем. Если учитель не поймет путь ученика, он не будет учителем. Если учитель не наложит руку на глаза ученика, он будет ослепителем. Так обережем путь сердца. Чуждо сердцу учителя каждое притеснение, он наблюдает опыт ученика и лишь тихонько отведет руку, если она коснется огня. Терпение есть камень венца. Оно свидетельствует о приближении к беспредельности. 240. После мужества приходит спокойствие. Не может вооружиться спокойствием трус. Но как прекрасно спокойствие меча истины, потому нужно твердить себя о мужестве, как о вратах необходимых. 241. Всякое жаление сжимает сердце. Но жаление других расширяет после сердца новым светом, тогда как само жаление оставляет сердце, как сморщенное манго. То же и о восторге и о даянии милостыни. Пора провести границу между своим корыстием и вселенским благом. Полезно в школах задавать содержание целых историй с вопросами, как поступили бы ученики на месте героев. Нужно не вкладывать в учеников определенные ответы. Наоборот, открыть поле всяким соображением, так учащиеся вступят на первые испытания. Потому нужно с первых лет приучать к свободному выбору последствий. Конечно, рука незримого учителя всегда предупредит о падении. Конечно, для этого нужно существование хотя бы тоненькой нити иерархии. Говоря о качествах любви, отметим любовь задерживающую и любовь устремляющую. По существу первая любовь земная и вторая небесная. Но какое множество созиданий разрушено первой, и такое же множество окрелено второй. Первая знает все ограничения пространства и сознания, но вторая не нуждается в мерах земных. Она не затруднена расстояниями и суждениями о смерти. Первая знает мир как планету. Вторая же даже не затруднится перед уничтожением планеты, ибо перед нею все миры. Истинно, вторая любовь идет как по физическому миру, так и по тонкому и по огненному. Она зажигает сердца для радости высшей и тем нерушима. Так расширим сердце не для земли, но для беспредельности. 243-е Примем любовь как двигатель расширения сознания. Сердце не будет пламенеть без любви, не будет нерушима и не будет самоотвержена. Так принесем признательность каждому вместилищу любви. Она лежит на границе нового мира, там, где упразднены ненависть и нетерпимость. Путь любви есть напряжение энергии космической. Так люди найдут свое место в космосе. Не сухие листья, но лотосы пламенные, они будут уподоблены высшему миру. 244-е Где же границы своей корысти? Сердце знает эти границы, но рассудок не может расчленить лепестки огненного лотоса. Когда поручен вход стражу, когда дан ему щит, и когда он примет в свой щит все стрелы за учителя, это будет тоже свое действие, но оно будет противоположно корысти. Сердце отлично знает эти прекрасные свои действия, когда каждая вражеская стрела вырастает в новый лист пламенного лотоса. Эти свои действия никем не принужденные, никем не приказанные, никем не опровергнутые, но всеми злыми осужденные будут истинными лучами подвига. Именно осуждение, явленное злобою, может служить одним из верных мерил. Нужно заметить, как тьма не осуждает настоящее свои корысти, и это тоже верное мерило. Не следует знать лишь мерило кверху. Нужно знать и мерило книзу, только тогда можно оценить щит подвига. 245. Относительность и несовершенство будут отличительными явлениями каждой жизни. Но они именно открывают дверь в будущее. Люди, которые являют препятствием себе в том, что они несовершенны, тем самым показывают свою законченность, иначе говоря, свою негодность. Законченность невозможна в процессе движения, только совершенствование среди огненных вихрей утверждает истинный путь. К тому же совершенствованию ведут разного рода земные мученичества, подвиги и героические деяния, ибо при этих напряжениях создается наибольший огонь сердца. Конечно, не следует понимать мученичество лишь физически, главное происходит всегда в духе. Сердце может биться почти обычно, но духовное напряжение будет необычайным. Так необходимо установить значение подвига в духе. Костры уже редки, но мученичество в духе особенно усиливается. Так и должно быть, когда мир тонкий и приближается к физическому. Нет ничего удивительного, если движение физическое превражается в духовное. Не забудем символ преображения, в котором показано притворение физического бытия в тонкое. Множество символов явлено, как вехи эволюции, но человечество принимает их отвлеченным. Множество заблуждений происходило от неправильного понимания эволюции законов. Когда человечество приближалось к основным законам на основе древних нахождений, обычно забывали принять во внимание все наслоения веков, которые немаловажны. Так, если сделаете палкую круг по воздуху, то она придет в начальное положение уже иной, полной новыми отложениями. Прав философ, утверждающий, что каждым оборотом обновляется планета. Во всяком случае, она каждым оборотом изменяется. Так и закон. Он, оставаясь незыблемым в сердцевине, постоянно облекается спиралями эволюции. Очень значительны эти оболочки, потому было бы заблуждением принять полный объем закона тысячелетий назад. Потому же и настаиваем на постоянном изучении. Нельзя довольствоваться законом, руководившим планету в ледниковый период. Также нельзя сравнивать духовное равновесие тысячу лет назад с настоящим часом. Ведь даже химически изменились слои около Земли. Вызваны непримененные энергии, и так хаос получает новые доступы. Хаос нынешний подобен скачке хаоса с проявленным. Призвание новых энергий вызывает взрывы стихий, потому уже нельзя остановиться, и нужно ставить все средства на проявленное. Так белые кони света должны опередить черных коней. Нужно твердить это напоминание, иначе некоторые прелестятся вороными скакунами. 248. Каждый день несет новое решение. Худо думать о дня сегодняшнего. Можно так остаться при прошлом. Все битвы, построенные на сегодня, будут проиграны завтра. Знамя покажет путь вихря. 249. Вы сами того не замечая, говорите символически и условно. Потому не удивляйтесь на необходимость символов в космогонии. Язык сердца есть дыхание превышнего, не будем затруднять его излишними словами. 250. Известно достаточно нить, соединяющая физическое тело с тонким во время выхода последнего. Также точно должна быть очувствована нить, серебряная по иерархии. Нельзя представить ее как нечто отвлеченное, она существует так же, как смерч, в котором сливаются небо и земля. Самообразование нитей серебряной по своему спиральному построению сходно со смерчем. Когда набухает энергия сердца в любви и в преданности, тогда полетит в пространство сияющая спираль и, конечно, по закону притяжения встретится с лучом учителя. Раскаленную среди вихря пространство так нужно приучаться видеть и ощущать эту светоносную связь. Многие не видели даже смерчей и потому сказанное для них как пустой звук, но пусть начнут соображать от самых грубо очевидных явлений и представить себе беспредельность, где все возможно, где никакое рассудочное мышление не исчерпывает всего бытия. 251 Некоторые отрицают все невидимое, и не только дикари, но и многие грамотеи не желают даже подумать о звездах. Учения намекают о бесчисленных жилищах небесных, но, вероятно, люди не желают ускорить путь свой. То же самое, когда в театре зрители рыдают, но через минуту готовы злобствовать и давить других. 252 Сердечное томление о дальних мирах составляет особый вид тоски. Не могут вместиться в земную, урочную ауру сердца много испытавшие, и опыт их подтверждает, насколько учение зовет к расширению понимания. Но ничто не истребит память о дальних мирах у тех, кто приближался к ним в огненном теле. Как счет звезд необъятен, так и воспоминания о дальних мирах невместимы в словах. Также не забудет сердце о нити серебряной, которая как лестница в беспредельности. Не может тело земное выдержать многих огненных откровений, но та же нить сердца держит сознание о мирах дальних. 253 Посмотрите на многие события. Нельзя помыслить, что они случайны, но они очевидно каким-то законом распространяются по миру. Точно незримые руки касаются многих струн. При этом можно заметить, что как бы затихшие струны опять звучат еще мощнее. Но правы те, кто понимает Армагеддон как поле знаков высшей энергии. Не может быть это поле случайным, но оно как магнит встречных энергий. В противовес этому полю суждено поле светлого града. Как поле Армагеддона возвещено шумом оружия, так поле светлого града возвещается звоном колоколов. Можно по противоположению судить о размерах сужденного. Так можно слушать шум битвы во имя зова колоколов. 254 Башня покоится на прочном основании, утвержденном на скале. Башня мужества покоится на прочном сознании, подтвержденном скалою сердца. Но на чем же проверить себя сердце? Только на иерархии. Пусть сердце приучится беседовать с учителем. Подобно древним старцам, пусть сердце знает лишь общение с владыкою, чтобы ничто ничтожное не вторгалось в сердечную беседу с вышним. Нужно как сокровище беречь сказанную беседу с учителем. Понявший сокровенное значение этого общения уже не придастся тьме. Но как же нужно оберегать сердце от порвания серебряной нити? Ничто не может спаять ее. Можно дать все сострадание, но нить куется из множества качеств. Как древние изображения отливались из многих металлов, так и нить крепко многими качествами. Но сладчайшая беседа сердца с учителем есть то горнило, где сияет огонь могучий. 255. Знаете, что живой огонь является лучшим противозаразным средством, но природа огня одинакова во всех проявлениях. Высоким явлением огня будет огонь сердца. значит этот огонь будет наилучшим очистителем и охранителем. Потому вместо разных сомнительных и часто ядовитых антисептических препаратов лучше иметь не только огонь очага, но и раздуть огонь сердца. Можно убедиться, насколько огни сердца борются с тяжелыми заболеваниями. Так наши современные врачи должны рано или поздно обратить внимание на все состояние огней. Лая на истины давно известные, не подвинутся врачи к панацеи. Совершенно верно, Ур мыслит о ведических богах. Так микрокосм подобен макрокосму. Утверждаю, что огонь сердца очищает самую глубокую тьму, но рядом с очищением огонь сердца полон качествами магнитов, и так он является естественную связью с макрокосмом. 256-е. Нужно понимать огненный путь как путь к превышнему. Ни слова, ни страх, ни обычаи, но сердечное общение, как явление самое непреложное, самое извечное. Так мост радужный приблизит тот берег. Сколько противоречий о том береге, но он существует, и нужно найти путь к нему. Не засохший лист осенний, но пламенное сердце перейдет все мосты. Кто не мыслит о рождении огня сердца, не знает пути к верху, тот не хочет заглянуть светоносно. 257-е. Пусть умолкнет сомнение, которое не раз тушило огонь сердца. Нужно избавиться от червя, чтобы избежать дракона. Особенно сейчас сомнение губительно, ибо можно иметь лишь один меч. Никто не имеет в бою два меча, и никто не мечет двух копий, и никто не пускает двух стрел. Можно достичь лишь одним ударом и отвагою на одном стремлении. Трудно, но успех около огня сердца. 258-е. Сны могут отражать прошлое и настоящее. Сны могут отражать уже сложившееся клише будущего. Но кроме этих земных отражений могут быть отражения тонкого и огненного мира. Конечно, часто люди не могут запечатлеть именно эти два последних вида, ибо они мимолетны, и, будучи иной, природы мало укладываются в меры земные. Только пламенное сердце может удержать в сознании эти искры дальних миров. То же самое происходит и с виденьями. Можно видеть звезды в иных созвездиях, нежели видимые в телескоп. Для этого тело огненное должно быть уже достаточно образовано. Конечно, оно всегда существует, но может быть хаотичным и несознательным, но путь устремления через все тела и тогда триада засияет. 259 Не нужно думать, что высокие достижения обезопасят от чудовищ мрака. Наоборот, свет укажет новые чудовища и злоба их непомерна. Тужить об этом не будем, ибо чудище ножки престолов. Недаром священные предметы изображаются на животных подставках, но это соображение не избавит от бдительности. 260 Если так называемое состояние нирваны не есть покой, но высшее напряжение энергии, то можно спросить, существует ли вообще покой? Действительно, как можно вообразить себе покой, если все в движении и движением существует? само понятие покой изобретено теми, кто желали укрыться от бытия. Они предпочитали недвижность, забывая, что ни мгновение не может быть без движения. Равновесие есть нужное понятие, следует думать не о покое, но о том, как среди вихрей сохранить равновесие. Нить серебряная напрягается силой и устремлением, затем и нужно знать, что есть равновесие, чтобы не отягощать нить иерархии колебаниями. Нить не порвется, если напряжена, ведь даже солома прочна, пока не согнута. На том же законе сцепления основана нить серебряная, но если кто не удержится от беспорядочных колебаний, тот обычно не удержит связь. Так не будем сетывать на отсутствие покоя, ибо его вообще не существует. 261 Каждый неправый не устоит против равновесия, потому удар меча должен быть законен. Так поймем средо законов физических и высших в сердце. Этот центр назывался перекрестком и изображался равноконечным крестом. Дорджи, также свастика, указывали вращение огня сердца. Вращение и равноконечность признаки равновесия. Кто-то в детстве пробовал встать на шар, не зная, что это есть великий символ равновесия. 262 Постороннее не должно закрывать основное, потому не засорять должно человечество путь к восхождению. Немного пыли нужно допустить, чтобы самая звонкая труба охрипла. Именно это малая щепоть пыли опаснее всех мечей и ножей. Тоже нужно сказать о колебаниях духа. Они происходят не от великих дел, но от той же пылинки. Так преуспевающий в большом имеет глаз на малое, так сердце, предназначенное к великому, чует даже малейшее. Ошибочно думать, что великое слепо на малое, наоборот, малейшее видимо великому глазу и шорох неслышимый чует сердце пламенное. Если поймем чуткость великого сердца, мы уже знаем значение миростроения. Не будем возноситься одурманенные, но не поникнем в гордости. Гордость есть камень на ногах и одурманивание есть восковые крылья, но достоинство духа есть огонь сердца, есть крылья к солнцу. 263 Не будем забывать наступление, если даже заметим обычную тактику владык. Не забудем нужную поспешность, если даже слышим рыканье учителя. кто скажет, на кого рыкает лев за горою? О, ловец, не опусти стрелу, не думай, что уже скрылся тигр, но добивай барса, ибо устрашишь всех скрытых зверей. Меч не на друзей, но против врагов. Так не будем малодушны. 254 Башня покоится на прочном основании, утвержденном на скале. Башня мужества покоится на прочном сознании, подтвержденном скалою сердца. Но на чем же проверить себя сердце? Только на иерархии. Пусть сердце приучится беседовать с учителем. Подобно древним старцам, пусть сердце знает лишь общение с владыкою, чтобы ничто ничтожное не вторгалось в сердечную беседу с вышним. Нужно как сокровище беречь сказанную беседу с учителем. Понявший сокровенное значение этого общения уже не придастся тьме. Но как же нужно оберегать сердце от порвания серебряной нити? Ничто не может спаять ее. Можно дать все сострадание, но нить куется из множества качеств. Как древние изображения отливались из многих металлов, так и нить крепко многими качествами. Но сладчайшая беседа сердца с учителем есть то горнило, где сияет огонь могучий. 255. Знаете, что живой огонь является лучшим противозаразным средством, но природа огня одинакова во всех проявлениях? Высоким явлением огня будет огонь сердца. Значит, этот огонь будет наилучшим очистителем и охранителем. Потому вместо разных сомнительных и часто ядовитых антисептических препаратов лучше иметь не только огонь очага, но и раздуть огонь сердца. Можно убедиться, насколько огни сердца борются с тяжелыми заболеваниями. Так наши современные врачи должны рано или поздно обратить внимание на все состояние огней. Лая на истины давно известные, не подвинутся врачи к панацеи. Совершенно верно, Ур мыслит о ведических богах, так микрокосм подобен макрокосму. Утверждаю, что огонь сердца очищает самую глубокую тьму, но рядом с очищением огонь сердца полон качествами магнитов, и так он является естественную связью с макрокосмом. 256 Нужно понимать огненный путь как путь к превышнему. Ни слова, ни страх, ни обычай, но сердечное общение, как явление самое непреложное, самое извечное. Так мост радужный приблизит тот берег. Сколько противоречий о том береге, но он существует и нужно найти путь к нему. Незасохший лист осенний, но пламенное сердце перейдет все мосты. Кто не мыслит о рождении огня сердца, не знает пути к верху, тот не хочет заглянуть светоносно. 257 Пусть умолкнет сомнение, которое не раз тушило огонь сердца. Нужно избавиться от червя, чтобы избежать дракона. Особенно сейчас сомнение губительно, ибо можно иметь лишь один меч. Никто не имеет в бою два меча, и никто не мечет двух копий, и никто не пускает двух стрел. Можно достичь лишь одним ударом и отвагою на одном стремлении. Трудно, но успех около огня сердца. 258 Сны могут отражать прошлое и настоящее. Сны могут отражать уже сложившееся клише будущего, но кроме этих земных отражений могут быть отражения тонкого и огненного мира. Конечно, часто люди не могут запечатлеть именно эти два последних вида, ибо они мимолетны, и, будучи иной, природы мало укладываются в меры земные. Только пламенное сердце может удержать в сознании эти искры дальних миров. То же самое происходит и с виденьями. Можно видеть звезды в иных созвездиях, нежели видимые в телескоп. Для этого тело огненное должно быть уже достаточно образовано. Конечно, оно всегда существует, но может быть хаотичным и несознательным, но путь устремления через все тела и тогда триада засияет. 259 Не нужно думать, что высокие достижения обезопасят от чудовищ мрака. Наоборот, свет укажет новые чудовища, и зло бы их непомерно. Тужить об этом не будем, ибо чудище ножки престола. Недаром священные предметы изображаются на животных подставках, но это соображение не избавит от бдительности. 260 Если так называемое состояние нирваны не есть покой, но высшее напряжение энергии, то можно спросить, существует ли вообще покой? Действительно, как можно вообразить себе покой, если все в движении и движением существует? Само понятие покоя изобретено теми, кто желали укрыться от бытия. Они предпочитали недвижность, забывая, что ни мгновение не может быть без движения. Равновесие есть нужное понятие, следует думать не о покое, но о том, как среди вихрей сохранить равновесие. Нить серебряная напрягается силой и устремления, затем и нужно знать, что есть равновесие, чтобы не отягощать нить иерархии колебаниями. Нить не порвется, если напряжена, ведь даже солома прочна, пока не согнута. На том же законе сцепления основана нить серебряная, но если кто не удержится от беспорядочных колебаний, тот обычно не удержит связь. Так не будем сетовать на отсутствие покоя, ибо его вообще не существует. 261 «Каждый неправый не устоит против равновесия, потому удар меча должен быть законен. Так поймем средоточие законов физических и высших в сердце. Этот центр назывался перекрестком и изображался родноконечным крестом. Дорджия, также свастика, указывали вращение огня сердца. Вращение и равноконечность признаки равновесия. Кто-то в детстве пробовал встать на шар, не зная, что это есть великий символ равновесия. 262 «Каждый постороннее не должно закрывать основное, потому не засорять должно человечество путь к восхождению. Немного пыли нужно допустить, чтобы самая звонкая труба охрипла. Именно это малая щепоть пыли опаснее всех мечей и ножей». Тоже нужно сказать о колебаниях духа. Они происходят не от великих дел, но от той же пылинки. Так преуспевающий в большом имеет глаз на малое, так сердце, предназначенное к великому, чует даже малейшее. Ошибочно думать, что великое слепо на малое, наоборот. Малейшее, видимо, великому глазу, и шорох неслышимый чует сердце пламенное. Если поймем чуткость великого сердца, мы уже знаем значение миростроения. Не будем возноситься, одурманенные, но не поникнем в гордости. Гордость есть камень на ногах, и одурманивание есть восковые крылья, но достоинство духа есть огонь сердца, есть крылья к солнцу. 263. Не будем забывать наступление, если даже заметим обычную тактику владык. Не забудем нужную поспешность, если даже слышим рыканье учителя. Кто скажет, на кого рыкает лев за горою. Пол ловец, не опусти стрелу, не думай, что уже скрылся тигр, но добивай барса, ибо устрашишь всех скрытых зверей. Меч не на друзей, но против врагов. Так не будем малодушны. 264 Вне всяких границ человеческих вспыхивают пространственные искры. Также поверх уставов земных долетают дальние зовы. Разве не просыпаетесь иногда с необычными словами в сознании? Разве не слышите имена неземные? Немало встреч в тонком мире, немало проводов с огненными областями, и часто зовут нас те, кто раньше или в будущем суждены к встрече. Не беден мир земной, если мы не будем сами ограничивать его. Немало учат нас древние о возможностях преображения и о связи с высшим сознанием. непростительно, если мы пребудем в животном состоянии, ведь животные, хотя и чуют мир тонкий, но не сознают его. Люди же должны осознать связь с дальними мирами, в этом их отличие и могущество. Но если люди закрывают сознание, они не только вредят себе, но даже общему бытию. 265. Но высший закон сердца следует за утверждением вех будущего. Мозг прошлое, сердце будущее. Так более огней около сердца. Нужно не забыть, что кроме обычных огней каждая эпоха зажигает свои светочи. И, конечно, век огня дает особое огненное сочетание. Сгущённое червонное золото и золотой пурпур будут около сил огня. 266. Не замечаете ли многих одержимых кругом? Нужно обратить внимание на неслыханное одержание. Так можно бороться с ним. Прежде всего нужно понять, с кем имеете дело, ибо осознать значит победить. 267. Вы знаете и музыку сфер, и пространственные колокола, и струны звенящие. Спросят, почему же множество людей не знают этих проявлений? Но почему же множество людей довольствуются неверным пением и совершенно не хотят понимать оттенки звука? Между тем, даже шорох разрываемой бумаги очень прободает пространство, но большинство даже не замечают это. Так же и с запахом. Ароматы тонкого мира вовсе нередко проникают в физический мир, но люди прежде всего не желают замечать их. Даже дым пожара люди обычно замечают, когда он уже раздирает горло. Не только нечувствительность, но и неповоротливость делает людей слепыми и глухими. У них нет корня представления, и тем самым они извращают весь смысл бытия. Так для этих недомыслящих магнит сердца просто чепуха. 268 Уриэль есть владыка действия мощного. Можно обращаться к разным водителям по качеству необходимой помощи. Если Михаил объединяется с Уриэлем, значит нужно мощное наступление. Сурово сдержал Уриэль стихией на Венере. Так можно закалять мощь, приняв удар стихии. Нужно понимать эти мощные силы как действительность. 269 Но вместо тонкого мира будем зорко следить за грубыми проявлениями. Не будем думать, что мы застрахованы от всех попыток. Сами мы постоянно являемся объектами нападений. Разница лишь в том, что каждый встречает противника по силам своим. но темные пользуются каждым случаем напасть и ударить своим измышлением. 270 Храните мужество, только оно дает явление движения. Слышали о совершаемых предательствах против самого лучшего и достойного? Не обойдется это время без этих знаков, сопровождавших каждое учение. Есть нечто очень значительное, что имеет противовесом себе предательство. Это высшее преступление. Нельзя указать ни одно учение, где бы не явилось предательство. Терафимы бывают или искусственные, или живые. Для мировых событий избираются живые терафимы. Люди называют их помазанниками, ибо связь с иерархией дает физические стигматы. Терафим может не утверждать ничего гласно, но тем не менее темно и чуют благодать помазания и предательствуют, чтобы пресечь рост блага. Нужно ограждаться от предателей мужественно и черпать энергию из сердца. Относительно роста блага не нужно беспокоиться, где зерно света, там и цветы, и плоды, но нужно держать нить сердца, как единственный якорь. 271 Творчество темных очень однообразно. Напрасно полагать, что они изощрены. Лучше понять их, как увертливых лжецов. 272 Случай с Ха необычен. Конечно, карма заплачена, но остается так называемая шелуха кармы. И такое обстоятельство очень излюблено демонами. Ничто так не усиливает злобу, как мираж кармы. Постоянно кажется, что заплативший что-то еще должен, и это распаляет злобу. У нас множество отличий кармических связей. Можно наблюдать, как с веками одна личность поднимается, а другая падает. Что же может произойти с нитью связи при таком расхождении? Но демоны пользуются шелухою кармической, чтобы тем сильнее нападать. 273 Шелуха кармическая напоминает о другой шелухе. Шелуха тонкого тела вносит так же много неурядиц в бытие. Конечно, обе шелухи не должны вообще существовать. Лишь несовершенство человеческое допускает эти междуграничные образования. Конечно, тело физическое имеет преображение в тонкое тело, но если дух не освободился заблаговременно от земных притяжений и похоти, тонкое тело не может выделиться в чистом состоянии. Оно уносит на себе своеобразное отложение земных страстей. Если даже тонкое тело освободится от этих пережитков, то все-таки шелуха эта останется надолго и будет шататься подобно чучелу, часто очень отрицательному. Такими осадками награждает невежество человеческое прекрасный мир тонкий. Если бы люди помыслили о связи миров и осужденной эволюции, они бы не решились окружать себя вредным мусором. 274 Шелуха тонкого мира по земному притяжению особенно близка плотному бытию. Именно шелуха в виде призраков шатается по всему миру, и разные злобные духи очень любят завладевать такими даровыми домами. Но велика ответственность переходящих в тонкий мир с земными страстями. Ужасно засорять прекрасное пространство, ведущее к свету, и могущее звучать лучшими знаниями. Как уродливо шелуха мелких похотей, от которых так легко освободиться, лишь думать об иерархии света. Сердце, сердце, сердце всегда напомнит о свете. 275 Учитель нуждается в особо четком сознании учеников. Но ночь, устилающая сознание, не позволяет устремить всю мощь, сохраняемую в недрах. Среди причин удачности или неудачности дел немалое место занимает состояние сознания. Даже малая затрудненность или нечеткость устремления меняет следствие. Например, к вам придет некто, желающий помочь, и лишь ждущий толчка к тому с вашей стороны. Но вы можете заняться совершенно посторонним разговором, и желание помочь растворяется в чашке чая. При этом обычай страны требует занять время наиболее незначительными сообщениями, и в этом мусоре теряются самые ценные зерна. Но если бы человечество ценило хотя бы время, то многое нужное могло бы встретиться. Конечно, это может быть управляемо сердцем, чтобы сочетать высшие меры. 276 Усталость, конечно, не от весны и не от осени, но сгущение токов давит на центры. Не может быть иначе, когда легионы одержимых и беснующихся устремлены. Так не нужно удивляться, когда на дальних материках одержимые начинают произносить одинаковые формулы. Это еще одно доказательство невидимого мироуправления из общего источника. Ведь как свет, так и тьма монархичны. Наоборот, весьма поучительно следить за мировую мыслью. По обеим сторонам можно видеть истинное деление, ибо каждая сторона будет применять свои усилия и решительные меры. Так даже от земного плана можно следить за делением сил и понимать движение воинств. 277 Можно думать мозгом или сердцем. Может быть, было время, когда люди забывали о работе сердца, но сейчас время сердца, и мы должны сосредоточить наше стремление по этому направлению. Так не освобождая мозг от труда, мы готовы признать сердце двигателем. Люди измыслили о сердце множество ограничений. Дела сердечные понимаются узко и даже не всегда чисто. Мы должны ввести в сферу сердца весь мир, ибо сердце есть микрокосм сущего. Кто не вдохновится великим понятием сердца, тот умолит свое собственное значение. Мы заповедуем не раздражаться, но лишь величие сердца спасет от яда раздражения. Мы говорим о вмещении, но где же океан, вмещающий кроме сердца? Мы вспоминаем о дальних мирах, но не мозг, а сердце может помнить о беспредельности. так неумолим то, что дано нам как вместилище благодати. 278 Каждое чувство рождает энергию. Взаимное чувство удестеряет энергию. Коллективное чувство создает мощь энергии, но единичное чувство должно быть напряжено, и взаимное собирательное чувство должно быть согласовано. В этом вся причина несильного воздействия современных чувств. Ни одно условие напряженного чувства почти не соблюдается теперь. Между тем, какая великая реальность отразилась бы в подъеме множества согласованных чувств. Древние называли чувства кузницей мощи. Не правда ли, как величественное чувство взаимной любви. Не ниже стоит мощь взаимной признательности, несокрушимо чувство героизма самоотверженного. Так можно создать прекрасные башни и твердыни. Но откуда придет согласованность? Не от рассудка, не от извилин мозга, но из сердца, от света. Лишь чувство злобы предоставим темным, среди дымных искр красных не будет согласия. 279 Но немногие примут чувство как силу. Для иных чувство есть крыло моли. При таком понимании рушится все построение. Утешение не в том, что кто-то поручился за наше существование, но в том, что наша самая мощная посылка достигнет светлую цель. 280 Злоба сатанинская также может быть полезна. Кто употребляет силу воздуха, кто силу огня, кто силу воды. Умение устремить самых бешеных коней может лишь приблизить цель. так будем сильны в управлении стихиями. И стихиями управляет воля сердца, но не рассудок. Напротив, рассудок всегда уговорит, что борьба со стихиями безумна. 281 Итак, чувство порождает энергию. Энергия может создать так называемую собственность. Как же быть с этой собственностью? Мы знаем об отречении, но если нечто уже существует, то как же признать это несуществующим? К тому же не будет ли это разрушительно? Так призовем снова учителя и мысленно передадим ему эту стесняющую ношу. Он же умеет передать выше наш мысленный дар. Так мы решаем задачи о собственности. Так само название это уходит, и мы остаемся хранителями имущества иерархии. Ведь мы можем читать книги учителя. Уявляет учитель разрешение жить в его доме, любоваться его вещами и питаться плодами сада его. Тем самым имя учителя прибудет с нами неотступно, и мы улыбнемся, стирая пыль с явленных предметов, порученных нам по доверию учителя. Люди не знают, как быть собственностью, ибо не хотят понять смысла мысленного преображения земного плана в тонкий. 282. Не будем обходить молчанием ни одно явление жизни. Призовем сердце судьей, искренне ли поручаем достояние учителю. Можно явить слова прелестные, но желать в сердце противное. Так не будем старыми, обостряя сердцем язык тонкого мира. Люди зовут его совестью. 283. Чистое мышление лучшая дезинфекция. Наконец, нужно принять мышление как химическую реакцию. Также явление Армагеддона нужно понять не только в виде общепринятой войны, но и по событиям всей жизни. Помянутое одержание очень замечательно для явления Великой Битвы. Конечно, самоубийство, также потрясения физические и духовные наполняют пространство содрогнувшейся планеты. Можно находить особые виды болезней мозга и нервов, также всевозможные извращения среди человечества. Можно изумляться колебанием духа. Можно возмущаться, насколько все лучшие будут встречены угрозами и ненавистью, точно сама твердь стремится к разложению. Конечно, безумные не видят всех светлых воинов и позволяют темным влечь их к бездне. Так нужно всеми силами укрепляться на иерархии. Даже на обычном бранном поле нельзя оторваться от сообщения. Так на самых простых примерах нужно познавать великое. 284 Простая молочница, сбивая масло, уже знает тайну образования миров. Также она знает, что из воды не получить масло. Она скажет, что можно пахтать молоко или яйцо. тем тем самым она уже знает о материи, содержащей психическую энергию. Но именно это обстоятельство покажется неубедительным ученым. Также молочница знает, насколько полезно спиральное вращение, но кому-то такое условие покажется предрассудком. Хотя разгневайся, но подумай об окружающем и перенеси физические законы на свое бытие. Только так устоишь при Армагеддоне. Конечно, было бы ошибкой позабыть о приложении сердца как противовеса всякому смущению. 285 Укажите сердцу вашему стать как можно ближе к учителю. Если утверждение учителя нуждается в словах, начните беседовать с учителем, как бы он был рядом. Ответ учителя не нужно ждать в обычных словах только. Ответ может быть во множестве знаков, как очевидных, так и в дальних по расстоянию. Можно принять в себя весь объем жизни, чтобы усмотреть знаки великого творчества. Нужно признать, насколько широко поле Армагеддона. Тоже нужно думать о близости сил высшего мира. Вне зависимости от обстановки жизни, они могут быть за плечами каждого устремленного духа. Поистине трогают нас легкие касания тонкого мира, но нужно почувствовать их не только в ночной тиши, но и при свете дня. Ошибка человечества в том, что все тонкие ощущения оно замечает лишь в сумерке. Теперь путь к свету. 286 Зеркало текущего часа показывает неслыханную смуту. Нет даже преобладания цвета. Зеркало Армагеддона состоит из золотых, синих, черных и красных стремящих сострел. Нет очертаний, но снопы взрывов и тучи как тяжкий плод над бездною, так и издревле указано на начало великой битвы. 287 Если заметите в ком-то чрезмерное сосредоточие на телесной йоге, напомните вновь о нежелательности такого ограничения. Опять скажите, конь, который знает и выполнил многие упражнения, не будет взят для спешной вести. Так не вдавайтесь в ограничения тела. Каждое усвоение телесное дает и новые ограничения, лишь дух не знает границ, и учение будущего будет основано на завоевании духа. телесная йога должна преобразиться в тонкие огни. Телесная йога не может вести к сочетанию тонкого мира. При ней сердце не занимает исключительное положение, но тонкое преобразование устоит лишь на сердце. Оно сохраняет ту огнеспособность, которая есть единое условие преображения. 288 Пусть никто не надеется поспеть телесным путем. Карма не в теле, но в духе. Также правильно заметили, что удары по аури прежде всего отражаются на глазах. Оболочка глаз утверждает сущность тонкого вещества. 289 Полеты в тонком теле являют новое для земли качество. Именно тонкое тело не связывается с землею и тем легче летит кверху. Земное тело трудно поднимается и легко падает, но тонкое тело действует наоборот. Именно ему труднее опускаться. явление низших сфер трудно пронизать. Конечно, говорю о высоком состоянии тонкого тела. Для низших тел именно низкие сферы удобнее. Учительно видеть, как высокое тонкое тело уже начинает выявлять качество огненного мира. Так от земного состояния можно видеть зачатки всех миров. нужно лишь очищать сознание, устремляться по иерархии и замечать зорко происходящее. Двести девяностые кто слышал хотя бы однажды пространственное рычание и стенание, имеет представление о низших надземных слоях. Правда, нужно устремиться за пределы этих явлений и ужаса. Даже пролетая сквозь них, довольно нестерпимо прикасаться к междуземному неестественному положению. Так нужно принять путь тонкого мира, как сознательное устремление к миру огненному. Двести девяносто первое. При зоркости можно наблюдать многие научно значительные явления. Можно заметить, как удары по ауре не только отражаются на глазах, но и на чувствительности кожи, особенно около плечевых лучей. Также можно заметить излучение света из самых неожиданных материалов, из дерева, холста, стекла, резины и многих предметов, не отвечающих обычным законам. Конечно, вы знаете, что так называемое электричество представляет грубейшую форму видимой энергии фохата. Но когда аккумулятор очищенного сердца проводит явление тонкого фохата, то свет особого качества происходит от любой поверхности. Фохат всюду наслаивается. Нужно лишь проявить достаточно чутким аппаратом. Таким аккумулятором может быть лишь сердце. Конечно, это не может быть легким, когда от тигра до фохата нужно воспринять множество энергии. 292-е. Кто присматривается к проявлениям тонких энергий, тот знает, как сердце нераздельно связано с ними. Тот знает, как нелегко среди тигров подниматься и нести других высшие сферы. Но это труд начинаателей нового мира, ведь даже начало должно быть ощутительным. 293-е. Четкость мышления и выражения должна быть качеством агнии йога. Мало кто стремится к четкому мышлению, и мало кто дает себе отчет, сколько тонких, уже готовых отпечатков не могут в явленном земном мире приложиться, сколько тайн, неудач могут быть объяснены спутанным мышлением. Все стремится к четкости. Стихия огня, самая тонкая стихия, дает поразительные примеры строения огненного, так и мысль человеческая строится по схеме огня. 294 Конечно, умоление плохой советчик, самое ничтожное рождается из умоления. Пусть не примут умоляющих замучеников, они посеяли гнилые зерна и низко ползают, надеясь разглядеть всходы. Наоборот, утверждая, люди сами выправляются и тем строят твердыни. Уже имеете примеры пользы утверждения. Дела могут расти лишь благословением. Подумайте о благословении. 295 Передают, что к Чингисхану прибыли послы от старца горы. В ларце лежали золотая чаша и многие разноцветные покрывала. Надпись гласила «Пей из одной чаши, но покрывайся платами всех народов». Так были явлены иерархия и терпимость, как и подобает вождю. То же пусть будет утверждено при расширении учения света. Обратим внимание на ритм даваемых учений. Можно видеть, как познавательное чередуется с утвердительным. Так пришло время, когда собирательное даст поучение основ жизни. Уже скоро можно будет передать в руки ученых пути космические, но тем более нужно утвердить горение ко благу. Особенно сейчас необходимо согласиться, как жить, как направляться в будущее, когда все положение человечества претерпевает неслыханную опасность. Тогда нужно ткать пряжу вне ожидаемых направлений. Можно изыскать в себе силы огненные, чтобы не умолить и не низвести в обиход истинную панацею сущего. Можно заметить, как для некоторых сама беспредельность перестает быть ужасающей, как иерархия делается нитью восхождения, как сердце становится престолом высшего света, и как сам огонь пространства просиял, как царство превышнее. 296 Посмотрим, как познание огня дает не только ускорение к царству вышнему, но и может вернуть планете некоторое так нужное равновесие. Правилен путь космических лучей, но без сердца, без психической энергии открытие будет лишь приблизительным. Обратите внимание на широкую сеть распространения учений. Пусть по обычаю люди будут скрывать источник, это не важно, полезно, чтобы неожиданными путями учение распространялось в разных концах земли. «Уже можем указать на этот рост, и такое утверждение является лучшим венцом дня сегодняшнего». Не будем удивляться, что корни растут вне зримости, но это качество и будет верным залогом жизненности. Можно ли проследить пути учения? Магнит действует по своим законам, но могу с горы видеть наполнение пространства и могу тем приветствовать вас. 297 Учитель радуется, когда явление ощущения тонкого тела в оболочке земной становится явным. Справедливо при утончении сознания чувствовать, как наша сущность заключена в плотную оболочку. Конечно, явление боли неизбежно, когда тонкое тело соединяется с системой нервов на поверхности тела. Кроме того, тонкое тело при возвращении завоевывает свое помещение. Уже знаете, что тонкое тело несколько выше земного, и потому каждое возвращение сопряжено с неудобством. Ощущение постоянной отделимости тонкого тела от земного неизбежно, когда мир тонкий становится естественным продолжением земного. Для врачей могла бы сложиться серьезная задача отличить боли, происходящие не от заболевания, но от движения тонкого тела в плотной оболочке. Так можно и этим медицинским путем подходить к ощущениям тонкого тела. Так можно связать две задачи, духовную и физическую. 298. Ничто не может явить понимание невидимого мира, как само ощущение его. Ничто не может пособить сердцу, если оно не захочет предаться чувству и ощущению. Осторожное отношение к явлениям жизни показывает готовность к опытному методу исследования. Не следует понимать утверждение как нечто отвлеченное, но нужно понять всю близость учения утвержденного опытом. Также нужно понять все ритмы чередований событий. Поезд идет по полям, но когда он скрывается в туннеле, лишь ребенок кричит об исчезновении поезда. Так будем хранить спокойствие при разнородном движении событий. 299 Низшие сферы до того засорены, что без преувеличения происходит окисление метеорной пыли. Ведь химические воздействия психической энергии прежде всего отражаются на металлах. Это простое наблюдение можно видеть на металлических частях, носимых людьми разной психической природы. Конечно, очень губительно засорение ближайших сфер около планеты. Низшие тонкие тела, как мошенники на базаре, толкутся, затрудняя успешное образование спирали строительства. Нужно иметь особое устремление, чтобы проникнуть за пределы этих ужасных накоплений. Ведь не будем думать, что всякое мышление без последствий и самая обширная чаша переполнится. Тем более, что тяготение превращения удерживает многие маловесные частицы. Так, когда говорим о необходимости очищать психическую энергию утончением мышления, мы имеем в виду очищение низших сфер. Говоря языком церкви, нужно победить полчища адовы. Трехсотое. Сегодня добрый срок для хорошего думания. Если мысль заключает в себе творческую энергию, то как полезно устремить в пространство добрую мысль. Когда человечество сговорится послать добрую мысль одновременно, то и зараженная атмосфера низших сфер сразу прояснится. Так нужно заботиться хотя бы несколько раз, посылать каждый день мысль не о себе, но о мире. Так мышление будет привыкать к несвоекорыстным устремлениям. Как спаситель человечества мыслит лишь о всем мире, так следуя ему, мы можем приложить свои мысли для создания творческой энергии. Не нужно смотреть на посылки мысли как на какое-то сверхъестественное действо. Пусть это будет пищу и духа, как топливо костра в ночи. Также нужно просто следовать за высшим примером. Сердце будет часами верными, когда призовет к мысли обо всех. Не нужно утомительных медитаций. Мысль о мире кратко, и отрешение от себя в ней так просто отражается. Пусть будет миру хорошо. 301 Скажите друзьям о мысли о мире, о мысли о всех мирах. Пусть не придет к ним вредная мысль ханжи. Что значит для мира моя мысль? Кто так подумал, тот не отрешился от себя. Конечно, каждый воин пустит лишь одну стрелу, но если каждый пожалеет о своей стреле, то все войско останется незащищенным. К чему тогда крест мира? Кто же может забыть о дозоре от тигра? Пусть мысль о мире не вытеснит память о тигре и об Армагеддоне? 302 Поучительно составить книгу о наносимом вреде от дурных мыслей, как для себя, так и для других. Эти мысли являются источником множества болезней. Раньше связывались с дурными мыслями только психические болезни, но пора разглядеть множество самых разнородных физических болезней, порожденных мыслями. Не только сердечные заболевания, но и большинство желудочных и накожных болезней являются последствием разрушительных мыслей. Также и заразные болезни могут передаваться не только предрасположением, но также через мышление. Это не будет только самовнушением, но можно видеть случаи, когда зараза распространялась одним человеком на многих. Можно видеть, как физические последствия идут совершенно сходно с духовными явлениями, при этом замечается, как непроизвольно некоторые организмы распространяют определенную заразу, не поддаваясь ей сами. Уже в древние времена знали таких носителей заразы, но после забыли о научном знании, перенесли все на так называемый дурной глаз. 303 значит, даже против чисто физических болезней нужно искать причину в качестве мышления. Так постепенно направляйте мысли окружающих на добро. Уже имеете пример, насколько причиняют боли проклятие и ругательство даже на дальних расстояниях. нужно для обращения внимания устремить сердце на сущие. Особенно могут действовать эти одержимые, когда хотя немного аура прикасалась. Так нужно очень обращать внимание на самое первое впечатление от людей, когда сердце может подать свой знак. Легко можно представить, какими распространителями заразы должны быть одержимые, и потому нужно так избегать их. 304. Явление огня разрушительно для физического тела, но стихия огненная совершенно естественна для тела огненного, значит это перемена отношений происходит в пространстве тонкого мира. Действительно можно видеть на состоянии тонких тел границу благодатного воздействия огня. Высокие слои, очищенные от грубых физических устремлений, уже испытывают огненную благодать, но низшие подвалы тонкого мира подвергаются еще физическому ощущению пламени. При том, чем больше физической шелухи, тем огонь может действовать болезненнее. Вот откуда сведения о пламени адовом. Так не напрасно каждое истинное знание будет направлять высшие слои. Так же будет вполне научно предостеречь от перенесения грубой похоти в тонкий мир. Когда люди насмехаются над послесмертным состоянием, можно лишь пожалеть неразумных. 305. Теперь сойдем от мира огненного к пасти тигра, и это нужно предвидеть. И к высшим слоям можно дойти, лишь минуя многие пасти и личины. Так путь кверху должен пройти через многие явления ненависти, пока человечество не очистит эти подвалы дружным порывом сознания. 306. Учитель может указать направление, иногда может предостеречь, но множество действий нужно произвести самим, притом нужно проявить эти действия добровольно. В этом добровольческом устремлении и будет заключаться самоусовершенствование. Каждая примей своей корысти или страха нарушит спасительную связь. 307. Темные всегда надеются, что повреждение строения нарушит исполнение цели, но они всегда упускают из виду, что сущее неразрушимо и многообразно в состояниях своих. Самое темное место можно назвать. Сама Маракара не может исключить возможность света, нужно лишь найти доступ. 308. Существует нарушение построения, которое ведет к новому изысканному завершению. Потому мы так изгоняем страх, который мешает усмотреть счастливое распределение частей. То же суждение нужно применить и во всех случаях жизни, тогда не может быть поражения. Ведь счастливое соединение частей может лишь перемещаться, но не исчезать. Но глаз, затемненный ужасом, теряет поле зрения. 309. Маракара есть очень тяжкое место в низших слоях тонкого мира. тягостно быть там, ибо прана почти не проникает туда, но тем не менее приходится проникать в эти сатанинские слои. 310. После усмотрения нападения постоянно бывает улучшение положения. враг так, произносит приговор и старается оповестить о нем, но если оповещенное разрушение не состоялось, то множество окружающих внимательных глаз пошлют новую силу. 311. Учитель утверждает, что можно ожидать полной победы, если только объединиться сознанием. Нельзя ожидать удачи, если на учителя существует малейшее подозрение. Так нужно работать вместе, зная, что все, что допущено законами Вселенной, будет сделано. Кто же будет смотреть на это время, как на отдых? Никто, даже не очень прозорливый, не откажет в том, что это время небывалое и нужно спать, как на бессменном дозоре. Учитель понимает, что и ваши сердца отягощены. Каждый день положение мира осложняется. С точки зрения Армагеддона, это вполне естественно, но сознание, для которого Армагеддон чепуха, безумствует, ибо не видит пути. 312. Почему должны мы считаться законами Вселенной? Конечно, они для нас разрешают явления Армагеддона, упуская нить Армагеддона, мы погружаемся в хаос. И нет такой тропы восхождения, когда бы не была нужна нить. Вы знаете эти нити на скалах восхождения? 313. Последствия начала самой великой битвы отзовется прежде всего на сердце человечества. Утверждение сердца особенно нужно сейчас, иначе несознательное сердце не сможет противостать урагану смятения стихий. Потому подумайте о сердце, как о срединном начале, связующем нас с мирами дальними. Нужно отдать себе отчет, что именно наиболее отягощает сердце. Ведь не особые события настолько отягощают сердце, как цепи малых соринок дня. Это очень нужно запомнить, ибо великие события даже могут давать особый прилив психической энергии. Но Армагеддон вовсе не состоит из одних великих событий. Наоборот, в нем получают оценку множество мелких действий, и к этому ливню малых струй нужно приучить бедное сердце. Говорю бедное, ибо оно уже знает в сущности своей великие огненные сферы, но пока должно разбиваться о скалы земли. Триста четырнадцатая вы знаете, насколько мы идем по краю пожара и пропасти. Вы знаете, когда насыщенное молчание означает битву напряженную. Вы чуете напряжение наше. Лишь неразумные и самолюбивые могут думать, что поверх них одни песнопения. Но обращавший взор к беспредельности понимает, что чем выше, тем напряженнее. Так готовьте людей к неизбежной напряженности. Это не значит, что учение влечет к напряжению, но это нагнетение есть закон сущего. Для многих ритм токов будет полнейшей чепухой, но вы знаете эти спасительные воздействия. Будьте уверены в моей близости. Триста пятнадцатая Успокоение есть уравновесие напряжения. Объединение сознания есть прежде всего сохранение энергии. Это важное правило обычно забывается. Когда вместо ограниченной физиологии вводится психофизиология, тогда можно будет каждому понять, какое значение имеет экономия энергии. Триста шестнадцатая Даже великан может быть остановлен маленькую мыслью, если она действует диссонансом. Столько людей оглядываются, вздрагивают, меняют направление и всячески оказывают внимание мимолетным мыслям, даже не замечая их источник. Закон притяжения, отталкивания мыслью проще всего примут музыканты, понимающие консонанс и значение диссонанса при одном установленном ключе для всей пьесы. Кто понимает, что значит провести целое многозвучное сочинение в одном заданном ключе, тот скорее поймет явление основной мысли даже при многообразии задания. Так мысль построения не мешает проявлению множества ответвлений, но в том же ключе. И чужое диссонирующее вторжение не проникнет глубоко, если основное задание прочно. 317 Действительно, лишь надо избежать ужаса и разложения, ибо нет такого положения, которое при крепости основания не превратилось бы в наилучшее решение. Так нельзя творить лишь при полном застое упадки, но каждое стремительное движение уже полно разрешительным созвучием. 318 Люди, имеющие видение, считаю, должны быть внимательно исследованы врачами. При этом будут найдены особые симптомы сердца и нервных центров, так же как каденция старой Индии гораздо изысканнее лада западного, так же сердце сознающее тонкий мир будет давать несравненно более сложной модуляции тона. Конечно, врачи избегают изучать здоровых людей, и таким образом они упускают из виду ценную страницу, ведущую в будущее. Обычно все чудеса и видения причисляются к разряду истерии, но никто не пояснит, что такое истерия. Скажут, что это повышенные реакции симпатической нервной системы, или укажут на раздражение периферических нервных окончаний, найдут множество причин и станут применять самые воловьи средства, но не дадут себе труда подумать, нет ли в этих явлениях причин высших. 319. Чудо есть проявление тончайших энергий неучтенных в химических и физических школах. Чудо не только в левитации и в потере веса, чему вы были свидетелями, но те же тончайшие энергии применяются чаще, нежели думают в жизни, и эти непонятные большинству явления должны быть изучены. Это не некромантия, не спиритизм, но просто наука тончайших энергий. перед нами сердце человеческое, этот ларец сокровенный, но нужно прислушаться к нему и подойти к престолу высшему, обмыв руки. Вы видели пример нерадивых врачей, которые не воспользовались прекрасным примером пламенного сердца, теперь они платят за свою слепоту. Чудо может быть, но нужно соединить тончайшие нити сердца, к тому и указываем на необходимость объединения сознания. 320. Соединение деятельности сердца с мирами дальними в древности усиливалось некоторыми механическими приемами. Например, применяли заламывание рук над головою со скрещенными пальцами, так образовывался магнитный круг. Также полагали руки со скрещенными пальцами на место чаши, так, чтобы конец левой ладони приходился против сердца. Так усиливали течение магнитных волн. Но, конечно, сейчас, уча расширению сознания, мы будем избегать механических внешних приемов, гораздо тоньше действовать внутренним сознанием. Мы должны чуять, как касается посылка сознания сущности сердца, вызывая движение вверх, как бы влекущие в беспредельность. Конечно, от состояния атмосферы будут зависеть наши многие ощущения, можно почуять подавленность или торжественность, но будем знать, что в эти моменты сердце приоткрыло врата надземные, лишь злоба и страх пользуются проходами подземными. 321 Ваятель, высекая изображение, касается одних мест лишь однажды, но на других сосредоточивает целый ряд ударов и суровых и нежных. Так же и в учении часто замечается, насколько многообразно нужно касаться некоторых положений без повторения, ибо резец Ваятеля не повторяет движения, но лишь отмечает требуемую форму. Эти места обычно очень ответственны. Так же обращайте внимание на места, отмеченные не однажды. Они или необычно новые по сознанию, или пропущены невниманием. Между тем, какое решающее значение может иметь дрогнувший резец? Так же упущенная возможность даст иной смысл целому заданию. Когда говорю о сердце, разве не заключает оно множество индивидуальностей, которые вызывают совершенно неповторяемые явления? Иначе не может быть, ибо тончайшие энергии неисчислимы в своем преломлении и скрещивании в разных сферах. 322. Нужно подтверждать постоянно многообразие тонких явлений, иначе люди снова поспешат заключить их в грубейшие рамки, не пытаясь изощрить свое внимание к этому методу индивидуального внимания. Нужно снова обратиться на некоторые сердечные огни, которые кому-то показываются пурпуровыми, но другим фиолетовыми или еловыми, и зависят как от состояния ауры, так и от физического здоровья. Но эти различия не меняют сущность огней. 323. Индивидуальный метод необходим для приближения к тончайшим энергиям. Главная ошибка будет подходить со старыми мерами к сверхмерному. Неудача несомненно, если кто подойдет к невесомой величине с гирями, но, конечно, эти высшие энергии проходят через все человеческое естество, связывая его с высшими мирами. Совершенно ясно, что такие высшие признаки следует искать не среди людей, зараженных болезнями, но среди тонких здоровых организмов. Пусть эти утонченные организмы примечают в себе необъяснимые, но очевидные для них явления. Пусть не стесняются показываться кому-то смешными, лишь бы находить удачное описание проявлений тонких энергий. Будем уверены, что теперь особенно много проявлений отложений тонкого мира, но они как микроорганизмы, которые почти невидимы, но следствие их очевидно. Триста двадцать четвертая Не нужно принимать индивидуальный метод, как нечто ненаучное, наоборот, он дает накопление для углубления формулы. Так не худо замечены старыми ведами, сходства некоторых нервных центров с животными и прочими образами. Так наблюдательность дала первые основы для систематических разделений. Совершенно так же лягут в систему факты, замеченные искренними наблюдателями. Если недавно человеческое наблюдение устремлялось к спиритизму, несмотря на опасность его, то насколько же естественнее начать наблюдение над проявлениями энергии, которые в грубой форме уже небезызвестны. Так место науки не только не поколеблется, но расширится в новых кругах. 325 Удар в сердце разве не подобен удару по арфе или по цитре? Звучание сердца разве не говорит о невидимых струнах, которые являются продолжением нервов в тонкое состояние? Разве не научно наблюдать эти удары по ауре, когда глаз или сердце или чаша или темя приявно принимают отраженные стрелы? Но заметно, насколько сердце будет звучать сильнее всех прочих центров. Недаром зовут сердце солнцем солнцем. Явление передачи на дальних расстояниях разве не нужно рассматривать, как утонченное, но вполне естественное состояние. Необходимо расчленить область так называемой истерии на множество делов. Теперь она занимает место от одержимости до утонченной духовности. Конечно, нельзя оставлять такие противоречивые смешения, именно не научно сваливать все в одну кучу, лишь бы не повеспокоить мозг размышлением. Иначе святая Тереза может оказаться в пределах одержимости, а самый мерзкий демон будет приближен к престолу. Недопустимо согласиться со смешением различных состояний. 326 Устремление к науке прежде всего обязывает к точности наблюдений. Неужели можно обобщать противоречивые явления? Наоборот, богатство сущего должно направить мысли ко множеству наблюдений. Сперва соберем и не будем легкомысленны в выводах, совершенно довольно советов преподано учениями. Можно теперь подумать об утончении наших восприятий, так мы приблизимся к границе тонкого мира. 327 Упражнение внимания есть условие наблюдения за признаками тонкого мира. Следует развивать внимание разными способами. Можно из симфонии избрать и выследить один голос, но можно признавать несколько ладов одновременно. Также полезно установить звучание тишины. Умолчания много тонких голосов, и уследить их ритм значит приблизиться к тонкому миру. но при изучении тишины поучительно узнавать диссонанс каждого вторжения физического. Нельзя больше найти примера, чем сопоставляя физический звук с тонким миром. Впрочем, такое же противопоставление замечается и в сфере обоняния, но это качество развито гораздо реже. Если обоняние является как бы своего рода питанием в тонком мире, то понятно, что в физическом мире оно не так развито. Конечно, как уже заметили, тонкий мир полон запахов. Чем выше, тем совершеннее они, но низшие слои полны разложения. Развоплощенные, если они задерживаются в низших слоях, несут на себе оболочку разложения. Потому очень полезно при жизни приготовляться к полету в слои более высокие. 328. Приготовление к слоям высшим прежде всего состоит в очищении сознания, в развитии жизни сердца, но об этих условиях нужно уметь помнить. Обычно люди помнят о них лишь среди безделья или покоя, но когда их нужно применить, то они забыты и заменяются раздражением, но зловоние раздражения ужасно. 329. Кто подумает о преуспеянии в тонком мире, если не позволено говорить и мыслить? Учение, не знающее тонкого мира, не есть путеводное, ибо существование земное не будет даже сотую частью жизни в мире тонком. Значит, полезно знать условия более продолжительного существования. Но теперь в мире астральном битвы и условия еще более сложны. 330. Утонченное состояние сердца вызывает особую деятельность всех чувств. Обоняние, слух, зрение, вкус действуют беспрерывно. Нет тишины, ибо при замолкании земных звуков начинают доноситься отклики тонкого мира. Нет момента без запаха, ибо даже самый чистый воздух полон ароматами. Нет зрительной пустоты, ибо свет тонкого мира не оставит глаз открытый и даже закрытый. «Разве самое чистое небо не полно образованиями? Так же не может быть бездействия вкуса, когда сам человек есть сильнейшая химическая лаборатория?» Относительно осязания, сами знаете, насколько тонкий мир может прикасаться. «Так не уходя из мира сего, сердце делает нас соучастниками множества тонких проявлений. Если же кто-нибудь будет настаивать на существовании абсолютной тишины, не считайте его сердце утонченным». 331 Утончение сердца подскажет отказ от мясной пищи. При этом понимание тонкого мира укажет не только вред поглощения гнилых продуктов, но покажет, каких соседей привлекает разложение. Действительно, трудно решить, где наибольший вред от поглощения мяса или от привлечения мясом нежелательных гостей. Даже мясо сушеное и копченое, которое относительно менее вредно, тем не менее, по запаху привлекает голодающих тонкого мира. И если при этом их приветствовать какими-то мерзкими словами, то получится самое вредоносное сообщество. Как слышали, многие принимают пищу молча или сопровождая ее достойными речами. Конечно, каждое гниение недопустимо. Даже овощи должны быть недопущены до разложения. Людям немного нужно. Два фрукта, немного мучного и молоко. Так можно очищать не только внутренность, но избавиться от многих соседей, разве не следует врачам, изучающим меры борьбы против рака и камней в печени, обратить внимание на эту примитивную профилактику. Ведь говорят о курении благовоний и о духах, но ведь и некоторые яды благовонны и убивают сознание. И это изучение не должно быть забыто. 332 Тонкий мир имеет многообразные утверждения земного мира. Даже прообраз времен года проходит по сознанию тонкого мира. Поэтому образ растений или горы или поверхности вод не чужды тонкому миру, конечно, в преображенном состоянии. Сердце, знающее мир, тонкий, знает и цветы, и горы, и снега, и моря. Цветы успевают в богатстве форм, но цвет их несказанно сложнее красок земли. Снега белее и кристальнее, и гуще земных. Можно начать распознавать целую структуру мира высшего, тем самым человек, запасшийся на земле сознанием ясным и благим будет добрым строителем и в тонком мире. Вместо обезображений человек будет вносить прекрасные пропорции и ритм, отвечающие великолепию беспредельности. Разве так непомерна обязанность духа, если он усовершенствовал сердцем? Ведь лишь светоносное сознание сердца вознесет тонкое тело высшей обители. Так каждый, кто приготовит сердце свое и возвысит сердца ближних, уже творит волю пославшего. Когда спросят, не есть ли сердце воздушный двигатель? Если оно может возноситься, скажите, шутка недалека от истины. Действительно, энергии сердца настолько подобна гелию и другим тончайшим газам, что недалеко от духовной правды представить себе вознесение сердца. 333 Кто же в сердце своем не поймет красоту вознесения? Кто же не ощутит в сердце тягость возвращения в дом временный, в дом угрожаемый, в дом тесный? Так нужно сознать мир высший, чтобы всем бытием перенестись и вознестись. Не мысли о высших мирах, разве возможно выглянуть в окно тесного дома? И сердце поведет путем Христовым, как ступени преображения. Так откроем двери дома тесного. Каждое единение сознания уже есть открытие двери. 334 Спросите умного человека, что чаще всего предупреждало его об опасностях, остерегал от ошибок, уклонений. Честный человек назовет сердце. Не назовет он мозг и рассудок. Лишь глупый человек будет полагаться на условные рассудочные заключения. Сердце оно наполнено чувство знанием. Уже давно произносим мы это понятие, но сейчас возвращаемся к нему уже в ином обороте спирали. Уже прошли дисциплину сердца, иерархии и помыслили о беспредельности. Таким образом, чувство знания появилось не как какая-то смутная интуиция, но как следствие духовной дисциплины при понимании значения сердца. Так и ведите учеников. Сперва как дальнюю сеять забросьте нужное понятие, но затем осторожно подтяните концы сети, чтобы вполне окружить искомые вами. Не случайно часто указывается символ рыбаков, забросивших сеть, сердце не так легко выловить. Нелегко принять язык сердца как реальность. Нужно известное время и преданность, и устремленность, чтобы завладеть пониманием выражения сердца. 335 Кто среди ужасов безначали помыслит о сердце, тот покажет, что эта мысль уже когда-то жила в нем. Можно во многом доверять ему, ибо он уже прикасался к познанию и тем уже оберег дух от сквер предательства. Будьте уверены, что человек, носящий зачаток предательства, не знает сокровище сердца. Так наслаивайте тончайшие понимания среди ужасов тьмы. Слух и зрение сердца велики. 336 Умствование есть некоторое противоположение сердечному постижению. Умствование есть своего рода магия, но магия есть противоположение благодати. Мы должны очень осознать как магию, так и умствование, ведь они так близко лежат от личности, от самости и, как говорится, от эгоизма. Умствование идет от себя, магия противополагает себя высшему. Но сердечное постижение так же, как и благодать, не имеет в основе своей самости, иначе говоря, самого задерживающего начала. декабра смечет иглы от себя, но трудно достичь его сверху. Каждый умствующий лишает себя многого общения свыше. Не смешаем ум с условным умствованием. Ум поведет к мудрости, иначе говоря, к сердцу. Но умствует червь, с трудом переползающий тропу человеку, потому будем так настойчивы около достижения сердца, ведь там ларец восторга, который не купить золотом. 337. Имеете перед собою сердце, звучащее на все проявления космического утверждения. разве это не есть вселенское сознание? Именно этим путем будет опять углубляться преображение жизни. При этом можно будет замечать, насколько постепенно эти проявления будут делаться обычными спутниками будущего. Заметьте, как действует Армагеддон, «Когда недра земли восстают, нельзя не заметить усиление смятения стихий. Когда зовем к углублению мыслей, мы предлагаем ценные средства для уравновесия хаоса. Учитель не носит в себе затаенные знания, при первой возможности вооружает против хаоса. безумные пытаются противопоставить нам силы хаоса, сами не зная, как управить ими. Нужно понять, что хаос проявляется не только в физических судорогах тверди, но также и в мире психических энергий. Нетрудно умножить психические безумия, но как их направить? Безумцы не понимают, насколько плохи их союзники, их желание лишь затруднить путь восхождения. Нужно удивляться, как они устремляют все разрушительные меры, точно им непременно нужны лишь развалины. 338 Нужно иметь много мужества, чтобы среди разрушения слагать силы сердца. Если бы не знать необходимость этих преображений для всех миров, можно бы подумать о тщетности сердечных достижений, но, по счастью, это нужно для всего сущего, потому даже в пыли разрушений следует слагать цвердыни сердцем. 339 «Сурия-Видия» так иногда называли учения сердца. При этом название указывалось на огненность, на солнечность, на срединность сердца. Действительно, каждый желающий узнать сердце не может подойти к нему как к части организма. Прежде всего нужно понять центральность сердца, исследовать от него, но не к нему. Само солнечное сплетение будет прихожей для храма сердца. Сам кундалини будет лабораторией для сердца. Мозг и все центры будут усадьбами сердца, ибо ничто без сердца не может жить. Даже мозг может быть до известной степени восполнен. Даже кундалини может быть несколько питаем явлением электричества, и солнечное сплетение может подкрепляться синим светом. Но сердце стоит как храм человечества. Нельзя помыслить о единении человечества по мозгу или по кундалини, но сияние сердца может сближать самые, казалось бы, разнородные организмы и даже на дальних расстояниях. Этот опыт сближения сердец на расстоянии ждет своих работников. Совершенно верно желание учредить долголетние опыты, ибо ими можно создать еще одну связь между поколениями. 340 Кто-то будет расчленять, но мы будем соединять, ибо в соединении находится теория фокуса. Прежде мы указывали на фокус иерархии, но теперь должны сосредоточиться на сердце, как на проводе к иерархии. Так никто не скажет, что иерархия не реальность, ибо к ней нет подхода. Именно есть самый реальный подход, когда предстателем будет сердце, то самое сердце, которое бессменно стучит и бьется, чтобы не забыли о нем люди, самое нежное, самое напряженное, самое звучащее, на близкое и на самое дальнее. 341 Перерождение, ожирение, расширение сердца происходит от недопустимых условий жизни. Порог сердца вследствие кармических причин очень редок. Расширение сердца может быть от хорошего потенциала, но не использованного. Конечно, ожирение сердца составляет непростимые проявления, ибо каждое ожирение может быть зачатки прекращено. Труд лучшее противоядие против способности к ожирению. Нужно соблюдать хотя бы малую гигиену сердца, устремление к труду лучшее укрепление сердца. Не работа, но перерыв сердечного устремления действует разрушительно. Конечно, сильные враждебные стрелы также нецелительны, но против этих ран вы знаете бальзамы иерархии, только употребление этого бальзама должно быть постоянным. Именно большая ошибка забывать о существовании такого лекарства. 342 Также вредительно каждое предательство. Но нужно не забывать, что предательство явное, иногда даже легче неявного. предатель не сознается даже самому себе в совершаемом предательстве. Очень сложна мера такого изысканного предательства. При сознании предательства предатель хотя бы частично разряжает нагнетение им вызванное, но было бы еще мерзостнее, если бы Иуда не сознался. 353 343 Огненное тело может иногда проявляться даже через физическую оболочку. Так при известном напряжении явления огня в пространстве тело огненное начинает как бы просвечивать посредством малых огней по физической поверхности. Это тонкое огненное состояние редко бывает видимо. Не только глаз не может воспринять эти малые света, но сама энергия взгляда как бы притушивает эти тончайшие вспыхивания. Космические явления, как извержения и прочие огненные проявления, способствуют феноменам огненного тела. Явление это не имеет ничего общего, с огнями ауры или с внешними огнями, вроде огней святого эльма. Ур сегодня знакомилось с огнями тела огненного. Космические разрушения вместо боли дали указание на огненное тело. Так признаки общения с явлениями космическими умножились. извержение может в микрокосме вызывать извержение желез, но также может вызывать и огни тела огненного. 344 Так можно постепенно умножать тонкие явления. Утверждаю, насколько легко работать, когда есть единение. Учение часто тщетно призывает к единению сознания, но люди думают, это идеальный призыв, не имеющий применения. Между тем, это сильное действие равно многим мощным энергиям. Потому к чему утруждать тончайшие энергии, когда человек вооружен таким мощным доспехом? 345 Открытие сердца еще важно потому, что оно различает периоды космические. Так никак без сердца явления смутного предчувствия не перейдут в оформление событий. Также нельзя без участия сердца ощутить события неблизкие. Например, именно сейчас уничтожение целых построений тонкого мира должно очень отражаться на сердце. эти уничтожения не без пользы, ибо нагромождение не должны стеснять совершенствования. Неудивительно, что тонкие формы тоже могут быть уничтожаемы для замены последующими. Но для таких потрясений нужно применение огня. Такое огненное омовение утверждает новую ступень, но для мира физического оно чрезвычайно тяжко. Тоже ступень Армагеддона. Постепенно нужно расширять это понятие, иначе даже опытные воины могут смущаться. Но будем знать о небывалом напряжении, будем чутки друг другу, не случайно мы предупреждали об особом времени. 346 Также не нужно забывать, что все подробности этих дней приобретают очень сметенные состояния. Нельзя требовать от людей обычного мышления, когда сам воздух необычен. Тяжкую полосу нужно принять, сохраняя устойчивость, утешение в том, что будем мысленно утверждать будущее. Так держите скрепко. Кроме нитей сердца нет ничего. 347 Для ученых большая задача, какое отношение может иметь вулканическое извержение с формами тонкого мира, но скоро и это поймут. 348 Довольство каждым физическим состоянием и неутолимые стремления сердца вверх составляют совет разумного врача. Не следует предполагать, что совершенная этика не соединяется с медициной. Не нужно думать, что лишь мысль может удерживать физическое состояние. Это было бы однобоким. Мы живем в химической лаборатории и сами составляем часть ее. Древние говорили о тяжко-больном, нужно отнести на огненную гору. Этим они выражали два смысла. Один напоминал об огненном теле, не знающем болезни, другой имел чисто физическое значение, ибо огонь извержения имеет в себе особую комбинацию энергий, которые может возбуждать некоторые нервные центры. Иначе быть не может, когда пламя сердца отвечает на самые удаленные огни подземные. Также подлежит изучению, насколько пламя сердца контролирует течение подземное. Если у некоторых организмов в одной стихии может быть распознавание подземных вод, то, конечно, огненные люди содержат слияние с огнем. Именно эта стихия так нуждается в наблюдении. 349 Также надо наблюдать на гнетении мировых событий. Можно составить необычную быструю прогрессию. События вторгаются во всю жизнь, и не война, как ее полагают, но столкновение всех стихий делает ее несказкую. Совершенно так же при прошлых катастрофах люди не желали замечать настоящее положение. 350 Наряду с нагнетением можно ощущать как бы пустоту. К этому ощущению нужно относиться очень бережно. чаще всего это известная защитная полоса, обезопасивающая сердце от разрушительных ударов, как бы кольчуга защищающая. Это обстоятельство нужно знать. Одни принимают это ощущение как отторжение и напрасно огорчаются, другие полагают, что такое чувство означает конец опасности и прекращают бдительность. И то, и другое лишь нарушает поток энергии. Но уже опытный воин ценит этот щит, так хранящий его силы. Уже знаете, что удары по ауре так болезненны для глаз и ушей, но может быть как бы ощущение резаной или колотой раны. Эти ощущения особенно болезненны на плечах, на шее и внизу живота. То же может быть при открытии ран, стигматов. Тогда сердечная энергия притягивает к определенному месту сгущенную фохотическую частицу и поражает на кожной ткани клеточку. Так соединение сердца с благодатью представляет сильнейшее сочетание. 351 Хаос не понят. Одни считают его отделенным от проявленного, другие вообще понимают его как отвлеченность. Но если бы люди осознали, насколько хаос многообразно вторгается в бытие, они поняли бы нужность осторожности. Каждый диссонанс, каждое разложение, если они не разрешаются немедленно, уже несут волну хаоса стихий разрушений. Так для наблюдения хаоса не требуются телескопы, но близко, очень близко от себя человечество может изучать и ощущать настоящий хаос. Именно сердце трепещет от присутствия хаоса, так опять можем обратиться к сердцу. 352 Преследуемый ведет за собою преследующих, так стара истина преимуществе преследуемых. Понять ее значит вступить на путь преследуемых. Так много преследующих обращались на путь преследуемых, ибо само следование по определенному пути сообщало им известное притяжение. потому мы предпочитаем путь преследуемых. 353 Думает сердце, утверждает сердце, объединяет сердце. Можно помнить всегда значение сердца, так долго затемненное мозгом. сердце вздрогнет первое, сердце затрепещет первое, сердце узнает много прежде, нежели рассудок мозга дерзнет помыслить. Не отнимая извилистый путь мозга, разве можем умолчать о прямейшем достижении сердца, о стреле, подобном лучу, равном чудо сердцу? Так можно приобщаться к сердцу и оградиться от всех нападений зла. Лишь сердцем можно учуять коричневый газ и вовремя прекратить удушение. Так и победа на поле Армагеддона останется за сердцем. Потому так советую сердце хранить, как уничтожающий меч против всякого зла. 354 С нашей точки зрения всякое вивисекционное действие над сердцем недопустимо. Да, оно и почти невозможно, так же, как в живом организме отыскивать рингсе. Но на развитии сердца можно бы наблюдать многие психофизиологические проявления. Так огненное сердце на ткани верхней дает светлое пятно, увеличивающееся при нарастании огня до цвета почти белого. Древние называли эти явления пеплом священным. Это не будет иметь ничего общего с расширением сердца, но скорее с утончением. Так же можно понять, почему невозможно сравнивать опыт над сердцем животных с сердцем человека. Если сердце человеческое престол сознания, то, конечно, животное сердце должно в некоторых функциях отличаться. К тому же насилование деятельности сердца после выделения тонкого тела было бы настоящим преступлением. Каждое искусственное биение сердца будет привлекать тонкое тело и создавать недопустимый акт разложения и мучения. 355. Спасение сердца вовсе не в виви секции. Можно воздействовать тонким лучом, который будет создавать вибрацию, явленную как бы замораживание. Так нужно обращаться и с человеческим сердцем гораздо нежнее, нежели разрезанием. Конечно, могут быть случаи поранения, но это исключительные меры. 356. Рассказывают, как один йог в минуту напряжения поднял сосуд с водою и разбил его. Когда спросили, к чему такое разрушение, он сказал, иначе разорвалось бы сердце. Подобное разрежение существует во всех состояниях. Напряжение сердца бывает так велико, что необходимо произвести какое-то действие в пространстве, чтобы освободить нужное состояние сферы сгущенной. Такое сгущение может образоваться извне причинами внешними, но также оно может произойти изнутри, совершенно как при пертурбациях космических. Потому так пристально нужно следить за утверждениями нашего сердца. Оно настолько ощущает и отражает так же невидимые процессы, что по нему можно писать целую историю невидимого. Трудно сопоставление сейсмических причин с катаклизмами тонкого мира, но сердце звучит и на них. 357 для восстановления сердца при разных причинах употребляем вибрации. Если Махаван может отвечать земным причинам, то вибрации серебряного моста нужна при пертурбациях тонкого мира. 358 Уже знаете, как медленно нарастает сознание, настолько же небыстро преображается и дом сознания сердца. Потому нужно принять, что немыслившее сердце не преуспеет и в сознании. Правда, сердце в сущности своей не оторвано от высших сфер, но нужно притворить этот потенциал. Сколько преломлений происходит в сердце неочищенным мышлением высшим. Множество ценных посылок примет уродливое очертание только потому, что сердце пребывало в небрежении. Такое множество лучших, тончайших определений и чувств не вмещается в сердце заброшенном. Злоба разве не совьет гнезда в сердце загрязненном? И не примем эти слова как отвлеченные поучения. Нужно воспитывать сердце. Нельзя образовать мозг без утончения сердца. Старая метафизика или современная психология пытается дойти до сердца, но как же дойти до сердца предмету, в котором само слово сердце не упоминается? 359. Нужно создать особый предмет сердцеведение. Самая простая служанка уже понимает, как сладко говорить о сердце. Казалось бы, ученому тем легче расширить это понятие. Одна история человечества дает сравнительную таблицу деятелей мозга и сердца. Разве эти лики подвига и героев самоотвержения не дадут лучшей усовершенствовании сердца. 360. Когда говорю о сердце, можно понять, почему перед битвою мы говорили об иерархии, но во время битвы утверждаем сердце. Истинно лишь сердцем победим. 361. Устремление психической энергии может создавать как бы судороги концов пальцев. Очень понятно, что кипящая лава психической энергии подобна вулкану, потому сугубо нужна осторожность. «Если будут капать капли пота моего, нагружайте меня еще сильнее». 362. Тоска есть отражение Армагеддона. Сила столкновения не может не угнетать сердце. Посмотрите вокруг. Много ли веселья? даже можно заметить, как уменьшилась улыбка. Не удивляйтесь, ибо даже несведущие умы чуют подавленность, но не знают о тяжкой причине. Многие будут вообще отрицать словами, но все же почуют в сердце тягость. Утончение сердца позволяет многие тонкие явления, например, касание руки в тонком теле, также многие предупреждения боли. 363. Обратимся снова к качеству пульса. Много раз разных сторон придется указывать на это несомненное свидетельство утверждения сердца. не столько счет пульса, сколько наблюдение качества его даст картину жизненности сердца. Пока придут к съемке аур, уже теперь можно начинать наблюдать пульс. Не во время болезни, но во время здоровья, отмечая, какие чувствования, как именно отражаются на переливах пульсом. Если аура представляет свидетельство явления болезни, то качество пульса дает полную шкалу реакций. Но аура является для большинства чем-то трансцендентальным, тогда как пульс представляет чисто физическое явление. Но как заботливо и бережно нужно понять изучение пульса? У современных врачей качество пульса почти не отмечается. Не раз вернемся к изучению пульса, когда мыслим о вибрациях. 364 Для лечения вибрациями качество пульса есть непременные условия, иначе на чем же можно основываться для применения различных вибраций. Сами уже знаете, насколько различны вибрации и какие эффекты они производят. Не преувеличение, что сердце живет через многие опасности вибрациями. Так один день мы говорим о психической энергии исцеляющей сердце, но другой день вспоминаем о физических явлениях, которые, казалось бы, всем доступны. Это другое тоже сердце, тоже о боли сердце, и можно ее осилить соединением с владыкой. 365 Если встретите Ханжу, знайте, не от сердца он. Если встретите Суевера, знайте, не от сердца он. Если встретите устрашенного, знайте, не от сердца он. Тем не менее эти непрошенные гости будут поминать слово сердце. Уже время, когда нужно отобрать всех сердечных фигляров, чтобы не играли с сердцами человеческими. Нужно изучить, когда сердце затемнено самолюбием и жестокостью. Так можно ощупью пульса приближаться к истинным сокровищам сердца. тем же путем можно нащупать, когда молчит сердце и его не достигают зовы. Много работали над передачей мыслей на расстоянии, пульс и для этого полезен. В тончайшем качестве своем пульс может отметить мысленную посылку даже прежде осознания ее. Таким образом можно еще раз убедиться, насколько тончайшие возможности заключаются в организме, о котором люди составили себе лишь телесное плотное представление. Уже много тысяч лет наслаиваются эти огрубения и тело светильник отдаляется от огня. 366 Когда чуете устремление и ожидание, не примеряйте на ближайшие дни. Часто чувствуете, как основание полагается на утверждение нужное. То чувство знания не имеет общего с удачей на завтра. Напротив, оно показывает, насколько больше и уже получает определенные образы. Обычно люди страдают от своей несоизмеримости. Часто они затрудняют течение уже слагающихся событий своими преднамеренными суждениями. Утешение не на завтра, но на более прекрасные сроки. Но чувство знания верно. 367 Если собрать в одну книгу все поступки, вредные для совершенствования, то можно легко убедиться, насколько легко преобороть их. Можно видеть, из каких малых действий накопляется это зло. Трудно разве в жизни отказаться от ничтожных привычек? Трудно ли отогнать малые пагубы, отравляющие тело? Разве не стыдится ребенок первого поползновения лжи? Лишь привычками дитя стеклит сердце. Потому называем привычки мозолями души. Кто же не понимает удерживающих явления сердца перед каждым негодным поступком? Эти поступки сердца дают лучшие зовы и часто люди заставляют замолчать сердце. Это большое преступление. Все равно, что прервать провод, несущий спасение ближнему. 368 Единение есть первый признак, что учение не просто пустой звук. У учения есть свет на пути темном. Нужно понять, насколько часто нужно быть осторожным, ибо мегафон пространства увеличивает каждый звук. Малое раздражение превращается вихрь, радость врага. У врага новая радость записать, несмотря на учения, они поступают, как обычные люди. 369 Уже говорил о значении согласованной работы, когда даже машины не изнашиваются. Можно представить благодетельную энергию, выделяемую при объединенной работе. Можно делать изумительные наблюдения, собирая в группы согласованные сознания. Государства должны были бы принять в соображении такие классификации труда по сознанию. Такое деление составило бы лучшую страницу политической экономии. Так вместо подражания устарелым догмам нужно подойти к существу действия. Триста семидесятые строительный крест сооружается, когда навстречу устремляются несокрушимое стремление и понимание правоты. Не нужно сомневаться, что именно такое состояние вызывает желчь тьмы. Вы знаете все определения, которыми человечество награждает крестоносцев, но также знаете, что этот путь кратчайший. Ум людей видит свои корысти там, где самоотвержение, именно как в некоторых обратных стеклах. Триста семьдесят первое. Уже говорила о значении лучей и токов, пронизывающих пространство. Такие соображения, казалось бы, нетрудно проверить научно. Почему не исследовать атмосферу, пронизанную всевозможными лучами и насильственными насыщениями? Можно убедиться, что и явление переполнения атмосферы возможно. Конечно, это насильственное переполнение атмосферы должно приносить ненормальные следствия. Человек не может находиться под постоянным ударом молнии или под постоянным ливнем мышьяка или иного яда. Кроме медицинских соображений следует подумать о перекрещивании волн. Даже простое вращение предмета производит сильные пертурбации. Насколько же преломление волн должно влиять на сердце человеческое? Но, по-видимому, люди не думают о том, что выше их роста. Конечно, многие болезни зависят от атмосферы, но особенно переполнение или отравление атмосферы отражается на сердце и мозговых рефлексах. Так нельзя вызывать энергии, не зная их распространения. 372 Уже начинаете мыслить о таких предметах, как астрофизика и астрофимия. Казалось бы, пора задуматься, как влияют эти мощные воздействия на природу человечеству. Скоро начнут приближать могучие рычаги дальних миров к улучшению жизни, но при всем богатстве возможном придется ко всему добавить элемент сердца. Уявление тончайших энергий сердца трансмутирует химизм лучей. Нельзя представить себе химическую лабораторию, без участия сердца. Когда мысль человеческая признает двигатель сердца не как эгоистический личный аппарат, но как общатели с тончайшими энергиями, немедленно жизнь начнет сужденное преображение. Триста семьдесят третий. Не правда ли трудно единение, даже если оно предписано как исключительное средство, нужное каждому? Трудно вместить единение, даже временно. Не правда ли легко оторваться в раздражении? Не трудно забыть о времени Армагеддона и обо всем сущем, лишь бы потешить желчь. Так не близко бывает от раздражения до астрахимии. Стрелы, пронзающие сердце, не от простого сокращения нервов, явление гораздо глубже ибо более духовного происхождения. Сколько более человечества зависит от недостаточного сотрудничества? Понятие сотрудничества легко приводит к сотрудничеству с силами природы. Где оно деление сил природы и одухотворенности? Служитель духа должен познать духовное вездесущее. 374 Милосердие, сострадание, сожаление, любовь и все благие устремления, так указанные нами, разве не являются чудесными путями сообщения с высшими энергиями? Нужно привыкать смотреть на эти светлые качества, как на действительные средства, соединяющие с высшими мирами. Без этих качеств всякая астрохимия будет астроядом. Издревле понимали алхимики значение светоносного соединительного вещества, идущего из сердца. Потому эманации из сердца постоянно творят светлое вещество, которое назовем как бы смыслом психической энергии. Конечно, обратная сторона пытается по-своему решить эту задачу, но вместо светлого творчества сердца они ищут семенное творчество и пытаются этим способом найти то же соединяющее вещество. Не буду повторять его название. Колдуны первых трех степеней пользуются семенным веществом для соединения с пространственными энергиями. Не стоит пояснять, что их насильственные меры недостаточно сильны и длительны в процессе, несравнимы они с огнем сердца. 375 Известный вам йог, принимавший без вреда сильнейшие яды, умер от малого замедления применения сердечной энергии. Иммунитет заключается в сердце. Йог мысленно переводит яды на сердце, которое и разбивает следствие, приобщаясь к пространственному огню. Но для этого нужно разбудить огни сердца. И вы знаете, какое время нужно для этого. Конечно, прием яда должен производиться постепенно. В случае вам известном потребовалось семь лет на приучение организма к координации с огнями пространства. Лишь одна минута промедления вызвало преимущество сил яда. Нельзя ни на минуту отложить перенесение сознания в сердце. 376 Некоторые люди чувствуют сердце в себе как нечто обособленное. Такое чувство может быть очень полезным для развития сердечного соединительного вещества. Когда желаете, чтобы сердце трансмутировало какое-нибудь воздействие, то прежде всего нужно сознательно перенести эту задачу в сердце. Тогда даже чутко заметите, как сердце будет ощущаться как нечто постороннее. Ни боль, ни давление, но чувство самодавляющего аппарата будет отмечать присутствие сердца. Так и должно быть, когда сердце вбирает в себя посторонние влияния, чтобы переработать их и не допустить явления отравления всей системы. 377 Ученый может спросить, как же приступить к проявлению иммунитета сердца? Он будет прав в этом вопросе. Сердце при всем несомненном потенциале своем не будет проявляться без сознательного иммунитета. Уравновесие сердца с сознанием дает движение соединительному веществу. Таким образом, ученый может начать подход двояко, может очищать сознание, ибо материальный балласт еще не помогает сознанию. Лишь очищенное искусством мышления при освобождении от рабства может дать расцвет сознания. При этом обращаю внимание на условия освобождения от рабства. Именно от множества рабств следует освободиться. Теперь второе условие для ученого. Он должен почувствовать сердце как самостоятельный аппарат и начать наблюдать реакции и рефлексы сердца. Тогда придут и первые вестники успеха, именно световые звезды. Они еще более научат наблюдательности. Также можно учиться постоянной зоркости среди всех трудов. Эта подвижность нужна дальним путникам. 378 Пранаяма всех родов в сущности своей направлена на возгорание сердечных огней. Конечно, из всех множеств, практикующих пранаяму, лишь очень немногие получают положительные результаты. В чем же причина? Конечно, в несознательном отношении к сердцу. Делается сложное упражнение, и сознание устремляется к вычислению или чередованию телодвижений, иначе говоря, к внешним материальным приемам. Но никакие земные вычисления не зажгут талисман сердца. Солнечная энергия не существует без солнца, так и сердце не возгорается без устремления к средоточию. Так легче зажечь сердце порывом к средоточию, нежели полагаясь на материальные вычисления. Конечно, пранаяма была мудро установлена как вспомогательное средство для ускорения следствий, но как скоро потерял значение мантрам сердца, так и пранаяма обратилась в механическое средство от насморка. Потому будем помнить о священном сердце как пути к средоточию. 379-е Спокойствие сердца не есть успокоение. Горящее сердце не может успокоиться. Спокой сердца есть твердость и непоколебимость. Таким пониманием можно достичь напряжения, которое ведет к нирване. Но сколько ступеней нужно мужественно пройти, чтобы осознать непоколебимость сердца. Легко говорить прикажущимся покоя окружающего, но нужно искать закаление сердца не в бездействии. Конечно, действие не в махании рук, но в напряжении сердца. 380-е Конечно, сражение бывшее несравнимо с битвою на завтра. Нельзя думать, что Армагеддон есть суматоха на кухне. Нет, действуют самые большие орудия и введена самая быстрая конница. Если сравним с бывшей войной, то можно сравнить как бы Европу с целым миром. Привожу это сравнение, чтобы никто не думал, что текущее время обычно и легко нужно собрать всю непоколебимость сердца, чтобы идти в рядах ригдена. У вас изображение этой битвы. Так можно не забыть, какие дни проходим. Нет сейчас человека, который бы не нуждался в мужести. Лишь крайнее безумие шепчет, что все само собою станет на место, не может быть этого. Ибо темные сдвинули основания, не умея управлять ими, так нужно идти во всем нераздельно. Нужно понять, что духовное напряжение этих дней уже не в мерах тонкого мира, но уже близко огненному. Учитель напоминает, что не ужас, но величие должно наполнять сердца воинов Армагеддона. 381 Явление передачи мысли на расстоянии и лечение дальними токами вам достаточно известно, но об этом нужно упорно твердить, ибо люди меньше всего желают принять несомненное. Конечно, явление передачи мыслей должно быть принято, потому что сердечное принятие посылок необходимо. Даже телеграфист путает механическую передачу, значит, насколько тоньше должно быть сердечное восприятие. Кроме того, вы знаете, как легко пролетает мысль сторонняя через сознание и забывается, несмотря на четкость посылки. Сердце должно принять в недра свои эти невыраженные слова. Также легко не замечать самые целебные токи, если мы будем в сознании противиться. Сама постель может сотрясаться от токов, но этот стук может быть отринут. Также хорошо, если сердце доброжелательно понимает, что среди тепла не могут идти замораживающие токи без особых причин. Чтобы принять эти простые научные явления, нужна не слепая вера, но лишь открытая доброжелательность. 382 Постепенно можно принять многие тонкие явления, как обычные условия жизни. Это и есть преображение жизни и может вести к самому возвышенному состоянию, не выводя из жизни. Сами знаете, как можно беседовать на расстоянии и не раз испытывали целую батарею различных токов. К тому же вы знаете, как постепенно нарастают токи и даже очень опасные случаи излечиваются нашими токами на расстоянии. 383 Среди множества токов сильнейшими будут крайне охлаждающие и огненные. В Тибете Ур испытала огненные и после них охлаждающие. Для огненных токов требуется ламами целое утрированное учителем процедура, но, как видите, можно идти непосредственно сердцем. Учитель направляет токи, но сердце самого учителя иногда нуждается в соединительном веществе, тогда энергия ученика имеет особое значение. Учитель должен быть очень признателен, когда очищенная энергия ученика восходит мощную спиралью. Это зовется колесом сотрудничества. Также учитель готов всегда поделиться запасом энергии, но и ученик должен быть готов иметь очищенное сердце. 384 Упражнение при охлаждающих токах можно сравнить с куском льда, приложенным к телу. Конечно, ритм токов будет напоминать некоторый рефрижератор. Такое вибрационное движение дает не только внешнее, но и внутреннее пронизывание. 385 Устремитесь в будущее. Нужно принять текущее время, как мост над гремящим потоком. Не нужно привязывать сознание к кривым условиям, а не лишь хворост на мосту. Обычно людские несчастья происходят лишь в силу задержки внимания на приходящих толчках, которые нужно миновать. Каждый водитель стремится лишь не задержаться. 386 Сердце по существу своему есть свыше действующий и дающий орган, потому в природе сердца всякое даяние. Каждое положительное учение заповедует даяние. Такое утверждение именно практично, ибо без даяния сердце и не живет. Конечно, нужно понять даяние во всей справедливости. Нельзя понимать лишь денежные даяние или ненужными предметами истинное даяние в духе. Пусть каждое сердце источает потоки даров духа. Недаром сказано, что каждое биение сердца есть улыбка, слеза и золото. Вся жизнь протекает через сердце. Нужно уметь дать сердцу постоянную работу. Ничто иное не может так утончить сердце, как беспредельное духовное даяние. Обычно духовное даяние не оценивается, как не ценится все незримое. Но источник богатств, как духовных, так и материальных, есть сердце. Только бы приобщать его к каждому случаю, когда ценно биение сердца. 387 Масло Деодара называли сердечным бальзамом. Действительно, некоторые вещества принадлежат к сердцу природы, и благородство их несет очищение сердца. Тоже и в розе, и в мускусе, и в янтаре. Называю вещества различных состояний, чтобы очертить размеры сердца природы. 388 Невозможно представить, какая битва. Свои часто не могут распознать своих, ибо сердце бездействует. Недаром учение сердца так необходимо для жизни будущего. Иначе чем пройдете границы миров? 389 Предпочтительно уговорить себя в том, что сердце вовсе не наш орган, но дано для высших сношений. Может быть, если люди начнут считать сердце чем-то суженным свыше, они отнесутся более бережно. Некий отшельник вышел из своего уединения с вестью, говоря каждому встречному «имеешь сердце». Когда же его спрашивали, почему он не говорит о милосердии, терпении, преданности, любви и всех благих основах жизни, он отвечал «лишь бы не забыли о сердце, остальное приложится». Действительно, можем ли обратиться к любви, если негде пребывать, или где поместится терпение, если обитель его закрыта. Так, чтобы не терзаться неприложимыми благами, нужно создать для них сад, который откроется среди осознания сердца. Станем же твердо на основе сердца и поймем, что без сердца мы шелуха погибшая. Триста девяностое понять, что сущность сердца принадлежит как тонкому, так и к огненному миру. Можно осознавать миры в сердце, но не в уме. Так мудрость противоположна уму, но не запрещено украсить ум мудростью. 391 Чувство всегда одержит верх над разумом. Нужно принять это как непобедимую истину, потому когда говорим о сердце, мы утверждаем твердыню чувства. Но как далеко чувство сердца от похоти. Учение о творящем чувстве будет познанием творчества мыслей. Не будем расчленять область чувства, ибо это одно цветущее поле. Знаем посев чувства, но где же плоды одного разума? Не может творить рассудок, если не дать зерно сердца. Так когда говорим о сердце, говорим о прекрасном. 392 Считаю, можно пустить существующую насущную жизнь по руслу сердца, но признание основных законов так утверждаю сущность построения твердого и прекрасного. 393 Поверх учения не забудем о битве. Не обычно, что во время великого приступа мы толкуем о сердце прекрасном. Можно назвать наши беседы утверждением спокойствия. 394 И положил с вечера мысль на сердце, а за утро дал решение. Сказано о Старце горы в хрониках персидских. Для многих это просто сказка-прибаутка. Между тем целое учение дано в этом речении. Именно положил мысль на сердце. Нигде иначе не может преобразиться мысль, как на престоле сердца. У многих читателей книги сердца явится соображение, неужели мы вынесли нечто новое и приложимое? Таким людям хотелось бы иметь аптечное предписание и возвышать сердце патентованными пилюлями. Для них указ положить мысль на сердце чепуха и мыслим трудно расчленить в смятенном сознании. И сердцем невозможно найти поизвилинам рассудка. Но тот, кто уже почуял престол сердца, тот познает дисциплину духа. Мы посылаем зовы о сердце тем друзьям, которые встретятся на перепутье востока, тем посылаем зовы единения, сердце которых приложилось уже к музыке сфер. Кому сферы пустота, тому и сердце лишь мешок кровавый. 395 Кто же может быть сейчас несерьезным, когда все, кто мыслит, понимают крушение старого мира? Именно крушение, ибо много еще не изжито, но ввержены в одно горнило несоизмеримые вещества, и понятие отсутствия дисциплины умерщвляя несет разложение. Нужно собрать все мужество, чтобы идти мыслью о сердце, трепещет вибрация, и невозможно требовать от воинов четкости, когда смута затемняет глаза. Превозмогайте тревогу, ибо мир трепещет, но не думайте, что можно мыслить обычно, только о будущем, только об учителе. 396. Престол сердца называется не только как символ, но также и потому, что при положении мысли на сердце можно ощущать легкое как бы давление верхней части сердца. Ощущение это настолько тонко, что непривычное к тонкому чувствованию даже не заметит его. Но люди с утонченным сознанием ясно почувствуют это давление мысленной энергии. 397. Часто смешивают явления волевой посылки с сердечной энергией. Можно легко отличить волевой приказ, при котором явление мозга действует через глаз или током конечностей. Для воздействия сердцем не требуется внешних приемов. Можно сказать, что за последние столетия Запад воспринял мозговые методы, потому что они очевидны, хотя и поверхностны, и несовершенны, как и все нуждающиеся во внешних приемах. Восток, несмотря на многие падения свои, все-таки сохранил методы сердца. Так во всем будем устремляться к внутреннему, иначе говоря, к глубокому. 398. Чтобы приблизиться к методу сердца, нужно прежде всего полюбить мир сердечный, или вернее научиться уважать все сопряженное сердцем. Многие совершенно не представляют себе различия пути мозга и сердца. Трудно этим мозговикам принять миры высшие. Также не могут они представить себе преимущество тонкого мира. Явление сфер тонких будет соответствовать состоянию сердца. Так сердце, уже звучащее пространственным ритмом, будет знать и звучание сфер, и аромат тонкий, и ему преклонятся цветы созвучащие. Видеть цветы тонкого мира значит уже подняться в сферу прекрасного. Можно увидеть эти очищенные образы и при бодрствовании, но для этого нужен пламень сердца. Можно видеть и огонь сердца прекрасный, порхающий над сердцем, но для этих проявлений нужно зажечь сердце. Так сердце не есть отвлеченность, но мост к высшим мирам. 399 Защищенность не есть еще сопротивляемость. Все мечтают о развитии сопротивляемости. Невосприимчивость есть лишь слабая степень явления сопротивляемости. Иммунитет в сердце, но активная сопротивляемость тоже не в мозгу. Лишь энергия сердца делает человека неуязвимым и несет его поверх препятствий. Так можно запомнить о сердце как об оружии, именно оружие света сердца. Но пусть не заподозрят в нас противников мозга, пусть добрый пахарь мозг трудится над своими посевами, пусть он уточняет зерна и несет мысль утонченную заостренную боями. Но современное погибельное положение создалось извращенным помыслом мозга. Потому снова обратимся к сердцу как к судье и водителю. Кто поможет близким найти путь сердца, тот найдет и свое совершенствование. Четырехсотая Правильно заметили, что многое должно быть совершено самими. В этом разгадка. Почему помощь приходит в последний момент, иначе невозможно совершенствоваться духом. Также было бы недопустимым пресекать течение энергии, если оно идет правильно. Если самоубийство есть величайшее преступление, то и всякое пресечение потока устремленной энергии также вредно. Лишь для совершенствования духа мы здесь, так не будем пресекать живоносную энергию. Понятие сантаны есть обширное утверждение потока энергии. 401 Призовем находчивость для утверждения сопротивляемости. Нужно эту мысль положить на сердце, иначе она не приложится к исполнению. Главное, чтобы указания не оставались без приложения. Благословенные опасности они научают единению и сопротивляемости. Когда же усилить эти состояния утверждением сердца, то и доспех готов. Доспех для Марса готовили и ковали вулкан и Венера. Так символ мифа мудрого сочетает понятие жизни. Как нужно бывает объединение молчанием. Ничто так не влияет на сердце как напряженное молчание. 402 Мантрам и все молитвы могут поддерживать внешний ритм, но также могут служить как соединение с высшим миром. Много людей ухитряются не получать из молитвы ни внешнего, ни внутреннего смысла. Прекрасные гимны рекведы умерли, ибо не проникли в сердце. Можно считать эту аритмичность как признак последнего периода калии-юги. Именно тьма будет всеми мерами нарушать всякую стройность. Диссонанс является отличительным признаком всех современных искусств. даже можно заметить, как консонанс и мажор сделались как бы отличительным признаком устарелости. Нужно иметь известное мужество, чтобы продолжать творить в консонансе мажора маэстоза. Так нужно по всему строению жизни отмечать отклонения от всякого героизма. Во всем мире трусливая злобность отличает сторонников тьмы и хаоса, но сердце просит устроения, ибо знает, насколько заразителен хаос. Каждое разложение порождает такое же. 403 Нужно понимать, как проходят границы света и тьмы. Правда, она извилиста, но по сердцу можно безошибочно узнать приверженцев тьмы. Может ли устремиться темным сердцем ввысь? Устранит ли ложь и себелюбие в уявлении жизни? Поборет ли страх перед будущим? Так и различайте. Кто боится будущего, тот от тьмы. Это самый верный пробный камень. 404 По записям Матери Агнии Йоги можете видеть, что смута отражается почти подобно космическим сотрясениям. В чем же дело? Конечно, смута, при которой вспыхивают огни, особой ненависти, может равняться огням подземным. Конечно, могут быть целые кровопролитные сражения, при которых будет больше ужаса или исполнения долга, и таким образом они не достигнут особого напряжения. Войны редко будут равно напряжены, потому смута религиозная или революционная может дать несравненно сильнейшее общее напряжение. Потому напряжение измеряется не количеством выстрелов, не числом противников, но общим сознательным сердечным устремлением. Именно, как сказано, одинаково возмущение стихий, когда оно происходит из подземного или надземного огня. Но нет сильнее огня, нежели огонь сердца. 405 Уносит событие мир ветхий. Во всех заветах указывалось это время. Тем не менее, люди не думают о происходящем. Они не умеют даже приступить к мысли о будущем. Так нельзя уявить книгу без указания на учение о времени, которое уже наступило. Нельзя уже думать, что нечто изменит течение созданного людьми потока. Уже на дальних мирах ужасаются неизбежности огненной, но земля продолжает окутываться темным покровом. То, для чего требовало столетие, теперь протекает в пять лет. Прогрессия и ускорение по закону действуют. Потому, когда говорю о сердце, значит, по этому каналу можно находить спасение. Слышите ли? Повторяю, о спасении не обсуждение, не сомнение, не колебание, но спасение будет знаком этого часа. Нужно еще тверже понять, насколько старые меры уже неуместны. Остается мост свышних миров с сердцем. Приблизимся к источнику чувствования света, поймем, как даже в пламенной пищи не горели отроки, когда вознеслись сердцем. Тяжко время. Так будем твердить, не опасаясь насмешек не вешать, у них даже нет помысла о значении сердца. 406. Когда спросят, как провести час трудный, скажите, только в ожидании, только в устремлении к учителю или в труде. Скажите, истина во всех трех мерах. Также труд должен быть как бы укладкой всех ценностей в дальний путь. Качество труда открывает врата сердца. 407. Некто, заболевший дурною болезнью, старался в припадке ненависти дотронуться до, возможно, большего количества предметов возло человечеству. Так выражается подвижность зла. Не нужно злу определенных личности, ему уже лишь нужна вообще вредоносность. Если бы добро отличалось еще большую подвижностью, если бы каждый преисполненный добром рассеивал его каждым прикосновением, какое множество благостных искр было бы брошено в пространство и как облегчилась борьба со злом. Правда, добро человеческое бывает очень глубоким, но часто ему недостает подвижности. Происходит это от невоспитанности сердца. Обычно потенциальность сердца хорошего работает спазматически и далеко не всегда бывает открыто оно в готовности. Между тем, именно это спазматичность допускает многие попытки зла, которые работают подобно веялки на все стороны. Лишь непроницаемым доспехом добра можно защититься непохвально, если доспех будет очень прочен на спине, но именно сердце останется незащищенным. 408 Сердечное воспитание необходимо от двухлетнего возраста. Прежде всего можно рекомендовать молоко матери или козье, но наемной кормилице уродливое явление. Кроме того, молоко матери часто удобоваримое и содержит уже частицы сердечной энергии, но до сих пор это не принималось в расчет. Даже самые простые люди чуют больше истину, нежели холодные догматики. 409 Даже малая лама понимает, что взглядом можно убить бешеную собаку. Но на западе невозможно дать глаз смерти, ибо тогда началась бы недопустимая перестрелка. Так сердце может подсказать границы допустимого. Между тем, можно бы без вреда упражняться не только над растениями, но и над насекомыми и животными, приказывая им глазом. 410-е. Установлены законы против многих преступлений, но нужно иметь и кодекс сердца. Нужно сеять добро каждым взглядом, каждым прикосновением, и сердце будет расти в этом упражнении добра. Конечно, вы видите, что деятельность сердца не столько от жары, сколько от токов. Испытывание мельчайших явлений может быть доступно сердцу утонченному, предательства много. Сердце утонченное особенно чует эту мерзость. 411-е. При воспитании сердца прежде всего выдвигается понятие труда. С первых лет устанавливается труд как единственная основа жизни, как совершенствование. При этом уничтожается представление об эгоизме труда. Наоборот, присоединяется широкое понимание труда на пользу общую. Такое представление уже значительно утончает сердце, но впоследствии такое расширение понятия труда станет недостаточным. Тогда в огнях сердца создается труд пространственный для будущего. Тогда никакое отрицание не препятствует росту труда. Тогда пространственный труд сознательно проникает выше сферы. В этом условии сознательности сердце получает прочный доспех, который даже пригодится для огненного мира. Будем стремиться к доспеху всюду пригодному. 412. Даже самые высшие существа должны преисполниться духом, чтобы действовать. Выражение преисполниться очень точно. Именно нужно преисполниться, значит, следует наполниться избытком духа. Но не означает ли это войти в соприкосновение с иерархией? Только это черпание духа из высшего источника дает обновление напряжения огненной энергии. Потому нигде не указано затвориться духом, напротив, лишь преисполнится мощью духа, ведущего к свету. Правильно вспомнили о стоянии на краю пропасти, как о пределе напрягающем. Только эти гребни волн вознесут дух к преисполнению. Кто же думает о самости, о самоутверждении, тот никогда не черпнет огня вечного. Так будем прикладывать свое стремление к пространственным мерам. Могу приветствовать вас, воинов крепких, знающих о фениксе, возрождающемся из пепла. 413 не худо, многое худое с точки зрения земных мер. Если существуют земноводные, то почему не быть огненно-земными? Так в великих сетях вылавливаются и рыбы огромные. 414 Фосфорная ткань дает полное сходство с огненным телом. Подождите такую ткань и увидите, как заструится пламя разу во многих направлениях. Так вспыхивает огненное тело от поджога раздражения или потрясения. 415 Могут спросить о явлении второй книги о сердце. Скажите, люди любят прочесть лишь последнюю страницу, не заботясь о значении первой, потому нужно делить учение на слои. Особенно прискорбно видеть, как бессмысленное проглатывание последней страницы оказывает лишь вред. Сердце требует попечения и согласованности, иначе это будет поджогом фосфорной ткани. 416 Сколько бы не скрывать явление тонкого мира, но слишком многие различные люди видели их, не через сеансы, не вызываниями, но через естественное зрение знают многие существования тонкого мира. Конечно, очень редко видеть мир огненный, но тонкое существо недалеко от нашего состояния. Многие даже не будут говорить об этих явлениях, ибо они обыкновенны для них. Даже самые простые люди не боятся их и знают в сердце своем, что и не следует бояться. Страх прежде всего отделяет людей от тонкого мира, тем самым нарушается самое естественное явление. люди также прибегают к непозволительной некромантии, забывая, что всякое насилие противно природе и вредит течению закона. Но и среди естественных явлений нужно помнить, что по сердцу и духовное зрение. Низшее состояние и видит низкое, но духовное очищение дает и высшняя зоркость. Так состояние сердца и будет держать сознание выше обычных явлений. 417. Новое есть самое старое, и потому не следует бояться чего-то невозможного. Все вообразимо, ибо все существует. Нельзя предположить бедность творения. Нужно удивляться, насколько легко наука позволяет себе тупо ограничивать и отвечать о том, что не знает. Дети иногда говорят правильнее «не знаю». Незнание откровенное признается как врата познания. 418. Если еще успеете уговорить людей, что сердце участвует в милосердии, сострадании любви, то другие области сердца останутся непонятыми. Разве если будете говорить о космогонии, рассудок не поставит перед вами тысячу неизвестных, и без мужества сердца эти беседы потеряют высшие пределы. Также без участия сердца вы не можете говорить о качестве, которое лежит в основе всего сущего. Качество отвергнуто рассудком, но уже видите, как опрокидывается жизнь без почитания качества. Лишь сердце будет радоваться истине качества. Так поймем, почему после сложных вычислений остается спасение лишь путем сердца. Пламень неукротимый, ужас яда распущенного может быть лишь сердцем встречен. Притом нужно начать познание сердца с первых ступеней, ибо день вчерашний от сердца отказался. Тоже не худо, ибо таким образом мы как бы получили новые сокровища. Люди так любят новое, и после систем интегральных заманчиво получить новую игру в сердце. Дети любят игры, похожие на игры больших. 419 Можно просить людей хотя бы иногда подумать о сердце. Сперва нужно создать общее устремление по этому пути. Не могут удержать планету лишь сто сердец. Нужно чтобы люди хотя бы отчасти приняли сердце как водителя жизни. 420 Огненный доспех очень редко можно почувствовать, так же, как и лучи крылья подвига. При этом можно осознавать, насколько этот доспех может защищать, но с другой стороны он требует необычайной осторожности, как и всякое огненное явление. Матерь огней йоги знает, что такой доспех вовсе не легок, ибо земные условия слишком далеки от высокого огненного явления. Но когда происходят огненные действия, то наличность огненного доспеха выступает ощутимо. Конечно, если сердце уже привыкло к огненной манифестации, то можно принимать участие в огненных битвах. 421 Суровое время требует доспеха сильного. Нужно принять это сердцем еще глубже. Нужно принять размер мировой битвы так, чтобы общими силами ободрять друг друга. Особенно неуместно обвинений и насмешки. Как среди величия храма нужно открывать сердце вверх, так можно приблизиться к пониманию размера происходящего. 422 Люди с трудом восприняли, что радио пролетает над миром мгновенно. Но скорость и беспредельность мыслей почти недоступны сознанию. Наиболее полезные и простые истины принимаются особенно трудно. Даже способы исследования таких законов часто заслуживают сожаления. Для наблюдения за исследованием и распространением мысли наверное будут расставлены такие агенты индикаторы, которые вообще не способны ни к каким восприятиям. Между тем наверное не будут допрашиваться люди с утонченным сердцем. Настоящая беда в том, что якобы во имя науки собираются незаслуживающие доверия. Следует не бояться ошибок и допрашивать широко массы. Конечно будут противоречия, но все же честный испытатель получит настоящий обширный материал. Социальные науки должны очень заниматься распространением мысли как основою человеческого блага. Так наблюдения над мыслями нужны в век нахождения энергии. 423 При обсуждении воспитания сердца может возникнуть кажущие сопротиворечия. Одни будут настаивать на бережном отношении к сердцу, но другие припомнят мои слова «нагружайте меня сильнее». Явление щита нужно от каждого злоумышления, но следует нагружать сильнее его имя великого служения. Итак, энергия для служения должна быть нагнетаемой, она растет при нагнетании. Многие завидуют всему, что исходит от угнетения, ибо особенно обидно не быть замеченным даже темными силами. но немногие оценивают нагнетание как развитие творческой энергии. Конечно, умыслом убийства не происходит нагнетание. При таком нападении для уничтожения нужен доспех огненный, о таком доспехе должен подумать каждый воин. Это не будет знаком уклонения от боя, но будет мудрую бережливостью, совсем не противоречие, нагружение сердца и бережность. Нужно быть готовым к всевозможным нападениям, и для этого нужно мышление подвижное. 424 Именно не трусость осмотреться зорко, особенно когда знаете о решениях сатаны. Малые зерно может быть подкинуто даже великану. Так вредители пробуют все меры, не будучи уверены, где зло не будет процветать. В этом соренье заключается успех тьмы. Люди забывают, как должен осматриваться не только тиграм, но и мышонкам влезает злоумышление. 425 При наблюдении деятельности сердца заурядный ум столкнется со множеством недоумений. Так ему покажется странным, что даже утонченное сердце часто весьма слабо отметит самые мощные события, но сильно звучит на сравнительно малые действия. Оснований много, как внешних, так и внутренних, но следует мудро в них разбираться. Нужно принять во внимание все противодействия токов, но с другой стороны, нужно понять и все кармические условия, которые могут увеличить и уменьшить передачу. Нужно не огорчаться, если закон не ложится в мертвую букву, наоборот, разнообразие при входящих обстоятельств обогащает возможность новых наблюдений. Так можно даже в школах упражнять внимание малых, которые будут часто гораздо честнее и подвижнее больших, стоит только обратиться к ним с увлекательным предложением обратить внимание на их собственные ощущения. 426 Развитие наблюдательности поведет к бесстрашию. Нельзя бояться того, что нас окружает, и тем самым мы будем выявлять новые построения, еще вчера бывшие неощутимыми или невидимыми. Так можно привыкать к самому, казалось бы, необычному. то, что вчера было запрещено невежеством, завтра станет как бы участником и вдохновением жизни. 427 Никто не поверит, что вы знали так много из происходящего сейчас, но также никто не поверит в те знаки, которые вы привыкли различать. Но разве нужно задумываться над нежелающими понять или принять? Вы знаете многих последователей высших учений, но разве они прилагают их в жизни? Наоборот, жестокосердие, себелюбие их поразительное, значит, рассудок заглушил сердце. 428 Корбовис, иначе говоря, сердце быка, очень распространенные состояния расширения сердца. Причин к тому много. Нас может занимать главное. Расширение может происходить от переполнения неиспользованной сердечной энергии. Можно сказать, что лица расширением страдающие не занялись вовремя воспитанием сердца. Потенциал их органа был хорошим. но не была применена сердечная энергия. Конечно, расширение сердца в сущности лучше, нежели ожирение. Так сердце может быть названо самым индивидуальным органом, потому и методы воспитания сердца должны быть очень подвижными. Нужно с самых малых лет обращать внимание на отвращение или над склонности. Нелепо считать часто непонятные отвращения как невероственные глупости. Нередко в этом сказывается целый строй сердца и могут быть построены самые полезные выводы. Но больше всего нужно опасаться сердца незнающего ни склонности, ни отвращения. Значит, сердце спит. Таких спящих сердца много, и это ведет к распаду духа. Так еще раз самое непостижимо духовное связано с физическим проявлением. 429 Можно по самым физическим законам учитывать самые духовные проблемы и необхождение с нашим центром сердцем можно назвать поистине бесчеловечным. Не принято обращать внимание на чувствование сердца, но оно отзвучит решительно все. 430 Истечение сердечной энергии может быть произвольное и непроизвольное. Последнее может быть вызвано посторонним воззванием или неудержимой щедростью самого сердца. Можно представить, как обильны эти щедрые подаяния и сколько сил они поглощают, но неизмерима щедрость сердца и скупость незнакома сердцу пламенному. Тоже нужно применять и к посылкам сердечным, вызванным из дальних мест. К зову посланному прилипляются по пути многие подобные посылки, ведь сходное собирается элементарно. Таким образом, истечение энергии особенно усиливается. «Конечно, вы знаете о делимости духа и поймете эти щедрые ответы сердца. Недаром говорится о бережливости. Она нужна во всем и даже в сердечных посылках. Очень тяжкое время». 431 Можно заметить в людях отсутствие внимания как бы странную рассеянность, при этом они сами не замечают окружающего. Кроме рассеянности ожирения сердца нужно не отвергать и многие высшие причины. Дух может вести свою работу в разновремении, не нужно ему ни промежутков времени, ни каких-то приготовлений. Он или чует, или его призывают. Разными мерами он ведет свои дальние сношения. Имеют основания рассказы о святых, которые мгновенно как бы впадали в забытье и в это время творили многую духовную помощь. Часто забытье не замечается ни присутствующими и даже самими лишь перескок обстоятельств окружающих показывает, что было полное отсутствие. Невозможно судить о времени этих отсутствий, ибо время не в мерах духа. Но каждый, знающий за собой подобное отсутствие, может сказать, что нечто совершилось вне мер земных. Нужно замечать эти отсутствия. Можно постепенно узнать даже совершенно случайно напоминающие подробности. Как огненная стрела вспыхнет подробность духовного труда и поникнет, как цветок опущенный в яд. Великая работа духа так далека от низших отравленных сфер. 432 Первая обязанность следить за своими ощущениями. Нельзя считать такое внимание преувеличением. Наоборот, оно должно показывать уважение к высшему прообразу. Пора покончить с теорией случайностей. Верно заметили, что даже простейший опыт не может быть повторен. Но индивидуальность действия не от случайности, но вследствие неотразимой очередности законов. Так можно приучиться уважать действительность. Правильно заметили, что лишь новое сознание упрочит будущее. Во имя будущего сосредоточимся. 433 При воспитании сердца мы незаметно для себя привыкаем к сферам тонкого мира. Это происходит не на каких-то исключительных чудесных феноменах, но на маленьких ощущениях, которые утонченное сердце начинает распознавать. Нужно принять эту мысль о значении маленьких ощущений, но не следует стать ханжою, погружаясь в догмы крошечных подразделений. Сердце укажет волнистую грань между существенным и условным. Мало по малу признаем, что около нас существует множество явлений, которые не укладываются в законы примитивной физики. Умножится опыт и составится целый свод ощущений тонкого мира. Это будет наиболее явным началом приближения к миру тонкому. После чувствований мы начнем приучать и плотное тело к особенным свойствам следующего состояния. Войдя в сущные законов тонкого мира, мы в нем самом приобретем сразу особые ступени. У нас считают совершенно естественным приучить сознание к тонким чувствованиям, чтобы таким образом получить и телесные приспособления. 434-е. Таким образом изменится вся психология существования. Вы уже можете понять отсутствие скуки, хотя бы пришлось оказаться в неприступных пещерах. Вы уже знаете отсутствие страха, даже находясь в первых рядах Армагеддона. Вы уже знаете терпение. Даже среди мировой бури так уже многие качества входят в вашу жизнь и несут с собой ряд накоплений неразрушимых. это и есть начало истинного богатства. 435-е. Вполне законно могут спросить, много ли мешает психическим опытом противодействия волевое? Ответим, чрезвычайно. Препятствует не только противная воля, но и сердечная мертвенность. Даже самые уже удачно сложившиеся феномены умоляются через противодействие противников. Нельзя получить левитацию или хождение по воде, если присутствуют противодействующие силы. Даже прохождение через огонь или глаз смертный не будут вполне удачны при волевом противодействии. Потому имеют особое значение мои советы об объединении. Это не только этическое указание, но и практическое условие. Даже малое противодействие уже поражает ткань. Так нужно хранить торжественность, ибо это чувство не допускает маленьких и ничтожных раздражений и разложений. 436 Конечно, теория наматывания психической энергии очень похожа на рум-корфову катушку. Так многие приборы грубейших приложений могут в сущности свои дать идею и для тонких опытов. Но нужно иметь глаза открытые, чтобы не стесняться неожиданными союзниками и материалами. 437 Особенно озабочивает людей вопрос, почему начинатели духовных учений не избегали различных физических болезней. Обычно задают вопрос именно те, кто сам более всего способствует этим болезням своими подозрениями, осуждениями и всякими противодействиями духовным трудам. Но посадите подобного вопрошателя в отравленную комнату, и он немедленно заболеет сотней болезней. Конечно, нужно представить себе напряженность организма при духовном труде, как магнит впитывает он окружающие, желая помочь. Не сказка перенесения чужой боли на себя. При этом можно заметить, что боль переносится несходным, но поражает или наиболее напряженные или слабейшие центры. Не нужно думать, что боли в жизнеописаниях подвижников преувеличены, наоборот, они также напряжены и развиты, как различно само человечество. Но что же облегчает эти страдания? Кроме серебряной нити самой иерархии, часто само сердце подает знак к началу целительного луча. У нас часто изумляются, отчего врачи не обращают внимания на людей, приходящих к больным. Может быть, половина лечения состояла бы не в лекарствах, но в удалении вредных элементов, вносимых так приходящими и приносящими духовную заразу. 438 Вопрос о людях очищающих и о людях вредящих нужен в медицине. Без разрешения этого вопроса не найти спасения от многих новейших заболеваний. Не нужно забывать, что болезни эволюционируют вместе с расами и эпохами. Но наша письменная наука настолько молода, что нельзя ей говорить о сравнительном методе. Она знает лишь немногие века. Но где же десятки тысячелетий мы очень загордились и забыли обо всем незнаемом нами. Но сердце знает сроки, и даже невежественное сердце трепещет от приближения огненного мира. 439 Проекция мысли на весьма чувствительную фильму вполне возможно. Но для этого нужно собрать заостренное мышление. Главное будет в качестве мышления. Звук создает ритм на песке. Мысль также дает вибрацию. Но конечно она будет гораздо тоньше нежели звук. Потому она может действовать не на тяжелые крупинки песка, но на тончайшую фильму. Не скоро люди дойдут до таких утончений и сосредоточности. Они заменяют сосредоточность развлечениями. Но разве расточительность заповедана? Указано везде деяние, но не хаос распыления. Четыреста сороковое. Учитель посылает понимание мировых событий. Без иерархии хаос событий обращается в лохматые клубы. Так верно заметили, что настоящее время не может уложиться в систему без очищения сознания. Утверждение узловых движений народов может быть сделано с горы. Четыреста сорок первое. Кто же затруднит себя учением, если сердце его не двинулось кверху. Не собеседование, но внесение в жизнь качества подробностей нужно. Каждый день приносит какое-то знание и углубление сердца. Именно в этом и есть уже накопление энергии. Лишь бы освободиться от скуки, которая подобно страху пресекает так многое. 442 Не желайте зла благословенному. Так заповедано заветами. В этом указании содержится великая мудрость. Нередко йогов обвиняют в мстительности и воздаянии за зло. Конечно, это совершенно противоречит природе йога, но тем не менее очевидны плачевные последствия поношения йога. Явление нетрудно пояснить. Когда огненный магнит сердца шлет лучи в страны далекие, то можно представить себе мощь этого излучения. Если вражеская посылка столкнется с этой мощью, то обратный удар неминуем, даже требуется от йога чрезвычайное напряжение, чтобы хотя ослабить тяжкие последствия для врага. Но часто луч йога имеет спешное, особое назначение, и тогда враг должен винить самого себя. 443 Много раз приходилось видеть эти обратные удары. можно очень ясно сопоставить их с физическим состоянием врага. Этими обратными ударами поражаются наиболее слабые стороны нападающего. Этим же объясняется и разница срока впоследствии. Истинно, вместо проглатывания лекарств часто нужно уничтожить следы злобы. Так завет «Не желайте зла благословенному» имеет жизненное, почти врачебное значение. 444 Среди священных болей есть некоторая группа, называемая «Вино Создателя». Вино санскрит струнный инструмент в Индии и Тибете ударение на букву И примечание редакции. Как на музыкальном инструменте раздаются аккорды, так пробегают боли центров гортани, плечей, локтей, конечностей, колен и прочих центров. Так настраивается сердце. Несомненно, что сердечная связь с Высшим остается единственным прибежищем человечества. Прочие йоги имели отношение к иным космическим условиям. Сердце выдвигается как якорь в бурю, и нетрудно приступить к пламенной йоге сердца. Первое. Нужно почувствовать великую битву и грозную гибель, собравшуюся над землею. Второе. Нужно ощутить сердце свое как прибежище. И третье. утвердиться на иерархии. Кажется, нетрудны эти условия, но мы так часто предпочитаем боковые тропинки и даже предпочитаем обман, лишь бы не обратиться к простейшему средству. Конечно, нужно напряжение из сердца, и недаром сердце называлось «великий узник». 445-е. Просыпаются вулканы великие, огонь ищет выхода, знают об этом люди и не поступаются ни одной привычкой. Также им трудно перенести сознание в сердце. Нужно окружиться лучшим доспехом против всех ядов. Также не усматривают события государственные, но эта череда устремляется неизбежно. Битва нелегка, нужно в сердце собрать все мужество, только так поспейте за нами. 446-е. В конце калии-юги действительно все процессы ускоряются, потому не следует принимать прошлые сроки как неизменные. Даже полвека в калии-юге при конце ее уже представляют немалый срок. Также и огни-йога становятся как мост к будущему. Нужно твердо понять, что силы духа, которые прежде требовали десятков лет, теперь путем сердца ускорены до последней степени. Можно признать огни-йогу как стремительную эволюцию сил. Там, где целыми годами упражнялись в утончении и нагнетении тела, там сердце может подвинуть дух почти немедленно. Конечно, нужно воспитание сердца, но это лежит в сфере чувств, но не механики. Так спешно призовем сердце на служение новому миру. 447 У нас понимают, как готовится великое будущее. Конечно, люди не признают наших методов, они не ценят неизменное и ведущее качество сознания. Они полагают, что нечто может преуспеть обычными похвалами и деньгами, но по нашему методу из напряжения родится красота. Не будем умолять, когда корни дерева уже растут, потому так нужна осторожность, если напряжение неслыхано, приближение сердца к жизни, как водящее начало, не есть лишь повторение прежних учений, но оно совершает истинное преображение жизни. 448 Люди легче признают научность низшей хатха-йоги, но высшие знаки они даже не пытаются ввести в круг научных наблюдений. Но что же стоят механические ситхи по сравнению с явлениями высшего сердца? Ситхи тела не могут быть применяемы часто, между тем, как сердечная деятельность протекает беспрерывно. Конечно, нужно углублять внимание, чтобы наблюдать тончайшие явления сердца, но серьезные опыты также требуют внимания. разве не лучше приучиться к внимательности на собственном сердце? Эти опыты внимательности не пропадут в туне, а они лучше всего пригодны к приближению к тонкому миру. Уже не видит конца наблюдений, кто однажды прислушивался к своему сердцу. Наблюдения, начатые в одном доме, неминуемо поведут сознание наблюдающего всемирно и укажут путь к высшим мирам. Зачем писать множество формул, не желая приложить их к жизни? Соприкасание с тончайшими энергиями утончает все существо. Кто вступил на путь огненный, тот понимает, о каких утончений, зоркости и бдительности говорю. 449 Правильно заметили, что бхакти-йога тоже имела действие сердечное, но разница в том, что бхакти-йога и шла путем чувства любви, не заботясь об остальном ощущении космических явлений и лучей, ведущих за пределы планеты. Наука с трудом может ведать пути бхакти-йоги, но теперь сердце ведет двойную работу. К миру любви сердце ведет кругами мира тонкого и мира огненного, к мирам высшим поведет любовь торжественная. Прочие виды любви не найдут пути в огненном мире, но торжественность, к которой пытаюсь приучить вас, ведет в самые пылающие волны достижения, непроста благодать, являющаяся среди торжественной преданности, но прекрасен доспех торжественный. Четыреста пятидесятое Один реши посылал нуждающимся и больным кусочки полотна или пальмовые листья или березовую кору. Получившие насмехались и говорили, не глупо ли тратить силы на посылки пустых отрывков? Они допускали лишь слова. Но умудренные прикладывали посылки к больному месту или к сердцу и получали облегчение. Они поняли, что реши полагал руку свою и напитывал ткань своей психической энергией. Также известны нерукотворные изображения или отпечатки рук, которые выступали или при тепле или при свете. Конечно, любой врач поверит грубейшему пластырю или мази, но магнетизму предметов он все же не позволит иметь значения. Может быть, еще можно примирить врача, указав на жировые отложения, но, впрочем, в высшем собака окажется понятливее. Так неимоверно трудно проникает в мозг человеческий все, что подымает его достоинство. 451 Мы не любим давать узкие конкретные советы, прежде всего потому, что люди не принимают их к исполнению. Люди не любят основы учений. Они всегда предпочитают факирство или гадалок. Но даже эти излюбленные приемы не принимаются в исполнении. Конечно, совет выслушают, но не потрудятся разобраться в нем и извратят его до вредности. 452 Не только глупцы отрицают все ими невидимое, но ученые в поисках фактов разрушают по пути множество полезных вещей. Предвзятость мыслей, как тяжкий груз, действует, умерщвляя уже сужденные. Также совет может быть применен на мгновение и отложен, когда зерно лишь сложилось. Кто же представит сложность текущих токов? Вы знаете, как готовится великое будущее, но не может быть оно примитивно, и нужно привыкать к нарастаниям, которые видны нам, но не всем. Удается пробить тьму, и надо помнить, что лучшим закрепителем будет торжественность. 453 Поистине ничто не повторено во Вселенной, но все же самым индивидуальным останется сердце человека. Но кто же измерит эту бездну? Кто же примет на себя задачу разъяснить и твердить народам о сердце незаконники, не врачи, не воины, не священники, но сестры великой горы примут на себя торжественную обязанность возложить руку на болящее сердце, другую рукою указав на беспредельную благодать? Кто же сумеет понять торжественность любви, соединяющей серебряную нить с твердынью сердца высшего? Потому так посылаем сестер на подвиг сердца. Нельзя явить необъятность высшего сердца в понимании неявленного сознания, но вы должны уже преуспевать в усвоении торжественности. У вас уже должна создаться заботливость не оскорбить торжественность чем-то мелким, несоизмеримым. С такою мерою пойдут на служение сестры горы. Так они оградят сердца народные от мерзости и смрада порожденного тьмою. 454 Во всех расах и веках существовал культ сердца. Даже дикарь, пожирая сердце живое, считал его силою высшую, тем своеобразного сдавая почитание сердцу. Но наше время совершенно забыло и отклонило учение сердца. Сердце нуждается в новом понимании. Нужно быть готовым, что чисто научный факт сердца вызовет особое обвинение в суеверии. Особенно постараются завзятые профессионалы, чтобы защитить свое убогое существование. Так нужно знать, что борьба за понимание сердца будет особенно ожесточена. Так темные силы будут защищать мозг, противополагая его сердцу. Конечно, это принесет лишь извращение. Нога имеет важные функции, но незачем носить пищу в рот ногою. Так прежде всего целесообразность. 455. Небывалая сгущенная атмосфера. Нужно быть очень отупелым, чтобы не чувствовать феноменов, явленных на каждом шагу. Невозможно считать состояние мира нормальным. Но атланты совершенно так же не видели всего уже поразительного. Они даже пошли дальше и назначили смертную казнь каждому, кто указывал на очевидное несчастье. Конечно, эта мера лишь ускоряла гибель. Никогда люди не могли добровольно признать, что они являются основанием трансмутации психической энергии и тем не стеснялись извращать течение этой драгоценной мощи. 456 Истина непреклонная неуклонная мощь сердца создает закал, который годен и для мира огненного. Не спазматическое, не судорожное устремление, но пылающее сердце ведет сознание по мирам высшим явием торжественность. 457 Течение сердечной энергии часто ощущается с правой стороны организма. Энергия ударяет в чашу и оттуда, конечно, рефлектирует на правую сторону организма. Висок шея, плечо, колено, конечности показывают чувствование, очень близкое физическому истечению. Непомерное количество выделяемой таким путем энергии пламенного сердца. Потому руководитель часто говорит «осторожность». Трудно вполне заранее определить начало истечения, ибо пространственные магниты и симпатии иногда требуют одновременно посылок в разные части света и сферы. Если бы соединить требования на сердечную энергию с электрическим звонком, то часто получился бы непрерывный звон, лишь меняя напряжение. Такие опыты несомненно будут производиться, но испытатели редко будут согласны на энергию сердца, объясняя какими-то нервными сокращениями. Недалеко время, когда за такой телеграф могли и сжечь. 458 Конечно, еще недавно картофель был чертовым яблоком. Не будем заноситься в гордости, ибо примеры невежества бесчисленны. Даже можно предпочесть невежества дикарей, ибо их можно скорее подвинуть на возможность дальних миров. Само перевоплощение остается диковиной или суеверием. Все указания на законы природы не ведут пока к значительным следствиям. Не для вас ствержу это, но для трусливых невежд, которые пытаются прикрыть преступление безответственностью, как они боятся смерти. Но, впрочем, они также боятся переехать на другой берег реки. Нужно иногда обеспокоить их невежество. Спящие иногда нуждаются в тумаке. 459-е спящие легко могут изгореть, ибо они оставили огонь около и не хотят замечать его. Опять говорю, не для вас, ибо уже знаете, что есть бдительность. 460-е не только вибрация, но и субстанция сердца дает творчество. Ту же энергию можно ценить во всех мельчайших проявлениях жизни. Жизнь потому даже в малом явлении своем дает чудо, достойное множество книг. Так устремление внимания к физической оболочке неминуемо углубляет внимание к деятельности сердца. Учение сердца есть учение причин явлений. У древних учение начиналось с положения руки на сердце. При этом учитель спрашивал, слышишь ли, и ученик отвечал, слышу. Это бьется сердце твое, но это лишь первый стук, врата великого сердца. Если не будешь внимать биению сердца своего, то оглушит тебя биение великого сердца. Так в простых словах давался указ. Так через познание самого себя давался путь к беспредельности. Но неужели мы не ушли от древних и не сумели представить путь трепета, путь вечного движения? Правильно заметили, что потенциал движения есть залог совершенствования, потому статика без напряжения и без устремления не возвышает мысль человечества. 461-е Драгоценно сознавать, что каждое наше правильное суждение обогащает пространство, но зато велика ответственность за каждую грязь. 462-е Непроизносимы многие понятия и положения. Лишь неуважение к звуку слова позволяет нам, людям, часто щебетать, как птицам, но если бы изучили язык птиц, то изумились бы торжественности. Гораздо больше восторга в словах птиц, нежели в перекрученных суждениях жителей двуногих. Не случайно твержу о торжественности, ведь это пища сердца, не осуждением, не раздражением, но торжественностью мы готовимся к великому шестью. Шествие нужно понимать, как служение учению жизни. Сами видите, как сходятся события. Также видите, что количество не имеет значения, но часто будет лишь бременем. Сами видите, что события растут, ибо явления космические начинают удивлять даже недальновидных. Но считайте часы, ибо наполнено время, как никогда. 463 расстройство климатических условий несомненно. Но люди легкомысленно замечают о пятнах на солнце или о смещении земной оси. Такие утверждения произносятся самыми трусливыми, но даже и они не понимают, что говорят. прекращение цивилизации, прекращение жизни, уже не раз посещавшие планету, встречалось совершенно подобными умствованиями. Также люди не хотели замечать признаков расстройства и легкомысленно толковали о продолжении исчерпанных условий жизни. Так же и теперь люди среди множества недоумений спрашивают, почему при изучении высшего знания как бы становится неизбежным усиление чувствительности некоторых болей. Если пояснить им, что вследствие их небрежности страдают избранные, они не поверят, они не примут, что они представляют собой конденсатор и трансмутатор энергии. Так при порче множество подобных аппаратов это распределение энергии расстраивается и немногие тонкие сердца несут давление, которое должно было бы распределяться по всему миру. Солнечные натуры несут на себе упор огненной энергии и должны отвечать за миллионы трудней. 464 Мы поручаем нашим ученикам узнавать как пустыню, так атмосферу города. При этом они могут сравнить разницу давления огненной энергии. Недозволительно людям собираться множествами, пока они не уразумеют, каким драгоценным сосудом энергии они являются. Они не допускают мысль о ценности духа своего, потому-то труднее всего им чувство торжественности. Трепет крыльев и постоянные восхождения непосильны, где отвергнута ценность духа. Несомненно, расстройство климатических условий. Не дух ли человечество ответственен за это опасное явление? 465. Запечатление на фильме ауры зависит вовсе не от самой фильмы, но от снимающего и снимаемого. Хорошая обычная фильма на стекле достаточно, но качество участников и свидетелей особенно важно. Нельзя также даже при хороших качествах одного участника ожидать немедленных результатов. Нужно настроить вину прежде созвучий, но люди больше всего не терпят предварительной работы. Кроме того, нужно еще одно условие. Нужно уметь провести хотя бы один день без малейшего раздражения. Империл выедает самые значительные рефлексы энергии. Можно назвать раздраженного человека шелухою в полном значении этого слова. Самые значительные следствия затемняются одним кристаллом империла. Нельзя думать, что империл есть лишь домашнее растение, запах его распространяется далеко и мертвит все токи. Так, когда говорю против раздражения, имею в виду не догму, но врачебно целебные указания. Как всегда и это соображение нужно выполнить, начиная с малого. Для съемки аур также полезны и другие механические приемы. Полезно перед съемкой принять мускус, возбуждающий токи энергии. Полезны иметь черный бархатный экран и явленную торжественность, если она доступна. Конечно, было бы нелепо наполнить помещение случайными любопытствующими. Нужно и самую атмосферу помещения очистить маслом эвкалипта. Так нужно предусматривать не оккультные, но чисто гигиенические условия. Четыреста шестьдесят шестой Цепь белых сил нужно держать всеми помыслами. Не осуждение, но лишь строение будущего нужно. Ослепительно цепь белая с гор света. Такое знаменательное время, когда даже малые усматривают величие белой цепи. Нужно соблюдать все указания, чтобы крошки империла не затруднили мощь белых сил, даже прекрасно отмести все мелочи, когда сотрясаются громады. Четыреста шестьдесят седьмой. Гигиена сердца предполагает добрые дела, но в широком смысле. Так не входят в добрые дела поощрение предательства и злоумышления, поощрение лжепророков, обманщиков, трусов и всех служителей тьмы. Добрые дела имеют в виду благо человечества. Так сердце приобретает торжественность, как созвучие сфер. Добрые дела действительно различаются на благие подвиги, неожесточенные, но целесообразные. Часто добрые дела понимаются как оскомена безответственности. Легче не задуматься и принять легкое уклонение. Четыреста шестьдесят восьмое. Сердце понимает, где уклонение, где любопытство и где любознательность. Так различайте приходящих. Но не дайте огонь легкомысленным и не доверяйте счет листов любопытствующим. Многие несчастья в доверчивости непозволительны там, где хранятся сокровища. Четыреста шестьдесят девятый. Нужно признать свет как живую субстанцию. Нужно понять восхождение как единственное движение сужденное. Трудно нужду понять как свою ошибку. Четыреста семидесятые. Пусть признают сущность сердца как субстрат негасимый. Термин не важен, но сущность сердца очевидна. Так нужно привыкать к непреложным понятиям близким всему человечеству. Пострадавшие узнают, почему с незапамятных времен убит Озирис и раскинут по всему миру. Без убиения не могли бы быть посланы вестники по свету. Так страдание с одной точки зрения будет лишь распространением с другой. Также знаменательно чтение трудов заключенных во многих книгах. Изучающий не норовит усвоить учение при одинаковом настроении и таким образом рождается множество точек зрения. Потому мудро в каждой книге хотя бы кратко коснуться ранее изложенного, чтобы дать возможность воспринять при одинаковости настроение. Настроение есть рождение точек зрения. 471-й Люди считают самым необоснованным учение сердца. Но можно ли течение энергии сердца понимать как нечто оккультное? Наоборот, нет ничего более точного, нежели биение сердца. Чуткое сердце устремляет к обновлению сознания. Явите хотя бы уважение сердцу в его работе. 472-е Предубеждение плохо. Как отрицательное, так и положительное. Оно противно всякой йоге. Оно пресекает феноменальную сторону восхождения. Часто смешивают предубеждение с чувствознанием, но оба качества совершенно противоположны. Предубеждение рождается в рассудке, тогда кобитель чувства знания в сердце. Так нельзя сопоставить детей рассудка с сердцем. Не только ошибочно такое допущение, но оно вредно, умаляя деятельность сердца. Можно наблюдать, как наслаиваются плиты предубеждения, и вся жизнь превращается в темницу самосложенную. Но чувство знания касается истины космической, потому не содержит в себе ничего умаляющего. Саморазвитие чувства знания приносит торжественность ощущения. Так от разных врат подходим к чертогу торжественности. 473-е Кто же не испытал священного трепета торжественности, тот не может понять вред предубеждения. В великих поступках оно развивается, но в каждом маленьком действии. Так служитель предубеждения просыпается уже, проклиная сновидение, которое не входит в рамки его существа. Целый день он будет осуждать и проклинать, ибо у него не будет меры сердца, и заснет он в осуждении, и посетит он сферу осуждению приличную. 474 Умирание человеческого и животного поколения, как и истощение производительных сил природы, указывает на конец Кали-Юги. Перед глазами вашими происходит этот процесс, но лишь немногие дают себе труд заметить это космическое явление. Даже и вы иногда склонны приписать случайности знамения грозного закона, вызванного к действию человечеством. Невозможно, казалось бы, не видеть происходящее за последние годы. Но люди все же тешат себя утешением о дне вчерашнем. Но если где-нибудь увидят грозные знаки, впадают в животный страх. Между тем никто не внимает слову о сердце. Великая спасительная субстанция остается без применения. Вы желаете собрать для общего блага наши беседы. Пусть будет так, но читать их будут не более, нежели пальцы ваши. Многие перелистают книгу и усмехнутся детскому суждению о сердце, об Армагеддоне, об истощении производительных сил совершенно так же бывало уже не раз. То же должно повториться, и можно лишь пожелать, чтобы конец Калии-юги не превратился в конец. 475 Между тем немного твердых духов требуется, чтобы изменить гибельное положение. Немного пламенных сердец могут встать самоотверженным дозором и сплести крепкую сеть защитную, не сверхъестественное, не магическое, но просто пламенное устремление сердца соединит миры. Уже говорил о конце Калии-юги, но кто-то думает о сотнях лет, будто бы оставшихся. Не может он допустить явлений ускорения, хотя простые химические опыты говорят, как реактивы могут ускорить явление. 476 даже самое нежное, самое сострадательное сердце должно быть не лишено мужественности. Сердце есть камень, на котором созидаются твердыни. Может ли стоять твердыня без мужественности и торжественности? При самых тесных обстоятельствах мужественность дает размах кругозору, и торжественность устремляет ввысь. Не надо уставать в поисках мужества и торжественности. Мужество может быть или засыпано осколками разрушения, или вообще недоразвито. Это качество принадлежит к разряду развиваемых. Каждое мужество имело испытания в прошлом, но зато воспламенение мужества нетрудно, когда клинок его побывал в бою. Люди часто употребляют прекрасное выражение, не считаясь происхождением их. Они правильно говорят «загорелось сердце» или «воспламенился дух», значит, они когда-то помнили об огне сердца, но теперь стыдятся этого огня. Они прежде всего готовы объяснить свое прекрасное слово или суеверием, или причудую кормилицы-сказительницы, но в лучшие сроки. Будем вспоминать об огне, о мужестве и торжественности. Любовь, заключенная в чистой торжественности, всегда нуждается в защите от темных оскорбителей. Мужество является щитом, и огонь соединяет струи свои в пламенный меч, не случайно утверждаю мужество. Оно укрепит кругозор. 477 Панцирь бывает различный. Он часто соединяется в солнечный диск над солнечным сплетением. Среди восточных вооружений особенно часто встречалось такое построение. Иногда его объясняли культом Митры, но оно гораздо древнее. Панцирь солнечного сплетения дал рисунок этому доспеху. Но солнечное сплетение надевает свой доспех во время битвы. Сейчас битва, и, конечно, дух рвется в первые еды. Воительница тысковала прочно свое мужество. 478 Пусть улыбаются на наши советы о сердце. Труднее всего они примут размеры всего, начиная с собственного сердца. Но умеем дождаться понимания. Нрав людей нам известен, потому уверены мы в силе терпения. утвердив мужество, мы не забудем о терпении. Утешительно, что терпение покрывает любое раздражение. При напряжении терпения вырабатывается особая субстанция, которая, как сильное противоядие, обезвреживает даже им перил. но конечно, терпение есть бесчувственность. При преступном безразличии не проявляются благодетельные реакции. Терпение есть сознательное напряжение и противостояние тьме. 479 Но терпение есть источник благодати. Ничто иное не испытывает так сердце, как сознательное терпение. Знаете сущность происходящего теперь? Можете ли превозмочь напряжение сфер без опыта терпения, приобретенного в течение многих веков? 480 Если кто начнет жаловаться на неощутимость тонкого мира, укажите, насколько это заявление неправильно. Крылья тонкого мира касаются людей гораздо чаще, нежели принято думать. Но сами люди отгоняют невидимых мух и незримую паутину. Также часто люди борются с навязчивой мыслью и оборачиваются с вопросом «Кто звал меня?» Множество тонких, но вполне реальных ощущений наполняет жизнь. Многие из них в силу физической реальности могут быть изучены даже сравнительно грубыми приборами. Ощущение невидимых паутин на лице, как знаете, бывает длительное и резко ощущается. Казалось бы, для врачей, занятых изысканиями в области психических явлений, должно быть очень значительным это ощущение. Почему же они не испытывают таких людей посредством разных аппаратов и на пульсацию, и на качество секреции, и на сердце, и на кожную восприимчивость? Тонкий элемент может показывать и какие-то колебания околонаблюдаемого. Так ощупью можно начинать полезные наблюдения. Но главная трудность в том, что обычно опыт делается спорадически, без железного неуклонного терпения. Тонкий мир нуждается в устремлении, но не в судорогах. 481 Уже не говорю о прикасании тонкого мира, когда ощущается пожимание руки или обращающее внимание касание. Эти явления могут быть неожиданными, и потому неуловима для наблюдения. Но незримая паутина и так называемая навязчивая мысль могут быть исследованы. Конечно, не в сумасшедших домах, но именно на здоровых можно изучать тонкий мир. Одержимость, конечно, даст ряд явлений, но низшие сферы не должны быть явлены, ибо заразительно ужасно. 482 Разве не будет сильным психофизическим явлением, когда постель и кресло и стол сотрясаются от целительных вибраций? Неудивительно, что иногда их мешают с трепетом землетрясения. Скептики часто отнесут это ощущение к головокружению. Уявление вибраций также дает материал для опыта. С примитивными приборами можно наблюдать вибрации тяжелых предметов. От этих грубых примеров можно перейти к организмам людей, которые сотрясаются по всем нервным центрам. Вы знаете эти вибрации и принимаете их совершенно естественно, но не будем льстить себя надеждой, и что множество людей захотят их знать. Между тем все учения имеют их в виду и говорят о них определенно. Даже примитивные учения отводят вибрациям очень важные значения. Так мысли о сердце непременно вспомним о мощном целении вибрациями. 483 Но когда говорю об осторожности, имею в виду и вибрации, ибо многие перекрестные токи могут создавать ядовитые соединения. Поэтому так важно знать, откуда идут вибрации, чтобы сердцем воспринять их. Чудесен провод сердца. Лучше телеграф он понимает соединения. к тому же ведет и осознание иерархии. Нужно понять, что значит сознательность во всем существе. 484 Черное сердце всегда считалось символом великой опасности. Лишь самое непоколебимое мужество могло быть противопоставлено этому бедствию. Но подобное мужество редко находилось. Степень мужества испытывается по силе опасности. Истинное мужество крепнет по напряжению опасности. Наша воительница знает, о какой степени мужества говорю. Когда темные полчища нападают, следствия бывают различны. При повреждении сущности происходит одержание, но очищенный дух может подвергнуться не одержанию, но болезни. Вы читали, как наш брат, бывший уже на высокой степени, тем не менее, продолжительно болел от темных противодействий. Подобное следствие нужно иметь в виду, ибо битва велика. Конечно, можно уменьшить влияние темных стрел, но тем не менее нужна и личная осмотрительность. Ту же устремленность следует применить и в накоплении мужества как лекарство от черного яда. Ослабление физическое, конечно, не значит ослабление духовное, даже наоборот. Иногда расходование духовного богатства делается неограниченным. 485-е Нужно очень беречься во время великого боя. Но главное условие будет уверенность, что позади грозит колебание, родящее предательство. Нужно припомнить, как постепенно мы выявили свойства сердца и подготовили к великим действиям. Навсегда нужно запомнить, что не отвлеченные наши указания. Также нужно понять, что йога дается ко времени. Ни телесные катания по земле, ни принятие физических ядов, но духовный яд, как давно сказано, принимают во спасение мира агни-йоги. Не поймут, это великое служение черные сердца. Для них физические яды гораздо сильнее духовного. Нужно неутомимо твердить об этом, тогда и осмотрительность сочетается с мужеством. 486 Опасность происходит так же, когда указания неисполнена немедленно. Даже в обычной жизни, если просим кого-то посторониться, он вместо того непременно спросит о причине или, в лучшем случае, оглянется и допустит камни упасть на голову. То же происходит и с неудачными учениками. Сердце их промолчит там, где нужно действовать немедленно. это так же вредно и самому сердцу, ибо что же губительнее, нежели неявленные сердечные приказы? Если сердце промолчит, это не значит еще, что в глубине не принят знак телеграфа. Это так же вредно, как и покрытие сердца рассудком. Сколько сердец остановилось от напряжения невыполненных приказов, спор сердца с рассудком является печальную страницей человечества. 487 Испитие яда или распятие является непременным условием движения вверх. Как бы производится расчет с низшей материи. Так научаемся летать, оставляя внизу тяжелую обувь. 488 Даже не дочитав первую книгу, мой друг уже спрашивает, когда выйдет вторая. Даже не исполнив ни одного указания, мой друг хочет узнать, когда будут даны следующие советы. Не сохранив ни одной тайны, мой друг требует доверить ему еще большее. Так вы знаете, как это бывает. Вы знаете, как, не прочтя книгу, громотей уверяет, что он знал все это от рождения. Вы знаете, как, не покинув ни одной привычки, скромник уверяет о полном своем обновлении. Потому издревле так указывалось на пользу смены привычек. Хождение по землям имеет, между прочим, и ту особенность, что приучает к всевозможным условиям. Человек, познавший сердца многих народов, не потеряется и в толпах тонкого мира. Но, конечно, это один из механических способов просвещения сознания. Основное укрепление сознания будет через сердце. 489 Сердечно познавший не спросит о последующем, не прочтя первое. Так сердечное познание дает обаяние, которое не приобретается с золотом. Явление анура, иначе говоря, сердечного обаяния, ценится очень высоко. Оно принадлежит к качествам накопляемым и неотъемлемым. Анура сердечное обаяние или царь сердца. Можно видеть, как с детства обаяние открывается иногда даже в тягой самому себе, ибо люди иного напряжения перемешивают ритм. 490. Принайме дома даже самые грубые люди обойдут все помещения и выразят свои чувства. Разве можем поместить учеников наших в дома неосмотренные? Нужно знать все окружающее, нужно почувствовать все наслоения прошлого, прежде чем устремиться в будущее. Но когда приходит решение будущим, тогда прошлое отпадает, как тень прошедшего заката, но лишь заря восхода освещает чело. напрасно некоторые люди заподозревают нас в недостаточной кооперации, гораздо больше нашей заботы о них, нежели они думают о нас. Если перечислить множество испорченных советов и недоделанных зданий, то можно представить себе, как трудно засыпать пропасти. Так можно возводить даже теперь прекрасные твердыни. 491 Видите, как мощна торжественность, видите, как можно достигать именно торжественностью, потому не только советуйте торжественность, но требуйте ее, как спасение. Мы лишь начали стезю торжественности. Если удастся вам ее продолжить, увидите чудеса. Уже месяц ведем восхождение торжественное. Несмотря на бой, мы исходимся торжественно. Мы отбросили все подброшенное и собрали явление запасов добра. Поверх всех сердечных достижений светит торжественность. К ней зовем, на нее указуем. 492-е Удесятирите торжественность, умножьте ее, как умножают лампады молитв. Когда идем путем восхождения, вложите руку нам, поспешите к вершине сердца. Скоро займемся знаками огня, теперь утвердим качества сердца и покажем их в жизни. Напрягайте энергию во славу владык, торжественно и мужественно. 493-е Разве не чудесен опыт, когда вы прилагаете сердечную энергию на расстояниях огромных и способствуете делу великому? Можно проверить сроки и получить совершенную точность, потому так важно записывать главное явление и ощущение. Таким образом можно бороться с нелепостями людей, которые будут утверждать, что везде лишь случайности и совпадения. У них нет сознательного применения главнейших энергий. Из этого проистекает вред не только для них самих, но и для всех остальных. Нет хуже хаотичного мышления и ломания токов энергии. Каждый выходит из себя, когда перед носом задувает его светильник, но именно задуванием светильника можно назвать пресечения сердечной энергии. Не устаньте твердить об этом. При сильных истечениях энергии особенно вредно нарушать ритм с самыми житейскими раздражениями. Никогда не знаете, как требовалась ваша энергия, потому торжественность будет лучшим охранением от изломов и зазубрин. Особенно при Армагеддоне нужно отрешиться от привычных мер. Утверждаю великое время, которое может соответствовать лишь торжественности. 494 Вы хотите спасения и преуспеть, но для этого нужно согласиться в действиях. Нужно понять, насколько каждое разбитие ритма губительна. Уже десять лет подготовляю этот час битвы. Скажите непокорным, что нарушение нити равняется отпадению от владыки. Именно теперь запомним это окончательно. Много мостов нужно спешно перейти сейчас, и нельзя растрачивать сокровища. мы требуем, чтобы хотя бы теперь это время было признано особым, иначе вместо блестящей победы можно ввергнуться в разорение. Мы ведем вас к победе, и никто не имеет права мешать нам. Сейчас темные силы будут действовать ничтожными мелочами, но именно на них легко закалить торжественность. 495 Люди иногда готовы признать мощь мысли, но это признание они не обращают на себя, мечтают о великих мыслях и не приведут в порядок малый. Спросят, как привести мысль в действие? Нужно начать с дисциплины над самыми малыми мыслями и затем уже создать мысль, двигающую горами. Совет о порядке малых мыслей есть начало оздоровления сердца. Не полагайтесь на разные внешние пранаемы. Путь агни-йоги через сердце, но следует помочь сердцу порядком мыслей. Беспорядочные мысли, как вши и блохи, они поражают тонкое вещество, они приносят часто смертельный яд. Именно малейшие мысли безумны, и потому они главное препятствие сближению тонкого и плотного миров. Как уговорить друзей, чтобы они немедля приняли к исполнению сказанное о малых мыслях? Ведь это требует лишь малого внимания. и сознания ответственности. 496 Когда же горит восход битвою, тогда особенно нужны мысли к будущему, ко благу общему. Скала Фуриозо не затронет сердце, укрепленное мыслью о служении. 497 Встретитесь с вопросом, отчего явленная помощь оказывается именно на краю бездны. Тому причин много. Среди них карма и желание самоусовершенствования, но с другой стороны причина в напряжении сердечной энергии. Для сотрудничества с высшими силами нужно напряжение сердца, но обычно оно возникает лишь когда напряжение доходит до крайней степени, значит, если бы сердечная энергия была выявлена как подобает, то и сотрудничество наступило бы скорее. Так опять приходим к вопросу воспитания сердечной энергии. Опять вспомним, что это воспитание должно начинаться с мельчайших чувствований и от самых обычных действий. Такое условие затрудняет положение, ибо люди любят сказать, дайте мне сразиться с великаном, но избавьте отловли блох, но великаны редки, тогда как блохи бесчислены. Нужно пройти через эти темные полчища, нужно охранить от них дом. Яд, принесенный великаном, меньше яда блошиного. Появление великана вызывает и необычное мужество, но против мух и блох тоже нужно мужество, и обычно люди страдают от мух, но не от великанов. 498 Опровержение учения может быть разнообразным. Кто-то вообще не может вместить учение, так же, как вообще не принимает мудрые советы, но гораздо опаснее кто понимает ценность учения, но сознательно противоречит, им уже находится на темном служении. Так с людьми и бывает, когда самые, казалось бы, уже явленные устремления вдруг преломляются. Так происходит от недостатка сердечного воспитания. Этот предмет нужно проходить и в семье, и в школе. Нужно придать ему не вид опыта, но твердо вести развитие памяти, внимания, терпения, доброжелательства и после обратить наблюдательность за ощущениями сердца. Так будут заложены торжественность и любовь к прекрасному. Так определится граница света и тьмы. Дети любят свет. 499 Зло создает субстанцию по плотности подобную добру. Конечно, невозможно держать в пространстве ядовитые рассадники, потому разве несправедлив закон, что посеявший должен пожать, иначе должен трансмутировать свое порождение? Было бы несправедливо нагружать все зло на добрых духов? Конечно, великий дух поглощает и трансмутирует массу зла, но даже ему нелегко принять яд мира. Знаете, как тяжко трансмутировать зло от всех частей света? Знаете, что стоит истечение сердечной энергии? Пятисотое Сердце всегда считалось сосредоточием жизни. Затем люди познали в сердце йогу иерархическую, иначе связь с высшим. Теперь установилась йога тонкого и огненного мира, такое сотрудничество сердца оказывается новым обстоятельством в сознании людей. Именно мы не должны оставаться в пределах отвлеченной этики. События и неоспоримые обстоятельства ведут человечество к новым путям, потому так советуем отрешиться от гнета привычек и поднять особое наше время. Моисей погружался в науку Египта, но он опередил ее десятью строками. Так действует йога иерархическая. Теперь мы советуем ученым, нужно наблюдать сердце всеми вашими приемами, и вы натолкнетесь на неясные вам явления. Пятьсот первое. Мы предложим врачам отнести все необъяснимые явления к миру тонкому. Ошибки не будет. Пусть только начнут измерять и сопоставлять так называемые здоровые сердца. Считая, нужно понять, насколько это время необычно и нужно к этому привыкнуть, нужно всегда помнить о протекающей битве. Пятьсот второе. Неужели люди не замечают особенных свойств жары, гроз и бурь? Так правильно оплакиваете природу больную людскими безумиями? Пятьсот третье. Озарение есть в сущности благодать устремленная, потому оно не должно быть смертоносным. Но жизнь показывает как раз обратное. Откуда же может идти это противное следствие? Конечно, не от самих светоносцев, но от преступного заражения окружающей атмосферы. Так еще раз показано в жизни, насколько условия, созданные людьми, не соответствуют прекрасным возможностям. Поэтому будем прилежно устремлять пространственные зовы, чтобы обновить сознание. немало устремлений положено нами, чтобы привлечь внимание людей на преступное безумие, которое возрастает непомерно. Они хотят пренебречь законам Вселенной, но прежде нужно осознать утраченные возможности, зная, что все поправимо. Мы мечтаем о новых расах, но подумаем, зачем нужна эта новая раса? И чем каждый может помочь ей осуществиться? Прежде всего, в подвижности сознания нужно учить детей этой крылатой подвижности сознания. 504. Истина скоро придется спасаться от расстройства стихий. сердца. ведь и это несчастье можно значительно смягчить образованием сердца. Просим врачей разных стран заняться исследованием сердца. сердца живет уйдет и сердца сердца. От недостатка сердечного воспитания происходит это, ибо даже невежды не считают сердце второстепенным. Между тем, болезни сердца превышают рак и чахотку. Нужны сердечные санатории, где можно было бы заняться неотложными наблюдениями. Конечно, эти санатории должны быть раскинуты в разных климатах и на разных высотах. Можно видеть, что целое воинство может заняться нужными исследованиями в связи с умственными задачами, вместе с агрикультурой и прочими специальностями. Институт сердца будет храмом расы будущей. Институт сердца, конечно, войдет в общество культуры, ибо понятия сердца и культуры неделимы. 505. Ненаблюдательность людей потрясающа. Попробуйте медленно наполнять комнату дымом и замечайте, кто из присутствующих первым почувствует. Обычно условие самодовольства немедленно сменяется отчаянием. Ужас в том, что отчаяние сменится самодовольством. Так считайте главное несчастье в качаниях аритмичных. У нас прежде всего обращают внимание на наблюдательность, которая помогает гармонизации центров. 506. Прежде всего нужно простое уважение к психической энергии. Нужно уважение к энергии, которая, подобно огню, насыщает все пространство и конденсируется в нервных центрах. 507. Пусть даже дети помнят, что в любом рукопожатии, в любом взоре излучается эта связующая энергия. 51. Устремление уважения научит и бережности к этому сокровищу сердца. 52. Уважение прилично каждому мыслящему человеку. Не нужно стыдиться говорить об уважении, ибо оно расточено человечеством. 53. Как можно ожидать явления сердечной энергии, если нет уважения к ней? 53. Явление энергии будет лишь при осознании ее. 53. Если закон справедливости существует, то нужно уважать все ведущее кверху. 507. Опытный правитель нередко положит руку свою на плечо или на руку собеседника. Некоторые сделают это сознательно, но большинство — бессознательно. Но даже сознательные не всегда знают, как пользоваться этим методом. 51. Они полагают, что рука уже достаточно, что ладонь уже передает мощь мысли, но очень редко люди сознают, что концы пальцев излучают сильнее. 52. При этом, если внушается мысль, то пальцы должны быть сжатыми. 53. Но если желаете получить реакцию собеседника, то концы пальцев должны быть разделены. 53. Таким способом достигается большее раздражение ряда центров. 54. Сколько скрыто возможностей. 54. В каждом действии только нужно применить их сознательно. 55. Можно сравнить сознание с бессознательностью, как плавание без опыта. 56. Конечно, кто-то сразу поплыл, но это чрезвычайно редко. 56. Так нужно во всем соблюдать иерархию, которая видимо и невидимо наполняет наше сознание. 57. Прискорбно, если сознание будет представляться чем-то отвлеченным, чем-то почти сверхъестественным. 58. Каждое биение сердца наполняет нас сознанием как существования, так и сущим пониманием бытия. 58. Туман мысли лишь от неуважения к сознанию. 59. Нужно эти слова написать в каждой школе. 59. Могут дети спросить, как защититься от мертвого обихода. 60. Тогда можно указать на надпись об уважении. 508. 60. Спросит, как почуять влияние учения среди будней. 60. Скажите, на самых малых вещах, на каждом действии, на каждом прикосновении отрицание и обиход отнимают многое у некоторых учеников. 509. Где же то чувство? Где же та субстанция, которой наполним чашу великого служения? 51. Соберем это чувство от лучших сокровищ. 52. Найдем часть его в религиозном экстазе, когда сердце трепещет о высшем свете. 53. Найдем часть его в ощущении сердечной любви, когда слеза самоотвержения сияет. 54. Найдем среди подвига героя, когда мощь умножается во имя человечества. 55. Найдем в терпении судовода, когда он размышляет о тайне зерна. 55. Найдем в мужестве, пронзающем тьму. 56. Найдем в улыбке ребенка, когда он тянется к лучу солнца. 56. Найдем среди всех уносящих полетов в беспредельность. 57. Чувство великого служения беспредельно. 57. Оно должно наполнить сердце, навсегда неисчерпаемое. 58. Священный трепет не станет похлебкой обихода. 58. Самые лучшие учения превращались в бездушную шелуху, когда трепет покидал их. 59. Так, среди битвы мыслите о чаше служения и принесите клятву, что трепет священный. 59. Не оставит вас. 50. Нужно воспитывать сердце, нужно наполнять чашу, нужно устремляться звучанием колокола, нужно зажигать крылья пламенные мира огненного. 59. От сердца пойдем к огню. 60. Скоро пойдем. 51. Опять не надо удивляться, что творите благодеяние в духе, не помня о них в теле. 52. Щедрый даятель не считает даров. 53. Невозможно перечислять словами дары духа. 54. Многие из них даже невыразимы словами, так огненны они. 54. Так мирские понятия не вмещают самого тонкого и высшего. 55. Нужно помнить, что каждый час пламенное сердце творит то, что люди называют чудесами. 55. Так можно творить в законах Вселенной. Примените это качество торжественно. 55. Житель природы, когда хочет припомнить что-либо, непременно встряхнет головой. 56. В этом движении сокрыта древняя мысль о вещественности идей. 57. Чтобы вызвать наружу сокрытые воспоминания, требуется даже физическое движение. 58. Точно бы нужно передвинуть уложенные предметы. 59. Теперь, когда знаем о разных кристаллических отложениях, то инстинкт явленно считается нестранным. 59. Наоборот, нужно изучать движения первобытных народов. 60. Среди них найдем не только выражение ритма космического, но и явление, связанное с пониманием нервных центров. 60. Так человек в сущности своей знает многое, что ушло из первого слоя памяти. 61. К тому же пробуждению памяти служат путешествия и перемена мест жизни. 61. Как калейдоскоп рождает новые сочетания, так пробуждаются в памяти многие малые зерна, содержащие великий потенциал. 62. Так движение может дать свидетельство совершенной, утонченной вещественности. 63. Нужно к этому же почувствовать, как следует предоставить себя высшей иерархии, 64. Чтобы наше существо могло дать пользу космическому движению. 64. Конечно, движение может быть вовсе не телесное, но духовное, ибо вы знаете, что нет границы этих областей. 553. Говорю, насколько можно и нужно. 56. Указание нужно принимать как приказ в битве. 57. Ныне нужна помощь. Она должна состоять не только в единении торжественности, но также в напряжении сердца к нам. 58. Нужно отбросить все посторонние мысли, чтобы тем легче посылать нам. 58. Значение пламенного сердца велико. 58. Это действительно космический магнит. 59. Труднее всего люди допускают свое космическое значение. 59. Унестись по небу каждый не прочь, но и здесь его значение также велико. 51. Если простое движение выявляет память, 52. Но для прозрения нужны особые условия тонкого мира. 52. Можно с удивлением заметить, что мгновенное прозрение не зависит от рассудочных условий. 53. Прозрение нисходит в минуты, совершенно нежданной. 54. Даже усмотреть можно ряд самых странных движений, нагнетений и мыслей, казалось бы, посторонних. 54. Это положение психиатры должны исследовать. 55. Можно накопить ценные наблюдения, которые помогут приблизиться к условиям тонкого мира. 56. Конечно, чуткое сердце отметит качеством пульса это состояние прозрения. 56. Явление знания сокровенного не имеет ничего общего с сомнамбулизмом и спиритизмом. 57. Состояние прозрения совершенно естественно. 58. Нужно лишь отмечать эти огни прошлого и будущего. 58. Среди тонкого мира тоже нужно изощрять сознание, потому каждое воспитание сердца есть врата высшей миры. 59. Опасаемся, что эти советы, неотложные, уступят место каждодневности. 59. Кто-то скажет, давно знаем все это, и пойдет на базар. 59. Спросите вдогонку, почему же он даже не думает о сердце и не мыслит об огне. 59. Опасно не ощущать ответственности. 60. Явление путника временного тоже опасно, и мы все именно безвременные и устремлены к восхождению, как несущиеся тела небесные. 60. Потому каждое отступление противоестественно, как преступление, как зло, каждый по природе идет кверху, и ответственность является не бременем, но крыльями. 61. Но стоит пошатнуться, как та же ответственность оказывается жорном на шее. 61. Но и без ответственности мы не можем плыть по океану стихий. 62. Не мораль это, но спасательный круг. 63. Прощание, если ж новая приветственная встреча, не временные мы, но беспредельные. 63. Истечение невидимой энергии при телесной сонливости будет верным знаком участия в отражении тьмы. 63. Мы можем призывать к бою в любое время, потому нежданный приступ сонливости должен обращать особое внимание. 64. Так же и поток энергии не останется незамеченным. 64. Унесет он много сердечной энергии, потому заслуженно дать той энергии снова аккумулироваться. 65. Не мудро позволить источиться, потому напомним отдых в виде перемены занятия. 517. Наблюдения над цветами тонкого мира очень показательны. Они указывают, как творчество тонкого мира доступно пламенному сердцу. 65. Истинно там легко сознательному духу. 65. Он может творить без усилия, перенося образы земные в лучшую оболочку. 65. Но не одностороннее это творчество. 65. Тем же процессом выдворяются лучшие образы и на земле. 65. 518. Не случайно мы часто толкуем о творчестве тонкого мира. Сознательность и внимательность приготовляют нам широкое поле для творчества. Можно заметить, что это созидание не утомляет и остается неисчерпанным. Так происходит между мирами сотрудничество. 65. Мы можем утончать формы тонкого мира. 66. Потому каждый запас утончения нужно беречь как сокровище. 66. Сердце менее изнашивается, если окружающее не мешает этим утончению. 67. Потому мы так против невежества, которое наиболее нарушает восхождение сердца. Конечно, невежество есть союзник сил темных. 59. Действительно, отложение впечатления в третий глаз есть основа творчества. Не только старые буддисты, но незапамятные заветы требовали воспитания наблюдательности. 60. Сердце, лишенное сокровище наблюдательности, затрачивает массу энергии там, где можно было проявить великую бережность. 61. Учитель должен развивать наблюдательность на самых прекрасных предметах. 62. Особенно непростителен в человеке скользкий взгляд. 63. Ничего не замечающий. 64. Ничего не дающий. 65. Чемизм взгляда разве не будет благодетельным заданием для истинного ученого. 520. После пульсации мира не ужасно трепетание сердец человеческих. 6. Нужно потому везде примерять большой пробный камень, иначе невозможно просуществовать, погрузившись в лужи подлости. 7. Мера целой вселенной нужна там, где шумит Армагеддон. 8. Утешение в соизмеримости. 9. Нужно приложить всю наблюдательность, чтобы взвесить вещества битвы. 10. Часто люди все-таки понимают битву не больше уличного столкновения, забывая, что сражение в почтовом ящике, в улыбке ухищренной лжи и в задержке света. 10. Битва гораздо драматичнее, нежели обыватели ее понимают. 11. Когда говорю о бережности, тоже понимайте на семь концов. 11. Советую быть сердечно готовым исполнить указ учителя. 12. Иногда требуется движение, которое не может быть явлено. 13. На горных путях нельзя идти ни направо, ни налево, но лишь прямо. 14. Нельзя ни соскочить в пропасть, ни вскарабкаться на отвесную скалу. 15. Путь один, и сверху видно назначение. 15. Мои советы подобны отеческим напутствием уходящему сыну. 15. Сундук дорожный должен содержать предметы на все случаи жизни. 15. Но в тайнике уложено сердце, и долго вдогонку буду кричать «Главное! Береги тайник!» 15. Язык тонкого мира не нуждается в словах, хотя и может ими владеть. 16. Его выражение в чувство знаний, в передаче тончайших чувств. 16. Так тонкий мир не должен нарушать музыку сфер беспорядочными звучаниями. 17. Мы не должны удивляться этому, ибо даже в плотном мире созвучные сердца многое обоюдно передают языком сердца. 18. Пусть этот язык будет постоянным напоминанием о возможности тонкого мира. 15. Понять нужно, что есть мысль малая. 15. Она, как насекомая, подсекает все самые сильные побуждения. 16. Нрав, самый настойчивый, расшатывается уколами малых мыслей. 16. Казалось бы, это повторенно уже надоело. 17. Но когда приходит время действия, люди забрасывают себя облаком осколков малых мыслей. 17. Самые благородные решения стираются под слоем постыдных мыслей. 18. Мешают подвигу прежде всего не столько сомнений, сколько бесформенные мысли, порожденные старыми привычками. 19. Утверждаю, что нетрудно освободиться от привычек, если достаточно перенесем сознание в будущее. 20. Часто люди меряют будущее по-настоящему, и тем обрезают новые крылья. 21. Даже птицы знают о смене перьев и подчиняются соответственным условиям. 22. Для смены крыльев они удаляются в заросли, чтобы снова взлететь обновленными. 23. Так будем брать пример с этих младших собратьев. 24. Они могут пропеть нам отличную песнь сердца. 24. Люди не желают представить себе, сколько опасностей проявляется около них. 24. Сколько раз высшие силы и участники тонкого мира спасали их. 25. Но человечество полагает, что если день миновал, то значит ничто не угрожало. 26. Такое мышление притупляет зародыши чувство признательности. 27. Но без этого чувства человечество не может преуспевать. 28. Вместо признательности появляется требовательность и затем угроза. 29. Но на угрозе, как на крапиве, не проедешь. 30. Жалкие угрозы высшим силам. 31. Нет ничего более разлагающего, нежели угрозы. 31. Сердце засыхает от пыли угроз. 31. 525. Вы знаете, насколько мы против всяких условных привычек, но нужно различать между привычкою и погружением в спасительное чувство. 31. Например, торжественность собирает в себе и восторг, и восхождение, и защиту от зла, и обращение к иерархии. 31. Так спасительна торжественность, но ее нужно воспринять и удержать. 32. Среди тлений и разрушения какая торжественность? 33. Но для торжественного сознания разрушения и не существует. 34. Оно немедленно покрывается куполом воссоздания во всей прекрасной утонченности. 35. Так отражение торжественности недаром считается лучезарным. 36. Нужно запасаться всеми припасами перед путем. 37. Наши друзья приносят путникам лучшие цветы. 37. Торжественность расцветает пурпуром, так собираем гирлянды сердца. 38. Пятьсот двадцать шестое. 39. Часто мы шлем людям сильное предупреждение, но глухота поразительна. 40. Даже услышанное будет ими извращено до неузнаваемости. 41. Нельзя удивляться достаточно, когда даже для своего спасения люди так неповоротливы, лишь бы оскорбить высшие силы. 41. Прошу не забывать о мерзких постановлениях сатанистов и помнить, что общими силами зло будет побеждено. 42. Нужно помнить это как приказ владык. 42. Не нужно сожалеть ни о чем, ибо во время битвы нужно стремиться лишь к будущему. 52. Замечаете, насколько события далекие, прежде сердца отзываются на чаши. 53. Эта последовательность редко отмечалась. 53. Конечно, при наполнении чаши нужно принимать сердечные средства, но все-таки чаша напрягается первое. 54. Чаша требует торжественности, как бы для наполнения уровня. 54. Знаю, насколько трудно. 55. Как бы великан очутился в пещере карлика. 55. Так нагнетение уже сгущает слои ниши. 55. Конечно, не от солнца жар и не от тонкого мира смятения. 55. Оно рождается волею человечества. 55. Старая китайская сказка говорит о великане заоблачном 56. Уявлен великан, стоящий головою выше облаков, и карлик насмехается о том, что великан не видит мира земного. 56. Но великан сносит все насмешки, говоря, «Если захочу, могу ползти по земле, но ты никогда не заглянешь за облака». 56. Так будем по духу великанами. 57. Если захотим все великое добро, всем достанет место. 58. Уявление самых великих примеров даст новые размеры сознанию. 58. К тому же родство с великанами поможет заглянуть за облака. 59. 529. Люди идут на вершины, чтобы изучать космические лучи. Наверное, они мало приняли во внимание содержание самой горы. И уже, наверное, не помогли опыту изучением своих собственных энергий. 59. Можно или усилить опыт, или почти нарушить беспорядочным сочетанием наблюдателей. 60. Удивляюсь, насколько люди полагаются на мертвенные аппараты, забывая воздействие своей живой энергии. 61. Уявление колебаний самых точных аппаратов в различных руках достойно наблюдения. 62. Даже тонкие хронометры работают разно в различных руках. 63. Такая простая очевидность, конечно, вызывает смех карликов. 64. Неужели они такого ничтожного мнения о себе, что не допускают никаких своих эманаций? 64. Точно не считают себя по образу и подобию божескому. 65. Но ведь даже свиньи тоже имеют излучение. 65. Луч планеты может быть, конечно, безмерно выявлен, когда будут приняты меры к очищению атмосферы и уявлено сочетание участников опыта. 65. Проще сказать, лаборатория человека гораздо мощнее, нежели принято думать. 66. Потому умеете сохранить нить с иерархией и привыкайте к так называемой неожиданности. 67. К тому же учитель хочет призвать вас к действию битвы. 67. 531. Волны тоски вовсе не от кажущихся причин, но от битвы. Очень нужно стремиться к нам, как воины, не спускают глаз со знамени. 68. Некоторые спросят, почему письма наши, написанные пятьдесят лет тому назад, не похожи на писание сегодняшнего дня? 69. Но даже книга зов не похожа на книгу сердца от того, что тогда не было Армагеддона. 69. Пусть поймут, что явление Армагеддона меняет многие условия жизни. 70. Невозможно приложить меры мирные к войне. 70. Значит, нужно одеяние брони, и главное — стремиться к явлению владык. 71. 532. 72. Напрасно люди думают, что каждое предательство и злая воля не вызывают обратного удара. 72. Иногда удар не может быть немедленным, и часто он без видимого последствия срезает возможности. 73. Но закон равновесия не приложен. 74. Нужно на стреле весов изобразить сердце, ибо оно — судья равновесия. 74. Потому все предупреждения против злой воли не только этичны, но ценны как лекарства. 73. Напрасно люди полагают, что высший дух становится нечувствительным к малым предательствам. Наоборот, чувствительность возрастает с очищением сердца. 74. Конечно, вместе с этим растет и мощь сердца, но чувствительность, конечно, не может миновать отравление злобой окружающей. 75. Так путь очищения не может быть назван отупенем. 75. Нужно осознавать, насколько легче доступ к сердцу очищенному. 76. Потому среди вопросов мистерии был один — умеешь ли не бояться боли? 76. Сердце знает боль мира, но оно знает и лучи надземные. 76. Нелегко выявить эти лучи, но зато ученые могут ощущать особые космические лучи, собравшиеся около очищенного сердца. 77. Недаром очищенное сердце зовется вершиною. 77. Так можно для многих опытов пользоваться очищенным сердцем. 77. Конечно, при этом не следует разбивать такой драгоценный сосуд. 78. Можно сказать, что карма разрушителей сердец очень тяжкая. 79. 534. Люди напрасно не обращают внимания на последствия еды при раздражении и волнении. Очень сильные яды образуются при этом неразумном действии. Много дней должно пройти, прежде чем растворится этот яд. 79. Нужно помнить, что голод много полезнее, нежели вредная пища. 80. При раздражении и волнении советую молоко во всех видах, как обычное противоядие. 81. Сода укрепляет действие молока. 81. Умение осознать волнение уже есть значительный шаг к воспитанию сердца. 81. Если волнение приключилось, то нужно уметь обезвредить его. 81. Но часто волнение смешивается с усталостью. 82. Тогда не забудем мускус или некоторые виды фосфора, так называемую субстанцию семенной жидкости и употребляющиеся среди северных народов рыбий жир и молодой кумыс. 82. Также помните, насколько учитель ночью шлет лучи. 83. Но даже эти лучи действуют много мощнее, когда они осознаны. 84. Молчание древних во время еды имело священное значение. 85. Но понятие священности заключало в себе и целебность. 86. Так не раз можно укрепить сердце и нервы целесообразным приемом пищи. 86. Мы не лукулы, но каждое жизненное отправление должно быть целесообразно. 87. Много деятелей самоотравлялись. 87. К тому же китайцы иногда кормили врага печенью раздраженного петуха. 87. Так находчивы людские козни. 87. Но в новом мире все должно быть направлено ко благу. 87. Нужно начинать наблюдение над сердцем с младенчества. 87. Можно таким образом нащупать известные периоды, когда дух постепенно овладевает телом. 87. Также в постоянном наблюдении можно усмотреть, как влияют на сердце приближения существ тонкого мира. 88. Многие беспричинные сердцебиения, конечно, зависят от влияния тонкого мира. 89. Многие остановки пульса могут напоминать об опасности одержания. 89. Многие колебания пульса характерны уже с семилетнего возраста. 89. А не есть окончание при вхождении духа. 89. Такие показания должны бы быть давно знакомы врачам. 90. Но вместо наблюдений они начинают применять всякие наркотики, полагая, первое – разрушение интеллекта. 90. Так нельзя устремлять на сердце грубые меры невежества. 90. Нужно помнить, что если сердце посредник с мирами высшими, то и меры поддержания сердца должны быть утонченными. 91. Неразумно жалеть об огрубении человечества и забросить попечение о главном органе. 91. Человечество болеет сердцем. 91. Нужно прежде всего оздоровить сердечную сферу. 91. Конечно, если люди желают избежать катастрофы. 91. 536. 91. Среди огней сердца самый яркий пламень самопожертвования. 92. Именно этот доспех отвращает стрелы вражеские и создает прославленную неуязвимость. 93. Огонь мужества – лишь часть пламени самопожертвования. 94. Конечно, самопожертвование не значит непременно принесение себя в жертву, но оно соответствует готовности победить за дело высшего мира. 94. Также можно заметить отклонение огней при малейшем уклонении от иерархии. 95. Как вихрь погашает светочи, так уклонение в бездну хаоса разрушает огни сердца. 95. Не странно ли видеть за одним столом и уклонившихся, и идущих к победе? 96. Они как бы вместе одинаково кончают земную еду, но дух их уже в противоположных областях. 95. Сердце, очищенное, ощущает эти противоположения. 95. Часто оно затрудняется решать по виду, но сущность ему ясна. 537. Чистое сердце утверждает иерархию легко, и восхождение такого сердца, как уявление Адаманта. Ничто никогда не затемнит путь чистого сердца, и даже с врачебной точки зрения такое очищенное сердце примет лучшее будущее. 538. Утверждаю, что учение считается многими лучшим путем света. Нужно привыкать к тому, что дающий не видит, куда падает капля благодати. Как дыжевое облако не знает, куда упадет капля, то же и сейчас. Потому главное, не огорчайтесь и не судите коротко. 539. Вы уже знаете, зачем помещался магнит над теменем. Но не нужно забывать древнее лечение сердца магнитом. Также укрепление нервов и умение намагничивать их по течению нервного вещества. Нужно очень присматриваться к этим старым врачеваниям. Они как нельзя больше соответствуют началу осознания лучей и токов. Конечно, не только магнитные свойства металлов оказывают мощное воздействие, но и многие другие качества отвечают минеральным основам нашего организма. Само накладывание металлов на тело дает сильную реакцию. Конечно, нужно принять во внимание особенные свойства разных кож. Жировые и кожные отложения могут сильно препятствовать тонким воздействиям. Потому в древности старались уничтожать жировые отложения. Конечно, масла растительные для втирания не имеют ничего общего с жировыми отложениями тела. Наоборот, растительное масло растворяет жир с его ядами. Так можно заметить, что в древности гигиена тела иногда стояла выше современной. Древние различали минеральные составы воды для омовения, но теперь на это почти не обращают внимания. Также теперь будут смеяться, если вспомнить, что совершенно различные ароматы употреблялись как для темени, так и для области сердца, где для конечностей. Утонченное понимание нужд тела сохраняло много поколений. Например, можно припомнить, как бережно относились египтяне к состоянию беременности. Теперь лишь редко следят за вкусами или за странными потребностями беременных. Тогда же, при начале беременности, храмовые врачи по астрологическим данным определяли нужные минеральные и растительные воздействия, потому самые роды значительно облегчались. Но теперь вместо мудрых предварительных мер прибегают к грубым наркотикам, не желая понять, что связь еще не расторгнута с младенцем. Сердце матери бывает очень напряженно, и каждый наркотик действует и на молоко. Так природа нуждается в соответственном воздействии. 540. Вам не должно казаться странным, что настоящие указания о сердце кончаются советами врачебными. Сердце долго было в загоне, и потому, кроме духовных воздействий, нужно иметь наготове и средства земные. Но во всяком случае при сердечных напряжениях следует менять направление мысли. Мысли, как поток горный, меняют ритм окружающий. Не мудро говорить о полном покое при напряжении сердца, ибо прежде всего покоя не существует. Наоборот, напряжение сердца тем более чует космические вихри и может быть потрясено вибрациями. Но перемена мыслей может действовать как мускус, утверждая течение нервного вещества. Уже знаете, насколько меняются ритмы токов, и насколько при атмосферном напряжении вибрации токов неумеренны, но даже становятся колючими. Так старая пословица о лечении подобным подобного получает значение. Но, конечно, не советую полагать больного вниз головой. Ровное положение полезно. Умение сообщить свободное положение соответствует и целесообразному изменению мысли. Когда один великий математик Аравии уже лежал почти без движения сердца, его друг нашелся сказать о решении одной алгебраической проблемы, и сердце математика воспряло. Привожу этот пример, чтобы не думали, что ничтожные мысли могут изменить положение сердца. Пятьсот сорок первое. Утверждаю, что каждое малейшее движение во имя будущего прорывает слои напряжения атмосферы. Скученные отбросы прошлого рассекаются мечом будущего. Щит будущего — самый верный и целебный. Не нужно думать о недостижимости будущего, ибо оно творится неустанно. Так сердце есть залог будущего. Пятьсот сорок второе. Много сведений дано, но нужно применить их. Не в унынии, не в сомнении, не в подозрении, но в радости о будущем прилагаются эти сведения. Так прежде всего нужно озаботиться, чтобы не отбросить малейшую былинку полезную. Если даже малые из тонкого мира придут с сотрудничеством, не отгоняйте их. Они могут удержать стрелу зла. Так обычно. Люди ждут великих знаков, но малые помощники не усмотрены. Пятьсот сорок третье. Самое позорное зрелище являет человек, приступающий к книге с твердым намерением не принять ее во внимание. Отсюда истекает замечание. Все мне известно и старо. Но самые простые советы оставались без применения. Даже можно видеть, как самые нужные наблюдения именно пренебрегались, чтобы этим унизить учение. Можно легкомысленно надсмеяться, но нельзя не признать ни одно указание. Теперь говорим о воспитании сердца. Но разве не услышим от самых глупых, что они давно это знают? Пятьсот сорок четвертый. Хорошо делаете, наблюдая особенности Армагеддона. Можно легко составить представление о приемах темных. Тем самым можно находить и оружие защиты. Нужно особенно сожалеть о всех маловольных, которые, подобно траве, метутся по ветру. Пятьсот сорок пятая. Закон свободной воли не позволяет прекращать зарождение преступлений. Но закон справедливости дает возможность прекращать развитие вреда, как внизу, так и наверху. Вы не можете предотвратить зарождение мысли преступных, но сердце может подсказать, где возможно преследование зла. Потому так настаиваем на учение сердца. Никакой другой центр не может заменить сущность сердца. Накопление веков чаши находится в распоряжении сердца. Ведь спасение человечества не в отдельных ситхах, но в срединном двигателе сердца. Так, поверх разделений нужно прийти к корню движения. Пятьсот сорок шестое. Каждый кусок хлеба от соседа уже защищен законом. Но пожирание и расхищение сил духа не запрещено. Так по невежеству допускаются различные виды вампиризма. Можно поистине ужаснуться, наблюдая, как расхищаются силы без всякого применения к облагу. Вампиры всех родов не похищают силы на добрые дела. В лучшем случае они поглощают силы для самости, но затем следует вся темная преступность. Невозможно перечислить злоупотребление ценными силами. Но когда подаем совет об осторожности, то понимают его как бездеятельность. И когда говорим о значении сердца, это разъясняют как суеверие. Между тем, ни мозг, ни солнечное сплетение, ни кундалини не подадут знак о похищении сил. Только сердце непрестанно подает знаки, и люди обычно не желают знать их. Непозволительно для нашего времени так презирать разнообразную деятельность сердца. Притом пора понять, что без осознания все знаки сердца пропадают в тоне. 547. Лечение против воли больного отнимает силы безмерно. Даже без противодействия, при непонимании, масса сил расходуется. Тем не менее, и это утомительное лечение может быть удачным, несмотря на непонимание больного. Можно привести много примеров, когда посвященные очень болели после насильственного лечения. Конечно, в эти дни напряжение и расход сил необычайны, потому, если чувствуете напряжение или утомление, не стыдитесь прилечь. Во время неслыханной битвы нужно беречь сердце, это совет всем. Нужно представить себе всю дымную земную поверхность, чтобы понять необходимость защитного доспеха. Пятьсот сорок восьмое. При волнении, прежде всего, недоедание и валерьяна, и, конечно, молоко с содой. Сердце нужно облегчать. Ошибка прибегать к наркотикам и спирту. Конечно, при изучении йоги волнение должно преображаться в восторг. Когда мы видим причины, следствия и возможности, разве не велика возможность лечения сердечной энергии? Но как капля драгоценная, пусть эта энергия не расходуется явлением ненужным. Потому, повторяю, насколько нужна обоюдная сознательность при лечении. Невозможно представить себе, насколько искра сознательности приближает решение спасительное. Нужно воспитывать сердце для усвоения сознательности во всех действиях. Смотрите на это, как на закон. Недопустимо, чтобы человек клонился, как травинка под мутными волнами Томаса. Что могло быть не ежито вчера, то должно быть сознательно удалено сегодня. Нужно следить за собою. И самые трудные задания нужно приветствовать, как пелену очищающую. Так нужно действовать всегда. И тем более в дни Армагеддона. Семья во всех учениях указана, как устой всего будущего. Истина. Кроме всех прочих значений семья, есть рассадник кармических ус. Тем самым учение будет неполным, не утвердив значение семьи. Нужно увидеть семью, как очаг сознательности и сотрудничества. Человечество может встречаться на сотрудничестве, и это качество приведет к осознанию иерархии. Не следует пренебрегать кармическими законами. Пусть они для кривых глаз часто незримы, но честный наблюдатель убеждается каждый день, как действуют узы кармы. Но в сущности эти узы должны быть крыльями. Закон предвидел радость и преуспеяние, но не цепи. Так нужно понять закон основания жизни. Но кто же, как не сердце, напомнит нам о сроках кармы? Именно сердце и сожмется, и затрепещет, и раскроется, когда оно чует крыло закона. Потому еще раз почтим сердце. Пятьсот пятидесятые Сам Христос передавал силу лечения своим касаниям. В жизни сердцем он давал облегчение. Так нужно помнить, что все насильственные заклинания неуместны по закону владык. Молитва из сердца идет прямо, даже не нуждаясь в условном каноне. В заклинаниях видим, что те же слова обращались как к Богу, так и к сатане. Не слова, но чувство сердца творит чудо. Так можно даже в дни Армагеддона преуспевать. Тем более нужно откинуть все мешающее. Каждый, читавший учения, может сердцем понять, где путь его. Пятьсот пятьдесят первое Человек не может скрывать свои внутренние намерения. Пусть они отражаются даже неземными словами, но в тонких чувствах нет тайны. Обычно люди не знают, как воспринять чувства тонкого мира. Но тогда они чувствуют как бы волнение, смущение или радость. Как бы перед ними тайная грамота. Но еще не распечатав ее, они уже ощущают ее значение. Но при воспитании сердца можно не случайно понимать намерения людские. Притом можно судить не только о смысле мыслей, но также и о их содержательности. Не правда ли, что очень часто сердце не отражает намерения людей, потому что их вообще нет, или они походят на пух не самой ветром? Спросите собеседника, что он хочет, и явление смущения будет обычным ответом. Он вообще не кристаллизовал своих устремлений. И такое сердце смутится в тонком мире. Не роскошь учения. Оно преподает самое меньшее, что можно ожидать от воплощенных после миллионов лет. Не будем ничем затруднять ветреное мышление, но необходимо приказать опознание сердца. 552. Пора пытливо взглянуть поверх торга и обмана. У нас человеческая гибель стоит перед очами. Так нужно понять, что в Армагеддоне все повинны, и потому никто не может уклониться. 553. Если, будучи в Азии, скажете об утомлении от участия в делах в Америке, никто не поймет и не поверит. Пора человечеству приучиться уважать духовное, расширенное сознание. Помимо всякой магии мы участвуем на дальних расстояниях. Мы внушаем мысли, мы пишем письма, и таким образом люди сотрудничают между собой гораздо больше, чем предполагают. Тем сильнее нужно избегать всякого злобного начала. Нужно быть добрее, понимая добро вселенское. Нужно приучить сердце свое к действенности добра. Нужно как опытным борцам признать силу добра. Никакая злая сила не победит добро. Не будем считать ее как нечто умное, лукавство не есть ум и, конечно, не живет в сердце. Утверждаем пути знания, но не обойдем молчанием добро, как начало творящее. 554. Дикарь в молении своем прежде всего просит милость для себя. Но мудрые отшельники молят благодать для мира. В том отличие дикаря от мудрых, нужно это положить в основании всех мыслей. Неблаговидно и неполезно просить для себя. Лишь грубое сердце полагает себя, как самое важное, но много мудрее просить о мире, в котором и сами найдете каплю блага. Так особенно теперь нужно идти. Великим путем только так можно найти сердце. 555. Прискорбно, что многие, даже слышавшие об Армагеддоне, продолжают жить мерою вчерашнего дня. Еще предупредите друзей об усвоении приемов Армагеддона. Слепцы желают все по-прежнему. Но это подобно цветам на льду. 556. Вы не будете изумляться моему подтверждению, что черная магия необычайно развивается. Конечно, это одно из оружий противников света. Они собирают сознательных и бессознательных сотрудников. Заклинания, гримуары и все накопления темных применяются широко. Кроме темных центров, ранее вам указанных, возникают многие малые круги, часто основанные на самых примитивных ритуалах, но общий вред велик. Конечно, белая магия обладает сильнейшими формулами, но поверх всех формул стоит энергия сердца. Все формулы и заклинания предполагают механические приготовления, оставаясь в пределах низших учений. Но теперь, когда силы тьмы так ополчились, им противопоставляются силы сердца. Можно заметить, как постепенно ритуалы белой магии сводились к высшим понятиям огня и сердца. Темные не располагают этими твердынями. Лишь чистое сердце может действовать. Лишь связь с иерархией света может порождать негасимые огни. Так противопоставление сердца всем темным силам будет знаком победы. Подтверждаю мощь сердца, и вы на себе знаете, как близко и сильно это оружие света. Беспылание сердца не приблизится к сфере огненной. Посвящение огнем предстоит лишь чистому сердцу. 557. Уже прошло то время, когда вы представляли себе битву как трубы ангелов. Вы уже понимаете, что тьма вызывает непроявленные силы хаоса в этом своеобразный магнит темных сил. Против этого нужно усиливать все лучи и токи. Вы уже ощущаете это усиление. Приходится употреблять как бы грубые токи, которые могут проникнуть через хаос. Немногие могут распознать это различие, ибо их внимание не устремлено в этом направлении. Даже самые грубые проявления, минуя человеческие мозги, недоступны сознанию. Насколько была бы легче битва, если бы человечество могло откликнуться на главнейшие основы бытия? 558. Страх и раздражение Называются вратами тьмы. Прежде всего, служители тьмы посылают страх, чтобы смутить дух. Каждое заклинание может содержать ту опасность, что во время заклинания может проникнуть ужас. Так самая точная магия может превратиться в высшую опасность. Поэтому следует опереться на более верное средство. Сердце, воспитанное прежде всего, искоренит страх и поймет вред и раздражение. Так сердце есть то самое оружие света, которое посрамит уловки тьмы. Сердце, как утверждают, постоянно готово поражать тьму и обуздывать хаос. Особенно прискорбно, что многие не хотят помыслить о мощи сердца. Тем они не только не извергают самих себя, но и вредят близким. Каждое неосознанное сокровище погружается в хаос и тем усиливает тьму. 559. Сказавший «Глазами сердца видим» имел в виду не символ, но закон физический. Углубленное или уволенное сознание является изменением всех чувств. Самый яркий цвет становится невидим. Самая громкая симфония неслышима. Самое сильное прикосновение неощутимо. Самая жаркая пища неоявлена. Так действительно царство чувств сердца. Не следует смотреть на это качество как на отвлеченность. Наоборот. В нем заключено еще одно приближение к тонкому миру. Мы заставляем учеников наших упражняться в этой трансмутации чувств, как в одном из самых видных утончений сердца. Можно самым обычным сердечным приказом заставить себя не слышать или не видеть. Так можно научиться пройти мимо самых ужасов низших сфер. Нужно обладать этим качеством. Иначе много заградительной сети будет бесполезно истреблено. Сохранение ценного вещества тоже есть задача йога. Не можете растрачивать накопления, которые затрагивают многих соседей. Основа сотрудничества прежде всего во взаимной ответственности. 560. Эта взаимность особенно проявляется в час напряжений. Нужно утончать каждое касание. Нужно показать самую нежную заботливость. Нужно принять сердечно каждую тягость близкого. Так образуется твердыня непобедимая. Так идите. 561. Закон великий. Перевести сердце из этической отвлеченности к двигателю научному. ступень эволюции понимания сердца должна была наступить в дни Армагеддона как единственное спасение человечеству. Почему люди не хотят ощутить свое собственное сердце? Они готовы искать во всех туманностях, но отрицают, что ближе всего. Пусть назовут сердце машиной, но лишь бы наблюдали все качества этого аппарата. Не будем настаивать на моральном значении сердца, оно несомненно, но теперь сердце нужно как спасительный мост с миром тонким. Нужно утверждать, что осознание качеств сердца составляет самую насущную ступень мира. Никогда это не было сказано как спасение. Пусть примет на себя все последствия, кто останется глух. уметь нужно понять, что и само сердце человеческое сейчас дает необычные возможности для наблюдений. Катастрофическое состояние низших сфер планеты дает следствие на сердечной деятельности. Можно опасаться не бывших эпидемий, но целого ряда страданий, сопряженных с плохой профилактикой сердца. хуже всего, если будем слышать об этом как о пророчествах неясных. Нет. Нужно принять эти выводы как идущие с точнейшей лаборатории. Устранить нужно все хождения вокруг да около. Нужно принять основу сердца и понять значение фокуса. Блуждания неуместны. Сомнения лишь там допустимы, где человек не достиг понимания о биении сердца. Явление каждого знаменательного дня пусть сопровождается напоминанием о сердце, как о самом неотложном. 562. Каждый полководец скажет, что лучше уклониться, нежели принять поражение. та же бережность в отношении сердечной энергии должна быть проводима всюду. Из той же бережности мы соединяем ядра сочетанных духов, чтобы этими взаимосоединенными усилиями не тяготить одного из воинов. Когда мы просим устремить все силы по одному направлению, это значит находиться как лук в напряжении. Нужно уметь пребывать в готовности, и это качество тоже требует немалого упражнения. Но не пытайтесь употребить сердечную энергию для мести, это недопустимо. Кроме того, стражи кармы знают течение закона. Также не забудем, что сердце умеет самоустремляться к построению разрушения не от сердца. Западные ученые иногда употребляют при внушении также сердечную энергию, обычно не сознавая того. Тогда гипноз делается особенно мощен даже без усыплений. Так при сражении духовном нужно ко всему прибавлять каплю энергии сердца. Нужно это делать сознательно. можно уговорить сердце действовать. Не следует смотреть на такие разговоры с сердцем, как на ребячество. Так же, как молитва действует, когда сознательно, так же мы заставляем сердце концентрировать энергию, это и будет лук напряженный. Когда огонь сердца светит и пылает при каждом касании, тогда и зов к сердцу может стать молчаливым. Но при начальном воспитании сердца нужно прибегать к беседе с нашим центром. Так справедливо можно называть сердце. 563. Можно из древности назвать ряд растений, которые давались для устремления сердечной энергии для высших воздействий. Но сейчас, кроме строфанта, не назову, чтобы не вызвать злоупотребление. Строфант не только регулирует, но и концентрирует энергию сердца. Потому он может быть принимаем без вреда и, видимо, причины через две недели. Можно три дня подряд по шести капель, один раз в день и вечером. Конечно, при сердечных потрясениях можно и два раза. 564. Астрологически оба мира находятся в приблизительно подобном отношении. Так Армагеддон, конечно, предусмотрен в главных путях. Нельзя останавливаться на отдельных действиях. Земной Армагеддон находится в ближайшей связи с тонким миром. Для отдельных случаев он может быть менее благоприятен, но общее течение его давно предусмотрено. Главное значение решается в тонком мире. События земные будут откликом сражений невидимых. Потому так обращаю внимание ваше на мир тонкий. Не только нужно помнить о нем, но нужно проникнуться значением его для ближайших событий. Если обнаруживаются враги беспощадные, их нужно искать там. Если ищем верных друзей, их найдем там. Как действительность должен стоять перед нами этот мир. 565 Происходит гораздо больше чудесного, нежели принято думать. Можно привести некоторые исторические примеры, как выдающиеся люди бесследно исчезали. Те же, которые не могли по разным причинам скрыться, те как бы умирали, приказывая плотно закрыть себя и густо засыпать цветами. В ночное время приходили неизвестные и совершали обмен, уезжая с мнимо умершим. Указать можно ни один случай в Азии, Египте, в Греции, когда события требовали такого превращения. История, конечно, изображает совершенно превратники событий. Пустые гробницы и таинственные сожжения могут напомнить о многом неизвестном для обывателя. Нужно мерить большими мерами. Нельзя думать, что нечто ограничено. Материя иллюцида достаточно для всех достижений. Можно именно на больших мерах развивать и великую ответственность. Путей много, но если теперь настаиваем на кратчайшем, значит, мера событий приблизилась. Правильно наблюдать причины и протекания явлений, но немногие чувствуют ответственность за происходящее. Могу утверждать, что каждое сказанное положение имеет свое ближайшее назначение. С древних времен было принято исследовать степень наблюдательности ученика. Для этого произносили как бы отвлеченную формулу и наблюдали, сумеет ли пытливый юм оглянуться, чтобы найти применение сказанному. Учение может углублять понимание при наблюдательности. 566-е Советую особую осторожность с механическими опытами над аурой. Действие утроенной восприимчивости глаза может атрофировать нервы глаз. Конечно, как и во всем нужны постепенность и долгое приготовление. Можно легко сжечь сердца, но тогда оно не даст живой опыт. Даже яды могут быть недействительны при соответственных ассимиляциях, но время и постоянство нужны. 567-е Указанный опыт из фотографии можно терпеливо начать, но следует замечать все подробности. Так тоже полезное наблюдение для исследования тонкого мира. Но помните, что при снимках снимающий не должен смотреть на снимаемого. Не забудьте о фемизме взгляда. 568-е Сновидение и видение из прошлых жизней имеют всегда значения. Из астрального архива как бы вспыхивает страница, напоминающая одинаковость настроения текущего времени. Беру пример последнего видения. В час утомления от людей первая увиденная нужда заставила немедленно оказать помощь. Это и есть путь бодхисаттвы, когда мы забываем утомление и себя, чтобы помочь. Поистине великая энергия так порожденная, о ней везде сказано, как о любви ближнего. Не рассчитывает такая любовь, но действует без промедления. Так из глубины тонкого мира являются картины прошлого. Значительна подробность, когда слуга услаждения мешал на пути подвига, но ничто не остановило стремление. Также еще раз была показана терпимость ко многим обывателям, с которыми не раз приходилось встречаться. Терпимость и терпение тоже путь бодхисаттвы. Не на облаках этот путь, но на земле. Чад велик и тоже нужен путь бодхисаттвы. Именно не человеческий ничтожен этот чад, но по сердцу он режет, как соляная вода. Пользуйтесь горным воздухом. Не утомляйтесь. Даже водолаз не должен погружаться утомленным. Именно с водолазом можно сравнить погружение в человеческие отбросы. Он готов помочь утопающему, но сам нуждается в доступе воздуха. Не преувеличиваю. Вам нужен воздух при Армагеддоне. Прана как пища сердца. Нельзя помочь вам каким-нибудь подлым способом. По заданию должны быть и средства. Но часто люди совершенно не признают язык сердца. Тогда нужно напряжение сердечной энергии, иначе говоря, расходование духовных сокровищ. Уже немало брошено их в мир. По закону бытия растут они, но сердцу не легче от того. потому будем бережны и будем помнить о водолазе. 569 Научное обоснование воздействия человеческого взгляда даст возможность дальнейших исследований. После исследования воздействия на человеческие организмы, конечно, нужно обратить внимание на отложение человеческого взгляда на неодушевленные предметы. Если взгляд может достигать степени ядовитости, то он же может наслаивать тоже на воде и на всевозможных предметах. Заговор воды, конечно, имеет значение не в ритме слов, но во взгляде. Конечно, это воздействие может быть как дурное, так и благое. Как всегда дурное значение легче нащупать, как и в случае империла, но вслед за нахождением зла будет усмотрено и добро. Так можно подойти к исследованию разных взаимных воздействий. Разве не увлекательно при современных аппаратах наблюдать воздействие на разные предметы? Древние предания о чашах мира или о благословенной ткани получат иное осмысленное значение. Но нужно советовать наблюдателям не останавливаться на первой ступени, пусть сейчас же расширяют поле опытов. Пронзание атмосферы человеческим взглядом или мыслью, разве это наблюдение не повлечет за собою многие выводы? Или воздействие той же энергии на разных высотах не будет поучительным? Можно начинать с грубых проявлений, как и было с дурным глазом, но лучше не замедлить наблюдение над хорошими глазами. Можно найти самые благодетельные последствия, на них следует сосредоточиться. 570 Запах Балю пусть напомнит вам о целебном очищении пространства. Когда низшие сферы так загрязнены, то эманации высот несут с собой частички отложения праны. Нельзя искусственно делать прану, но естественные отложения ее очищают пространство. 571 Полезно наблюдать всюду следы дисциплины. Среди коллективной сознательной дисциплины нужно обратить внимание на японский мастерит дзен, редко где сохраняются без принуждения иерархии сотрудничества. Нужно понимать дисциплину как организованное свободное сотрудничество. Среди приемов воспитания сердца свободной организации сотрудничества имеет значение, но пока притаится где-то принуждение, не может быть разумного сотрудничества и желательного следствия. Но поспешим с пониманием сотрудничества. Невозможно надеяться на расцвет и победу, где разъединение примем эту истину как указ. 572 Можно наблюдать известный период человеческого сознания, когда на вопрос «где нужда?» следует ответ «в деньгах». Пока не сжит это денежное ограничение, никакая помощь духовная не приложится. Нужно продвинуть сознание к ценностям более значительным, тогда и придет помощь, даже материальная. Закон высших ценностей утвержден во всем мытье. Так наше собственное сознание определяет благосостояние заслужено. 573 Правильная мера даяния есть мера любви и ответственности. Мало дать будет против любви, но не лучше дать слишком много. Недостойна скупость, но нецелесообразно даяние, ведущее к предательству. Как недостаточная пища ведет к голоду, так чрезмерно и приведет к отравлению. Без преувеличений можно утверждать, что число предательств значительно возросло от чрезмерного даяния. Множество условий должен принять во внимание учитель, дающий и доверяющий. Он должен сообразоваться не только с личными достоинствами получающего, но и со свойствами его близких, с кармическими и астрологическими обстоятельствами. Сердце утонченное подскажет, как разобраться в этом сложном течении условий. Потому мы так ценим эту меру сердца. Путь Бодхисатвы заключает в себе эту сущность меры. Никакое суждение не убережет дающего от чрезмерности, но сердце знает эти весы небесные. 574 Смотрите внимательно, не вынужден ли учитель повторять о чем-то. Знаете, как мы не любим повторений? Значит, есть к тому причина. Может быть, по внешнему суждению повторения излишни, но заглянем вглубь сердца и увидим, насколько это необходимо. Часто повторений не замечают те, кто именно вызывают их. Так нужно, как лекарство, применять повторения, если они не дали рисунка на мозгу. Кто несет в себе учение жизни, должен быть готовым к утверждению повторному, если он видит шатание основ. Можно принять, что закон основ должен прежде всего быть выполнен. Нельзя заменить основы подробностями. 575 Правильное рассуждение о детском образовании, но и в этом случае упускается вопрос сердца. Между тем, явление биения сердца очень близко вниманию детей. Именно детям легче всего рассказать о сокровище сердца. Считаю, что этот рассказ останется на всю жизнь как первое восхождение. 576 пробковые человечки известного электрического опыта больше всего напоминают людей без сердца. Под влиянием токов они готовы временно ожить и даже подняться кверху, но лишь только ток прекратится, пробковая сущность берет вверх и снова безжизненно деревенеет. Но разве лишь под током должно не сходить человекоподобие. Сердце толкает кверху, если оно открыто. Мы не некроманты, чтобы оживлять бездушные тела. Ток сердца должен постоянно и самостоятельно стремиться кверху, и тогда искра встречи с током иерархическим будет благодатной. Правда, иногда приходится для отдельных действий оживлять пробковых человечков, но это будет лишь протекающим действием без последствий настоящего схождения. Печально видеть пробковые прыжки и предугадывать распластанное падение. Печально знать, как пропадают труды поднятия их, но сердце дано каждому во всей беспредельности. Столько дано, столько уже испытано, что ужасно обращаться к пробковым метаниям. Так еще раз подумаем о торжественном, постоянном восхождении, когда можно вполне доверять такому сотрудничеству. Лишь при таком совместном труде можно привыкнуть и полюбить разнообразие явлений. Немногие могут понять это, ибо космическое разнообразие устрашает незакаленное сердце. Но как закроемся от такого поразительного многообразия, как полюбим его, и навсегда покончим с ограничением стесненного мышления, противопоставим сердце, как щит, ведь щит держался левой рукой, так поймем сердце, как вооружение. 577 В трудах старых отшельников можно найти замечание «Добро есть благоухание, зло есть ядовитое зловоние». Конечно, это замечание понимается как символ, но вдумчивый физиолог поймет, что и в этом определении заключается поучительный химический опыт. Притворение энергии в аромат есть очень определенный факт. Когда утверждается облагоухание фризий или щалок, можно предполагать облизости физической или тонкой энергии доброго начала. Наоборот, запах тления сопровождает все низкое как на физическом, так и на духовном плане. Значит, эту химическую реакцию можно уловить и так еще ближе подойти к трансцендентальному физиологическому нахождению. Так нужно уметь именно сознательно приближаться к космическому уявлению. У нас запах и очищение понимания его считается очень утонченным состоянием. Среди чувств обоняния есть одно из ближайших определений всего приближающегося. Многие не поймут, что сердце будет двигателем утончения обоняния. У сердца пламенного приближения каждой сущности вызывает своеобразное употребление чувства обоняния внутреннего. У души сердечные происходят часто от таких приближений. Ни ветер, ни очищение воздуха не помогают там, где сама энергия зла образует как воронку. Но, конечно, и добро дает облегчение. Также ощущение на концах пальцев не только защита, но и приемник вражеских посылок. Неустанная битва дает перебои в сердце, потому и каждая осмотрительность полезна. 578 Незнающие спросят, в чем же сказывается Армагеддон, если все вертепы по-прежнему являют существованием? Но следует сказать, что все люди почувствовали битву, но каждый по-своему. Сама напряженность вертепов указывает на каждую усиленную и сущное стремление, потому нужно очень чутко отнестись к человеческим качаниям. Глухонемые иногда совершают странные жесты, но не могут найти других форм выражения по своей ограниченности. Но разве не так же ограничены люди, не знающие сердце? Следует не смеяться над бедностью, но, не поддавая вида, терпеливо подвигать ее к образу достойному выражению. Ту же терпимость нужно проявить и при всех уродствах. Настоящее время потребовало иных условий во всем обиходе. В переводимых письмах Махатм можно видеть, насколько наше руководство, совершавшееся по высшему плану, было дальше от всех земных действий. Закон свободной воли не разрешает приближаться к ближайшим действиям. Но сейчас условия планеты изменились, нормы закона напряжены. Мы должны изыскать меры близкого руководства, бережно напрягая сущность свободной воли, и этим задача очень осложняется. Даже малейшее нарушение свободы воли ведет к самым разветвленным последствиям. Сочетание условий кармических с возложением поручений можно сравнить с хождением по канату. Но этот канат нужно свить из самых противоположных материалов. Сколько внимания требуется, чтобы соединить нити по цвету и ритму, ведь одним необузданным восклицанием можно прервать долгую работу, потому и советую особую бережность. Существует поговорка о собирании всех веревок для пути. Час напряжения не знаете, которые нить понадобятся, потому держите каждую возможность наготове, без суждения, велика или мало она. Для учителя велика определенная уверенность, что каждый краткий указ его будет понят и исполнен. Так двигаемся к языку сердца, который не нуждается в многословии. 579. Усвойте навсегда. Так называемый дар распознания не есть дар, но следствие трудов и опыта. Нелепое слово интуиция не выражает ничего, кроме ограниченности, не интуиции, но накоплениями многими можно приобрести распознание. Утверждать, что распознание не имеет причины, равняется утверждению, что воображение не будет отражением прежних опытов. Пришло время, когда самое, казалось бы, отвлеченное становится в цепь событий. Человек познал многие положения и тем утончил суждение свое. Будьте уверены, что нераспознающий имел грубое существование и не пытался выйти из него, так он сам лишил себя ценности узнавать сердцем. Не молодо сердце человека, ибо сущность его бессменна. Кто-то обрадуется этой бессменности в этом понимании вечной жизни, кто-то обрадуется, что и сознание находится на его ответственности. Так истины скрижали входят в жизнь. Не уставайте прочитывать учение жизни во всех веках его. Раскрытое сердце порадуется чередованию ритма. Также на этих устоях поймем, что движение, ведущее человечество, не может быть зримо в каждодневности, потому и в этом объеме тоже найдем путь радости. 580 При всеобщем поучении поймем ту разновидность людей, которая будет корчиться при упоминании сердца. Для них оно или ребячество, или еще хуже, они думают, что имеют исключительное суждение, а сердце получается наше сердце, но не ваше. Таким образом бессменное вселенское сердце обратится в частную собственность, потому поймем, куда и не следует стучаться. Всякое поношение сердца есть хула на дух истины. 581 Можно достичь состояния высшего сознания мгновенно, если к тому достаточно накоплений. Но не будем среди работы искать меры высшие. Дух человеческий развивается медленно. Так будем помнить. Потому не только терпение, но применим радость терпения. Будем думать, что каждое мгновенное озарение даже неприменимо. Так убедимся для неутомимого труда над воспитанием сердцем. 582 Братья милосердия, не заражаясь, вступали в злейшие очаги чумы, ибо передавали сознание свое Христу бесповоротно и нераздельно. Такой обмен сознанию создавал вспышки огня очищения непробиваемого. Таким западным примером можно напомнить множество подобных нераздельных действий, вызывающих огонь напряжения сердца. Конечно, вы знаете о древнем биении в грудь в час, когда требовалось напряжение сознания. Отшельники не напрасно и не только для боли били себя камнем по чаше. Таким первобытным способом они возжигали огонь сердца. Все бичевания и раздражения кожи волосиницами принадлежат к тем же первобытным способам сердечного напряжения, когда все существо посредством боли напрягается по одному направлению. Но, конечно, мы не будем прибегать к таким первобытным способам, когда знаем, что высшая защита и восхождение заключаются в нераздельности и устремлении. Можно сердцем передать сознание свое по цепи иерархии, тем делая себя неуязвимым и умножая силы свои. Значит, для такого существенного достижения нужны три элемента сердца, иерархия и понятие нераздельности. Пусть мы приучимся постоянно ощущать сердце. Затем не будем забывать держать в третьем глазе образ учителя и поймем, что есть нераздельность устремлений. Последний может быть часто труднейшим. Люди не заботятся отгонять от себя летучих мышей мерзости, тем самым они раздробляют свое даже зачаточное устремление. Получается мохнатый клубок, о том же без продвижения. Не надо повторять печальных рулат, так поражающих пространство и препятствующих к соединению с иерархией. Хороший ученый пишет об иммунитете, но и он обходит центр сердца как средоточие тонких энергий. Явление неуязвимости лежит в сердце. Можно даже постучать по чаше, если не хватает торжественного устремления. Но не советую прибегать к этому первобытному средству. Лучше запомнить три нужных понятия и взять их во всей жизненности. 583 Избрать лучшее из худшего тоже входит в задание архата. Часто уже бездна худшего будет окружать вас, но и тогда нужно найти самообладание, чтобы взять что-то лучшее. Нелегко изыскать в океане волну лучшую, но все-таки можно. 584 Многое так близкое остается неисследованным. Разве вполне исследованы пот и слюна? Читаем о ядовитой слюне, знаем слюну благодетельную, слышали о разнообразии свойств пота, и все-таки и оба выделения неисследованы. Пот труда или пот объедения не будут схожи. Слюна гнева и слюна помощи различны, но эти признаки примитивны. Каждое человеческое состояние производит особую химическую реакцию. Изучая это поистине космическое разнообразие микрокосма, можно прийти к решению физического и духовного мира. У человека развитого и реакции будет разнообразным. Можно узнать пот молитвы и высокого сердечного устремления, как он будет отличен от пота корысти. Пот бегущего оказать помощь совершенно отличен от пота спешащего убийцы. Среди этих противоположных реакций, сравнивая, можно нащупать продукты психической энергии. Так близки дальнейшие преуспеяния. Конечно, сам испытатель должен проявить достаточно чуткости. Придется ему различать разные эмоции и путем честного сопоставления очистить многие смешанные понятия. Связь выделений с изменениями ауры также обогатит опыт. При этом совершенно не нужны никакая вивисекция и прочее мучительство. Испытатель может посещать всевозможные места человеческих проявлений и собирать естественные непринужденные выявления. Труднее всего будет с продуктами молитвы и высшего устремления, иначе говоря, с самыми значительными выражениями. Но и в этих явлениях хотящий найдет истинные сокровища. Вы заметили появление пота в связи с сердечным движением? Именно это редкий образец стремления сердечного. Так вы советуете молодым врачам и ученым обратить внимание на спешность этих наблюдений среди огненных заболеваний, о которых мы уже говорили. Эти наблюдения будут весьма полезны. Не следует забывать о грядущих огненных эпидемиях. Много распространенных напоминаний прошло по истории человечества. Особенно теперь, когда пользование неизученными энергиями достигает значительных размеров, нужно помнить о возможности возвратного удара. Ученые должны обратить внимание на особенность многих заболеваний. Нельзя объяснить их лишь сгущением общественного водворота. Причина гораздо глубже, и наш совет о воспитании сердца очень свои времени. 585. Только подумайте, что ничем нельзя подделать ауру и содержание секреций. Такое простое соображение трудно усвоить человечеству. Даже среди испытаний архатов подобные вопросы имеют место. Ничего не видеть, ничего не слышать, но, тем не менее, верить до степени высшего познания — это тоже качество архата. Появление сердечного устремления — это тоже качество архата. Умение разбираться в великом и в малом — тоже качество архата. Бережливость основной энергии — тоже качество архата. Постоянное желание блага — тоже качество архата. Мужество и терпение — тоже качество архата. Нелепо понимать сущность архата как нечто неземное. Он формируется на земле как водитель сердец. Он представляет себя как фокус новообразования. Сознание его видит все, казалось бы, невозможные земные условия. Но сердце его понимает, как трансмутировать эти преграды. Малые духом постоянно страшатся битвы или, вернее, того состояния, которое мы называем битвою. Но никакое иное определение не покроет состояние борения и преуспеяния как битва. Так можно найти место противнику, как оселок для заострения меча. Считаю, что можно учителю посылать усиленные стремления в совместной битве. 586. Поручительство руководства может дать ту коллективную силу, которую может дать на поле битвы полководец. Опытный боец не смущается колебаниями удачи. Пульсация заключена в каждом росте. Уровень лишь в отсутствии движения. Так и сердце живое не имеет уровня. Но при космическом напряжении можно предложить сердцу не переутомляться. Связь сердца единого с космическим пульсом очень очевидна. Лабораторно можно нащупать сердце вселенской. 587. Отшельник, понимавший из их животных, во время молитвы заметил, что маленькая зеленая змейка начала извиваться около него. Так продолжалось несколько дней. Наконец он спросил змейку, что значит ее странное поведение. Змейка отвечала, «Хорошо твое сосредоточение, Ириши, если во время молитвы так замечаешь все мои движения». Отшельник тогда сказал, «Черев лукавый, не суди по себе. Сперва происходит сосредоточение земное, потом тонкое, и затем огненное, когда сердце совмещает и небесное и земное. Многим можно рассказать эту притчу. Извивы изменены и так часты. Уподобившись змее, люди не могут выносить что-либо поверх своего ползучего состояния. Они готовы тратить и время, и усилия, лишь бы уловить что-нибудь, по их мнению, умоляющее. Размеры червя соответствуют такому мышлению. Кто старается утверждать, что йогические достижения не существуют, тот поистине червь лукавый. Но нужно через утончение сердца сосредоточить все подробности йоги. Так древние достижения обновляются в лучах нового мира. Зачем ограничивать себя земными достижениями? Зачем отрываться насильственно от кармических состояний? Можно через огненное крещение достичь и здесь объединения с миром тонким. Так можно утвердиться на понимании сердца и получить те благодатные токи, которые вы физически ощущаете. 588 Особенно осторожно отнеситесь к пророкам-богачам. По существу их не существует. Конечно, мы не можем уморить вестника голодом, но земное богатство со всеми тягостями пусть не будет драконом порога. Вспомним, что Аполлоний был богат, но лишь для отдачи богатства. Так и наши караваны несут груз не золото, но все же идут. Так и будем вместе. 589 Много раз я предупреждал против страха и предательства. Нужно запомнить это с эволюционной точки зрения. Все субстанции страха противоположны огню. Таящий в себе зародыш из страха не приближайся к огню. Явление всех продуктов страха испепелится огнем, потому устремление к огненной энергии должно значить отречение от всякого страха. Нужно брать пример с тех отважных сердец, которые не только не бегут от огненных драконов, но безбоязненно приближаются к ним. Запомним, это видение сентября тринадцатого. Оно как нельзя ярче знаменует стремительность приближающихся огненных стихий и показывает, как смелые будут приветствовать их. Каждое видение будет иметь значение. 590 На предателях нужно скорбно сказать, умерли они навсегда. Зерно духа не выдержит тягость предательства. Эту мерзость. 591 Всякое отчаяние есть предел, сердце есть беспредельность. 592 Самоубийство есть осквернение сердца и крайняя степень невежества. Также противосердечно злоумышленное убийство. 593 Но красота заключена в каждом участии в построении нового мира. Это истинная область сердца. Это желанное очищение жизни дает ту торжественность, как свет неугасимый. 594 Кто однажды прикоснулся к учению огненному, тот меняет сущность свою вчерашнего дня. 595 Привыкнем понимать человека не только как выражение высшего духа, но и как вечно реагирующее химическое соединение. Так мы привыкнем понимать особое значение сочетания человеческих отношений. Явление архата обязывает сердцем чувствовать соответствие подходящих сочетаний и духовно, и химически. Так можно избегать многие ненужные трени. Сердце воспламененное может чувствовать, где заключено истинное соответствие или взаимодополнение. Такие требования следует предъявлять каждому водителю. Он должен иметь сердце открытое и к небу, и к земле. Утвердимся и в том, что ко всем людям установим дружелюбные отношения. Одно из условий бытия — искренность, иначе говоря, сердечность. Если это основание недостаточно развито, можно его усилить, обратившись к сердцу. Вы заканчиваете первую запись о сердце. Поэтому нужно напомнить о некоторых основах, о которых я уже намекал не раз. Главное условие применения сердечной энергии будет понимание, что физические усилия при этом излишни. При мозговом, волевом приказе действуют также и физические нервные центры, но сердечная посылка совершается без напряжения внешнего. Сердце может действовать лишь при духовном освобождении от физических напряжений. Не забудем, что западная школа следует обычно путем мозговым, тогда как на Востоке, где основа еще не утерялась, по-прежнему знают, что мощь заключается в сердце. Целение посредством сердца, хотя и предусматривает прикосновение рук, но не руки и не глаза, но эманации сердца дают облегчение. Расстояние не имеет значения для сердечного лечения, тогда как мозговая посылка может претерпевать преграды различных посторонних токов. Упражнение сердечного приказа требует наименьшего усилия и приспособления. Чистое мышление, постоянство, доброжелательство приводят в действие сердечную энергию. Пусть кармические заслуги увеличат сердечную напряженность и утонченность, но каждое устремление к иерархии посильно открывает сердце. Нужно твердо помнить об единственном пути спасения через сердце. Утверждение закона сердца прошло по всей истории человечества. Можно наблюдать, как через несколько веков люди снова обращаются к пути единому. 597 Не подумаем, что нам мало дано. Оставим это сомнение безумцам. Дано много. Снова укреплено сердце и дано приближение к иерархии, к тонкому миру в полном сознании. Но только сердце доведет до огненного мира. Подойдем к нему без ужаса. Не можем сказать без трепета, ибо это биение ритма неминуемо, но оно не будет ужасом, но торжественностью. 598 Поручаю пройти с нами через радость и горе. Только в этом двуродном пламени творится сознание. Упражнение сознания. Есть йога сердца. Без жизни невозможно это упражнение. Но, как знаете, его можно продолжить и в тонком мире. Так будем приближаться к огненному познанию. 599 Сказание у игуров передает о великане, пленившем черного дракона и сковавшем его многими цепями. Оставил великан сестру свою сторожить дракона и поспешил в конце земли повестить победу. Но когда великан прошел в дальние края, он услышал звон от сестры и понял, что дракон разрывает цепи. Великан поспешил назад, но при виде морей понял, что таким путем он опоздает. Так решил великан идти от одной горы на другую, минуя моря, леса и топи. Только так поспел великан вовремя. И когда дракон перегрызал последнюю цепь, великан снова заковал черного дракона. Пусть помним сказание это и поспешим по вершинам. Так по вершинам легче встретимся со всеми, кто в разных странах, в различных одеяниях живут сердцем единым. Так приступим к вратам огненным. И вторую запись о сердце можно дать. Но раньше пусть и друзья, и враги утвердятся на законченной записи. Каждый по-своему и дружественно, и вражески почерпнет от советов о сердце. Но если он даже лишь вспомнит о ценности бытия, он уже поможет себе. Пока обратимся к основанию огненного мира. Постепенно научимся приближаться к торжественности и радости. Продолжение следует...